Сидя в углу квартиры, я, поджав ноги и свернувшись в кубок, пытался хоть как-то согреться. Сейчас был период, когда в стране огня по ночам становится довольно прохладно, а отопления здесь нету. Уловив краем глаза какое-то движение, я повернул голову и увидел маленького мышонка, который обнюхивал пустую пачку из-под рамины, пытаясь найти себе пропитание. Сомкнув потрескавшиеся губы, я слегка приподнялся и когда мышонок посмотрел в мою сторону, я резким движением ухватил его двумя руками, пытаясь не дать вырваться. Он кусал меня, пытался как-то выйти из захвата, пока я сжимал руки все сильней, до тех пор, пока он не перестал двигаться. Сглотнув, я взял кусок стекла и начал сдирать с мышонка кожу и потрошить, убирая те части, которые, даже я бы не стал есть. Закончив через несколько минут, я принялся жадно поедать все то, что осталось от маленького зверька. Ломая зубами кости, я вгрызался в сырое мясо, пытаясь насытиться хотя бы немного. Закончив суженным, я вернулся в свой угол и поправив кусок картонки, которую мне удалось украсть, в прошлый выход на улицу, снова сел в свою прошлую позу, так и уснув. Сидя в темноте, я постоянно слышал множество разных голосов. «Чудовище! Монстр! Как же хочется тебя выпотрошить! Верни мне мою дочь!» Я слышал сотни голосов, которые проклинали меня, в воспоминаниях всплывали, моменты, когда меня ловили на улице и уносили в подворотню, начиная избивать, резать, срезать куски плоти, причиния огромную боль, но это было неважно. Ведь здесь меня никто не найдет, никто не причинит мне боль, никто. Продолжая сидеть и пустым взглядом смотреть себе под ноги, я не замечал, как где-то вдали, очень тускло горело два маленьких рыжих огонька, похожих на чьи-то глаза, из которых постоянно шла влага, отблескивая маленькой искаркой от цвета глаз и тут же затухая. Внезапная сна меня выдернул, звук поворота замка на двери, который я слышал постоянно и он никогда не предвещал ничего хорошего. Быстро вскочив, я ринулся к маленькому чулану, что был встроен в стену и представлял собой маленькую комнатку метр на метр с хлипкой бумажной дверцей, что отодвигалась вбок. Запрыгнув туда и закрыв за собой дверь, я тихо сидел, трясаясь от холода и страха, пока, по квартире раздавались тихие шаги. Я молился, чтобы меня не заметили и не начали снова бить и издеваться, но этому не суждено было случиться. Я услышал, как шаги начали приближаться и поняв, что меня заметили, просто закрыл голову руками, обнажая на своих руках огромное количество шрамов, ожогов и мест, где отсутствовали куски плоти. Дверь открылась и я, закрыв глаза, стал ждать ударов, но прошла одна секунда, две, три, а удара так и не последовало. Напрягшись, я слегка поднял голову, чтобы мог видеть человека, который стоит передо мной. Я из Анбу, позывной кот. Уважаемый господин Хакаги приказал сообщить, что с завтрашнего дня у тебя начинаются уроки в Академии, завтра в шесть утра я зайду за тобой и провожу в Академию, будь готов. Сказал человек, одетый в форму Анбу в маске кота, торчащими грязно-белыми волосами в разные стороны и развернувшись пошел на выход, пока не наступил на то, что осталось от моего вчерашнего ужина. Я хотел извиниться, но от страха я просто не смог произнести слова. Посмотрев на что наступил Шиноби, он повернулся ко мне и какой-то странной интонацией спросил. «У тебя есть питомец?» Услышав его вопрос, я все так же не смог ответить, а лишь покачал головой из стороны в сторону. Немного наклонив голову и осмотрев комнату, Шиноби как-то странно дернулся. «Ты питаешься сырыми мышами?» Кивнув, я тут же почувствовал странное давление, которое прижимало меня к полу, будто на меня упало что-то тяжелое, вместе с страхом, сковывающим все тело, отчего я тут же начал извиняться. «Простите, простите, умоляю простите, я просто хотел есть. Простите!» Крича извиняясь до срыва голоса, пока давление не исчезло, а страх не начал спадать. Просидев еще несколько минут в преклонном положении, я осторожно поднял голову и увидел, что того Шиноби больше здесь нет, отчего напряжение началось спадать и я тут же потерял сознание. Проснулся я, когда до рассвета оставалось еще пару часов, вспомнив то, о чем говорил тот Шиноби. Я за час, смог собрать себе завтрак, представляющий из себя десяток тараканов и один мышонок, доев которого, я спрятал остатки под картонку, чтобы тот Шиноби не нашел их и не отругал меня снова, после чего, отряхнулся и стал ждать. Когда же я услышал, как поворачивается дверной замок, мне пришлось переложить все свои силы, чтобы инстинктивно не убежать в шкаф и с трудом переборов себя, я смог подавить этот позыв. Увидев меня, Шиноби спокойно подошел ко мне и взял на руки и не успел я удивиться, как в эту же секунду, мы оказались на крыше соседнего здания, после чего был еще один прыжок и вот мы уже на следующей крыше. Спустя прыжков пять, мы наконец-то прибыли, как я понял, в мой класс в академии, после чего Шиноби меня опустил на землю и уходя сказал. Как закончатся уроки, сиди здесь, я заберу тебя обратно. И тут же испарился. Смотря на то, как быстро передвигается Шиноби, я был невероятно удивлен и при этом невероятно сильно завидовал. Эх, будь у меня такая скорость, меня бы точно больше никогда не побили. Предаваясь мечтаниям сидя за партой, я не заметил, как в класс начали входить другие дети, от чего, мне тут же захотелось убежать, но я пытался сдержаться. По мере прихода людей в класс, на меня все больше и больше обращали внимание, не сдерживая голоса перешептывались и показывали пальцем. А что это чудовище здесь забыло? Сказала девочка с розовыми волосами, зелеными глазами и довольно широким лбом. Не знаю, видимо, теперь этот монстр будет учиться с нами, хотя мне этого дико не хочется, я даже отсюда чую, как от него воняет. А это уже сказала девочка с блондинистыми волосами и такими же, как и у ее подруги зелеными глазами, которые не имели зрачка. От всех этих обзывательств и насмешат, мне еще больше хотелось сбежать, но я понимал, что стоит мне выйти на улицу, когда дома, я уже точно не доберусь, поэтому пришлось сесть как можно ближе к окну и сжаться в надежде, что на меня перестанут обращать внимание. Когда же все пришли и расселись, на меня почти не обращали внимания и в этот же момент в класс зашел наш учитель, который со всеми поздоровался и представился. Позвольте представиться, я ваш классный руководитель Ирука Умина, можете меня звать просто Ирука Синси, я вижу, что все на месте, так что давайте начнем наше знакомство. Я буду называть ваше имя и фамилию, а вы встанете и расскажите о себе и о ваших мечтах. Увидев, что все поняли, что от них требуется, учитель начал зачитывать имена своего журнала, после чего названный ученик вставал и рассказывал о себе, и ново о своей семье, своих пристрастиях и мечтах, и вот очередь дошла и до меня. Узума Киаку. Встав, придерживая себя при помощи стола, я увидел, как на меня снова обращено внимание всего класса, отчего на меня снова накатил страх. Я, я Узума Киаку, мое имя переводится как «ненависть» или «ненавистный», «люблю», «ум», «не знаю», «не люблю», «когда меня бьют», «моя мечта ста», «когда я хотел сказать, стать сильнейшим Шиноби», то внезапно осёк себя, ибо даже мне понятно, что из меня ничего путного не выйдет, а так я только ещё больше раз излюклась. Моя мечта — стать обычным человеком. Внезапно класс погрузился в тишину и стоило мне сесть обратно за парту, как по всему классу разразился смех. Ну вы слышали его? Такая тварь хочет стать человеком. Ага, может он ещё хочет и Хакаги стать. Вот умора. Слыша эти насмешки, мне было всё труднее сдерживать слёзы, которые так и норовили сорваться с моих глаз. Натянув свою жёлтую, порванную во многих местах куртку на голову, я уткнулся лицом в парту, уже не сдерживая свои слёзы, но при этом продолжая молчать. Я всю жизнь плакал молча, поэтому для меня не вызывает никаких проблем, проливать слёзы, не пуская соплю и не крича во всё горло, я просто сидел под курткой с пустым лицом, пока по моим щекам текли слёзы. Тихо. Класс, раз мы познакомились, то я считаю, что можно начать урок. Тема сегодняшнего урока. Чакра. Чакра – это слияние двух энергий, энергии и духовной энергии, энергии и телесной энергии, при слиянии этих двух энергий и получается чакра, которой пользуется абсолютно любой шиноби. Перед использованием, шиноби должен сначала её создать внутри своего тела в нужном количестве, а затем преобразовать для выполнения необходимой техники. Сама чакра передвигается по телу каждого из вас, через меридианы – это некие проводники в вашем теле, также с помощью чакры можно создавать множество разных техник, как атакующих, так и защитных, целебных и так далее. Сами же техники создаются при помощи печатей, которые вызывают определенные движения чакры в вашем теле и преобразуют её в технику, которую вы высвобождаете. Основная часть техник состоит из пяти стихий – воды, земли, огня, ветра и молния. Немного успокоившись и вынырнув из-под куртки, я начинал слушать учителя и не мог поверить в услышанное. Так получается, тот человек использовал чакру. Получается, если у меня тоже есть чакра, то я смогу делать так же, как и он. Эта мысль просто захватила мою голову, но услышав учителя, я снова вернулся к лекции, которая продолжалась ещё полтора часа, по истечению которых, учитель сказал. «Отлично класс, лекция на сегодня закончена, теперь все идите на третий полигон для занятий». После команды учителя, все начинали перешёптываться на тему услышанного на лекции и, встав, начали выходить из класса. Я попробовал пойти за ними, но из-за ран, которые никак не могли зажить, стоило мне только встать из-за парты, как я тут же чуть не упал. «Узумаки, ты остаёшься в классе!» Констатировала рука Синси и пошёл на выход, отчего я мог только с досады вздохнуть и сесть обратно за парту, дожидаясь своего проводника. Спустя где-то ещё два часа в классе неожиданно и поднялся ветер из ниоткуда появился Шеноби в мазке и сказал, что мне пора домой. Вернувшись в свою квартиру, он кивнул мне и так же быстро ушёл, как и пришёл. Посмотрев ему вслед, я ещё раз с завистью посмотрел на его технику передвижения и сев на пол, решил попробовать то, о чём нам сегодня рассказывала рука Синси. Приняв позу лотоса, я попытался просто представить, как совмещаю две таинственные энергии, создавая третью ещё более таинственную. Просидев больше четырёх часов, у меня ничего так и не получилось. Эх, может мне соврали и я не обладаю никакой такой чекрой? Ладно, попробую последний раз и пойду спать. Посмотрев на разбитое окно и увидев, как на улицу опускается ночь, я, снова сосредоточившись, начал уже не просто фантазировать, а попытаться почувствовать, как сливаются две энергии в моём теле и после пары минут попыток, я наконец-то смог почувствовать маленькое движение энергии в своём теле, после чего меня тут же пронзила жуткая боль по всему телу, которая оказалась намного сильнее, чем боль от ударов жителей деревни. После секундной вспышки агония, я моментально потерял сознание. Ну и что с этим уродцем на этот раз? Медленно просыпаясь, я сквозь тьму, слышал голос человека, который общался с другим человеком. Разрыв меридиан, видимо он решил научиться пользоваться чекрой самостоятельно. Разрыв меридиан, вроде и Рукасис не говорил о чём-то подобном. Вроде, если тело пользователей слишком сильно истощённо, то это может вызвать разрыв меридиан, после чего есть шанс навсегда остаться калёкой. Так я в больнице. Больно. Всё тело болит. Не могу пошевелиться. И что с ним делать? Он выглядит не очень здоровым. Сказал тот же врач, что поставил мне диагноз с линцой шелестя бумагами. А, точно, ты же в деревне недавно, насчет него не беспокойся, он не человек, так что с ним ничего не будет, а лечить его никто не хочет, потому что он запечатанный демон-лис, который уничтожил 70% в деревне, я думаю ты должен был слышать об этом. Поведала своему напарнику другой врач, сильно сплюнув на меня, после слов демон-лис. 70%? Я, конечно, слышал эту историю, но я не думал, что всё настолько серьёзно было. Это же сколько человек тогда погибло? Много. Очень много. Ладно, неважно, пойдём лучше поедим. Сказал второй врач и вышел с своим напарником из кабинета, оставив меня валиться на старой, ржавой кровати без матраса и заставляя терпеть боль, от которой я постоянно терял сознание. Хоть мне и было больно, но мне было всё-таки немного радостно, ибо в больницу я не часто попадал, только если раны были совсем серьёзные, но когда меня сюда приносили, то начинали кормить. Меня кормили, разными объедками и тухлятиной, но всё равно это было во много раз лучше, чем то, что я ел дома и эту радость не перекрывало, даже то, что мне постоянно вкалывали какие-то лекарства, которые вызывали, болезни или просто огромную боль на несколько дней. Но всё хорошее и кончается, кончилось и моё нахождение в больнице, так что, когда я поправился, меня просто взяли и выкинули на улицу, бросив прямо на ступеньки, где меня тут же встретил Шинобе в маске кота. Подхватив меня за шиворот, он быстро отнёс домой и, положив на картонку, ушёл. С того дня прошло, три месяца, всё это время я исправно ходил в академию, но посещал только теоретические занятия, так как до физических меня не допускали, а щекрой, я больше не экспериментировал, ибо боялся снова себя покалечить. И вот в один из выходных дней, ко мне пришёл Шинобе в маске кота, как раз во время того, как я только закончил разделывать мышь и положил первый кусочек мяса себе в рот. Собирайся, ты переезжаешь. Осмотрев свою квартиру и увидев лишь кусок рваного картона, а также разный мусор, я покачал головой и тихо сказал. Мне нечего собирать. После чего, пошатываясь, я подошёл и взял Шинобе за руку, после чего мы тут же начали перемещаться быстрыми скачка, ближе к центру деревни. Вообще, я за эти три месяца, успел уже к нему привыкнуть, но маленький страх всё равно остался из-за чего, я не могу расслабиться, когда он находится рядом. Прибыв на место и остановившись перед дверью, Шинобе поставил меня на пол и, достав из кармана ключ, открыл дверь, запуская меня внутрь и придерживая за руку, чтобы я не упал. Не бойся и заходи, я поговорил с уважаемым господином Хакаги, так что теперь ты будешь жить у меня зайдя внутрь, я увидел очень чистую квартиру, где не было ни подтёков на стенах, ни грязных обоев, ни скрипучего пола. Тебе нужно помыться, а я пока приготовлю завтрак. А мне разве можно? Мне говорили, что всё до чего я прикасаюсь, оскверняется и после этого, эту вещь лучше всего сжечь, чтобы не подхватить какое-то проклятие. «Вдруг я и вас прокляну?» Сказал я с нерешительностью, оперевшись на стену возле ванны. «Не бойся, это всё враньё, ты не проклянёшь меня, да и вообще ты не можешь проклинать ни людей, ни предметы, так что не беспокойся и иди отмываться». Сказав это, он тут же о чём-то вспомнил и повернувшись добавил. «Точно, когда помаешься, то положи старую одежду у двери, а я пока схожу тебе за новой». После чего он испарился. Немного постояв в нерешительности, я всё же стянул с себя, всю одежду, которая была просто изрешечена дырками и полностью обляпана грязью, после чего, оставляя грязные следы на полу, поплёлся наполнять ванну и, забравшись в неё, сразу чуть не выпрыгнул с громким визгом. «Ай, ай, ай!» Щипит. Вдохнув и выдохнув, пытаясь не обращать внимания на боль, от пощипывания ран на ногах и руках, я пытался помыться, обтираясь мылом и споласкиваясь водой. Спустя полчаса, я закончил мыться и спустив воду, вышел из ванны, где увидел новый комплект одежды с подписью «Для АКУ». Он состоял из чёрной водолазки с белыми рукавами и воротником и символом страны огня на груди, а также штаны чуть ниже колена и синей сандалии. Переодевшись, я вышел из комнаты и увидел, как, тот шинобестой на кухне с сдвинутой на бок маской, стоял у плиты и что-то готовил. Подойдя к нему, я смог полностью разглядеть его лицо. Нижняя часть, вместе с носом была скрыта чёрной маской, глаза, точнее глаз у него был чёрный, а другой красный, с какими-то запятыми этот глаз, пересекал длинный шрам. Дядя, ваш глаз. Когда я увидел его красный глаз, первая мысль, что пришла мне в голову, так это то, что я всё-таки проклил его и он теперь умирает. Отсознавая это, из моих глаз тут же хлынули слёзы, а сам я упал на пол, не в силах, больше держаться на этак ватных ногах. Простите меня, простите меня, я не хотел вас проклинать, простите. Начиная рыдать всё сильнее, я не заметил, как из моего тела начал выходить какой-то рыжий туман, а мои усы на щеках становились всё чучее. Почему? Почему, как только нашёлся человек, который не ненавидит меня, который помог мне, мне тут же приходится его терять. Я ненавижу себя, я и вправду должен был умереть, я не должен был рождаться, я делаю всё только хуже. Коре всё больше и больше себя, я всё так же продолжал не обращать внимания на рыжий туман, который распространялся по квартире, пока внезапно, я не почувствовал, как меня кто-то обнимает. «Успокойся, это не проклятие, мне этот глаз подарил один друг, задолго до твоего рождения, так что не переживай, я тебе уже говорил, что это всё ложь и ты не можешь никого проклясть». Шмыгая носом, я уткнулся ему в грудь и начал медленно успокаиваться, пока рыжий туман обратно втягивался в моё тело, пока он почти не втянувшись, прошептал мне. «Прости меня, скоро я всё исправлю, клянусь». На этот голос, я почти не обратил внимания, подумав, что это говорит дядя. Просидев так несколько минут, дядя спросил меня. «Ты успокоился?» Слегка кивнув, он сказал мне садиться за стол, ибо сейчас мы будем есть. Когда же он закончил с приготовлением, разложив всё на тарелки, поставил передо мной, я в шоке замер. Смотря на рис, полиатый соусом с кусочками мяса и вдыхая аромат, я просто не мог не подумать, что еда выглядела невероятно вкусно, а запах по сравнению с мёртвой мышью был просто несопоставим. Не сдержавшись, я тут же начал руками сгребать рис с соусом и закидывать себе в рот, дополняя это кусочком мяса. «Не ешь еду руками, использую палочки». Немного строго, но в то же время будто понимающе сказал дядя, вытерев мне руки, протянул палочки. После чего на завтрак растянулся, более чем на час, за который я с трудом научился пользоваться палочками, а после медленно и неуклюже пытался съесть. Как сказал мне дядя, корей хоть после приёма пищи, я до сих пор хотел невероятно есть, я постеснялся просить о добавке, ведь вдруг он посчитает меня наглым и снова отправит в мою квартиру. «Кстати, да, я забыл представиться. Меня зовут Какаши Хатаки, но ты зови меня Хатакисон. Я взял Макьяку, очень приятно Хатакисон». Слегка улыбнувшись сказал я. «Хорошо, я пойду на работу, а ты, поскольку уже всё равно слишком сильно опоздал в академию, сиди дома и делай уроки». «Уроки? Какие уроки?» Посмотрев удивлённо на меня, он спросил. «А тебе разве не дают свитки на дым в академии?» «Нет, и Рукасис не сказал, что пока я не научусь писать и читать, он не будет давать мне задания, но если я до конца года не научусь и не сделаю всё, что мне задали, то меня исключат». Опиравшись локтями на стол Хатакисон, начал потирать пальцами виски, пока я, потупив взгляд, смотрел в пол. «Ладно, сиди дома и никуда не уходи, а также никому не открывай дверь, когда я вернусь с работы, я начну тебя учить алфавиту». Встав из-за стола, он сдвинул мазку себе на лицо и попрощавшись, исчез во вспышке, оставив меня одного дома. Оставшись один, я не знал, чем себя занять, поэтому первый час, просто бродил по дому, осматривая всё, что можно, на второй час меня потянуло спать и забившись в коморку, я моментально уснул. Проснулся же я уже к вечеру и, услышав урчание живота, пошёл искать себе пропитание. Зайдя на кухню, мне в глаза сразу же бросилась сковородка, стоящая на плите, но из-за того, что она находилась слишком высоко, мне пришлось придвинуть табуретку и, забравшись на неё, я наконец-то смог добраться до остатков коря, что осталось с завтрака. Открыв крышку, я уже начал придвигать к себе сковородку, как внезапно табуретка покачнулась и я с ней её упал, утянув с собой сам коря. Ай, ей, ей, больно. Потеря ушибленную голову, я посмотрел на рассыпанную еду и с ужасом подумал. Если Хатакисона-то увидит, то точно накажет меня. Думая, как мне всё исправить, мне в голову пришла идея. Доложив о сегодняшнем патруле господину уважаемому Хакаге, я собрался и пошёл домой. Я не хотел куда-то спешить, поэтому спокойным шагом шёл по улицам деревни, направляясь в магазин. Вспомнив о Баку, моё настроение тут же начало ухудшаться. Когда меня только поставили его сопровождающим, я не сильно обращал внимания на него. Да, он был побитый, да, он голодал, жил в какой-то собачьей конуре, но всё это было лишь чуть хуже нормы, если смотреть и сравнивать с детьми, которые погибли после атаки демона Лиса, но всё изменилось, когда я узнал, чем он питается. Как вообще можно есть сырых мышей? Человеческий организм должен отвергать такую пищу, хотя если он был при смерти от голода, то это возможно. Помотав головой я продолжил вспоминать. Раны на его теле, которые являлись не просто побоями, а кое-чем похуже, даже вражеские шиноби после пыток выглядят зачастую лучше, чем он, да и отношения жителей деревни, она слишком жестокая. Дойдя до магазина, я подошёл к продавцу и сказал. Дайте мне несколько тетрадей, букварь и пять ручек. Кивнув, продавец, быстро залезь под прилавок и пошуршав чем-то, выложил передо мной товар, за который я расплатился и пошёл дальше. Интересно, а что сказала бы Рин, увидев это? Размышляя на разные темы и вспоминая прошлое, я продолжал свой путь до дома, пока открыв дверь, я не увидел Аку, который будто застывший и сидел на табурете на кухне и, кажется, даже не дышал. Ну и что ты натворил? Сразу же спросил я, разуваясь и проходя на кухню. «Эм, ничего, всё хорошо, Хатекисон». Не поверив и капли в это, я начал осматривать комнату с помощью шарингана, пока мой взгляд не наткнулся на цветок, земля в котором была перекопана и немного просыпана, а также на раковине отсутствовала тряпка. «Ты просыпал креп». Вздрогнув, услышав моё предположение, он лишь потупил взгляд. «Простите». Вздохнув, я вытащил тряпку из цветка, которая вся была измазана в соусе, который явно пытались отмыть из земли. Быстро всё убрав я сел за стол, положив на него пакет с покупками и вспомнив об одной детали спросил. «А где тогда сам креп?» «Ну, я его это, съел». После этой истории Хатекисон меня читал и взяв с меня обещание больше не есть с пола, начал учить меня алфавиту и письмо. В итоге к концу вечера я очень медленно, но читать научился, ведь просто запомнить буквы было несложно, особенно зная, как их произносить. А вот с письмом у меня были проблемы из-за того, что мне было тяжело точно контролировать руку, впоследствии чего вместо букв получались каракули, которые даже Хатекисон не мог прочитать. Закончив с учёбой, он постелил мне кровать и после нескольких минут убеждений, что я не запачкаю ему постель, я всё же уснул. На следующий день в академии, я опять стал центром внимания из-за своей чистой одежды и опрятного вида и ко мне уже хотели подойти несколько парней с непонятной мне целью, как учитель вошёл в класс и всех рассадил по местам. Сам же урок был посвящён ловушкам и маскировке на поле боя, я слушал про всё это с невероятным интересом, пытался записывать то, что успевал, хоть и делая очень много ошибок, а также делая зарисовки. Когда прозвенел звонок и всё начали отправляться за учителем, я всё так же продолжал оставаться в классе из-за невозможности заниматься тренировками, но Хатекисон говорил, что я смогу начать заниматься примерно со следующего года. И вот сидя за партой и тренируя своё письмо, я не заметил, как ко мне сзади подкралась та самая девочка с розовыми волосами и резким движением выхватила у меня тетрадь, после чего посмотрев на неё, разорвала в клочья. «Эй, ты что делаешь? Таким чудовищем, как ты не нужно уметь писать, ведь всё, что ты можешь, так это разрушать». Сказав это, она просто бросила мне в лицо то, что осталось от моей тетради. «Да, да что я вам сделал то, что вы так меня ненавидите?» Подобрав, несколько разорванных кусочков бумаги, я спросил её, испытывая очень странное чувство в груди, оно было похоже на пламя, которое пока что медленно сжигало во мне что-то. Я первый раз в жизни испытывал злость, потому что эта тетрадь была подарённым мне хатокисаном, если бы я её где-то нашёл или украл, мне было бы всё равно, но смотря как она разрывает мой подарок от другого человека, во мне начала закипать злость. Из-за чего? А ты сам не догадываешься. Не успела она договорить, как мне приземлился на голову её кулак, впечатав меня лицом в парту и разбивая нос. Ты разрушила жизни почти всей деревни. Начиная как-то истерично говорить, девочка продолжала возить меня и бить лицом по парте, оставляя на ней кровавые разводы, я же даже не пытался сопротивляться, у меня были слишком слабые руки, чтобы хоть как-то противостоять этой девчонке. Так меня и продолжали избивать, пока в класс не зашёл мальчик с чёрными волосами, такого же цвета глазами, синие футболки и белых шортах. Отвали ты уже от него. Надменно окинув нас очень высокомерным взглядом, он спокойно прошёл по классу и сел на своё место. Ой, Саски-кон, а ты уже так быстро переоделся? Пошли пообедаем на крыше. Я как раз сегодня приготовила слишком много для себя одной. Моментально сменила манеру общения девочка, оставляя мою голову в покое и убегая к тому мальчику. Медленно собрав все кусочки бумаги, что остались от моей тетради, я положил их в карман и встав из-за парты, пошатываясь по брёл к выходу. Устал, хочу уйти отсюда. Хочу домой. Выйдя из класса и опиравшись на стену, я с трудом смог добраться до выхода из академии, где пройдя вдоль стенки, постоянно ища опору, смог выйти на главную улицу. Но не смог я пройти несколько метров, как меня тут же пинком отправили в подворотню. Инстинктивно сгруппировавшись, я сразу поймал несколько ударов ногами и руками, стоило мне только упасть на землю. Я даже почти не чувствовал боли, я просто ждал, когда это закончится. Как что-то обыденное, я чувствовал, как мне наносили удары тупыми предметами, как меня резали, чем-то острым, разрывая новую одежду. Одежда? Вспомнив о новой одежде, на меня снова нахлынули те чувства, что были в классе и не задумываясь, я резко вскочил, захотев крикнуть им, чтобы они остановились, но стоило мне только поднять голову, как первое, что я увидел, это какое-то тройное лезвие, кровавое пелено, а потом темноту. Открыв глаза, и быстро вскочив, первое, что я увидел, это длинный коридор, полностью выложенный из кирпичей и обставленный факелами вдолбленными в стену, которые тускло освещали узкий проход. Где я? Пытаясь заглушить поднимающуюся панику, я пытаясь вспомнить последние события, держась за стену, медленно побрел дальше по коридору, надеясь выйти хотя бы куда-то. Продвигаясь все дальше, я вспоминал, как меня побила девчонка в академии, испортив подарок хаты Кисона, потом главную улицу, людей, что толкнули меня в переулок и лезвие, летящее мне в лицо. Быстро приложив руку к щеке, я почувствовал порезы, но к моему удивлению крови совсем не было, хотя порез и не являлся зажившим, а совсем свежим. Все это сбивало меня с толку, пока, не дойдя до двери, я не услышал звонки стук цепи и чей-то рык. Толкнув дверь от себя, передо мной предстала жуткая картина. В огромной клетке, размером как два здания хакаги стоящих другу на друге, сидел такой же огромный лис с девятью хвостами, что развивались в безумном танце и иногда ударялись с невероятной силой об прутье клетки выбивая глухой стук, но так и не могли причинить ей вреда, пока сам лис, полностью опутанный в золотые цепи, бился в ярости, пытаясь их разорвать. Что это такое? Он огромный, страшно. Застыв в ужасе и боясь двигаться, я смотрел на беснующегося лиса, пока он краем глаза не заметил меня и резко остановившись, что-то начал кричать, протягивая руку в мою сторону. Мои нервы не выдержали и я, закрыв глаза, громко закричал исчезая из этого страшного места, пока лис быстро убрав руку и прижав ее к груди шептал. «Прости, Аку, прости!» Скачив с постели с громким криком, я не сразу заметил, что оказался в больнице, лежа на заправленной кровати в палате, а рядом со мной сидел Хатокисон, уже потянувшийся за Кунаем, услышав мой крик. «Хатокисон!» Слегка успокоившись, я с радостью посмотрел на него, после чего не выдержав, бросился на него, крепко обнимая и начиная реветь, пока он в шоке посмотрев на меня, не убрал Куна и начал гладить меня по голове, пытаясь успокоить. Когда же, я смог прийти в себя и снова лечь в кровать, я сразу же подметил, что мое лицо полностью опутывали бинты, а щека довольно сильно болела и только я хотел рассказать ему, что со мной произошло в том коридоре, как в окно ворвался Шиноби и посмотрев на Хатокисон и сказал «Кот, тебя вызывает уважаемый господин Хакаги!» И тут же испарился, оставив после себя, лишь несколько зеленых листьев, что быстро опали на пол. А Ку, мне нужно ненадолго отойти, так что пока попытаюсь уснуть, чтобы быстрее восстановиться. И не успев сказать ему слова, я увидел, как он исчезает во вспышке, уходя за тем Шиноби в маске. После чего, прошла неделя, которую я провел в больнице, где меня и правда пытались лечить, хотя из-за моего состояния это получалось довольно долго, но спустя столько времени, я наконец-то смог вернуться домой с Хатокисоном и теперь мою голову не оплетает огромная куча бинтов, а лишь несколько пластырей на щеке и немного шеи. И вот нервно сидя и попивая чай, я с непониманием смотрел на Хатокисона, он был какой-то подавленный, я бы даже сказал отчаявшийся. «Хатокисон, с вами все в порядке? Может я могу вам чем-то помочь?» Отложив кружку, я вышел из-за стола и стоило мне сделать несколько шагов, как в глазах все помутнело, а ноги подкосились из-за чего, я громким стуком завалился на землю. «Ча, что?» Все, что я смог сказать, смотря как через окно на кухне в дом заходят два Шиноби в маске и пройдя мимо Хатокисона, который все так же продолжал сидеть за столом с пустым лицом. «Молодец, кот, уважаемый господин Хакаги, рад, что ты не совершаешь ошибки своего отца и ставишь выполнение миссии, выше связей. Я просто не мог поверить в услышанное. Это была его миссия. Так это все была ложь, он такой же, как и остальные. Нет, он хуже. Сознание слабело, пока в груди поднималось то самое чувство, только в этот раз оно было в десятки, нет, в сотни раз сильнее, Вместо того, чтобы медленно подтачивать что-то ценное внутри меня, этот огонь просто сжигал все подряд, кромсая, оплавляя, перестраивая. Я чувствовал какую-то силу внутри себя и пытался ее вытащить, на что она оказывала сопротивление, но при этом я не чувствовал какой-то враждебности от нее, скорее наоборот, она будто пыталась сделать как лучше, но я уже не обращал внимания на это, я был слишком зол. Утробно зарычав лежа на полу, под ногами шинобе, я резко рванул эту силу из себя, вследствие чего из моей спины вырвались два хвоста на просто огромнейшей скорости и проткнув двух шинобе насквозь, выкинули в сторону, после чего я потерял сознание. Сидя за столом, я смотрел какаку с непониманием, посматривающий на меня, пил чай наполненный ядом, что должен был парализовать его и усыпить. Выполнение миссии стоит превыше связей, я должен это сделать, но неужели, я так сильно привязался к мальчику? Уже не способны ровно сидеть и держать маску улыбчивого парня, я опустил взгляд в стол. Хатокисан, с вами все в порядке? Может я могу вам чем-то помочь? Спросил акум встава со стула и уже собираясь подойти ко мне, как его ноги подкосились и он с непонимающим видом упал на пол, не способный пошевелиться. Ча, что? С трудом вымолвил он. Ну вот и все. Выдохнув, я полностью ушел в себя, не обращая внимания на то, как двое шиноби и зонбо заходят в квартиру и проходя мимо меня подходит каку. Молодец кот, уважаемый господин Хакаги, рад, что ты не совершаешь ошибки своего отца и ставишь выполнение миссии выше связей. Кивнув на рефлексах, я все дальше начал погружаться в себя. В голове всплывали образы Рина Абита, наша миссия, на которой я уперся лбом, постоянно читая эту фразу как молитву и сожаление, от осознания того, что не сопротивляясь я тогда, возможно Рин была бы жива. Где же я свернул не там? Этого хотел бы от меня отец, или же своим поступком он просто хотел защитить меня, от его же ошибок, от его главной ошибки, когда он полностью посвятил свою жизнь деревне. Дернувшись, я будто на миг почувствовал, как мой глаз кольнуло болью. Да какого же хрена я творю, даже если отец хотел именного этого, то Рин, Абита, Минатосон и другие, точно бы не хотели такого, и они ни за что бы не сделали это, даже под угрозой казни. Схватившись с законной полурешимости убить этих тварей, я начал вставать со стула, как внезапно их тела были мгновенно насажены на два рыжих хвоста созданных из чакры демон Лиса. Аку, постой! Стоило мне только попытаться приблизиться к нему как два хвоста, тут же полетели в моем направлении и мне пришлось их быстро блокировать кунаем, чтобы не повторить судьбу этих двух ниндзя, но из-за огромной силы, меня просто выкинуло из квартиры через окно, впечатав в стену соседнего дома, после чего до меня донесся жуткий вопль. Ненавижу! Я вас всех ненавижу! Этот крик постоянно двоился, переходя от голоса маленького мальчика, до древнего чудовища и обратно. Выскочив из окна, на ближайшую крышу, Аку издал очередной рев, привлекая к себе внимание всех жителей и опустив взгляд с крыши, тут же бросился в атаку. Первой досталось, какой-то довольно молодой девушке, Аку просто перекусил ее пополам и проскользив по земле, гася инерцию после прыжка с крыши, рванул на четвереньках к следующей жертве. Я уже хотел погнаться за ним, как заметил, что моя нога была вывернута, под неестественным углом, и все, что мне оставалось, это смотреть вдаль убегающему пареньку, который за эти четыре месяца успел мне стать родным сыном. Прошу Аку, вы живи! Да, давно же я здесь не была, надеюсь, эти коллекторы меня хоть здесь не достанут. Проворчала я, проходя мимо двух стражников и проникая в Канаху, через деревянные ворота. Интересно, как там поживает мой дядя Аку? Я ведь его видела, только несколько раз, когда он еще был совсем маленьким и ходил под себя хихи. Меня до сих пор забавляет эта ситуация, хотя не в меньшей степени удивляет, как бабушка Мита смогла после смерти дедушки Хаширамы, спустя 20 лет, еще родить одного ребенка, а четвертого Хакаги, который на поколении был младше нее. Да уж, долголетие Узумаки – это что-то с чем-то. Не обращая внимания на странные взгляды жителей, а особенно мужской части, я пришла к администрации и быстро узнав адрес проживания, моего дяди направилась туда. Интересно, как он там поживает? Хотя странно, что он живет в общежитии, а не в клановом доме Узумаки. Хм, хотя, вспоминая скромность отца Аку, я сомневаюсь, что он стал бы добровольно жить там. Спустя 20 минут плутания по улочкам, я добралась до нужного мне здания и поднявшись по лестнице, на второй этаж, постучала в нужную дверь, но даже спустя несколько минут, я не услышала какого-то движения. Попытавшись повернуть ручку, я с удивлением обнаружила, что дверь открытая толкнув ее, я в ужасе замерла. Это была не квартира, ее даже помойкой назвать язык не поворачивался. Зайдя внутрь, меня сразу же чуть не стошнило от запаха внутри квартиры. Повсюду валялись останки разных мелких грызунов, а по стенам бегали десятки тараканов, в углу комнаты также лежало несколько картонок, уложенные в жалкое подобие спальника. Ванная комната, представляла из себя полностью голую комнату с ведром посередине. Присев на корточке и присмотревшись к останкам животных, я заметила, что в некоторых местах были заметны следы от человеческих зубов, а также кусок разбитого стекла, измазанный в свернувшейся крови. Только не говорите мне, что «Черт!» Выбежав из квартиры, я за считанные десятки секунд добралась до главной больницы Канохи и ворвавшись туда, быстро направилась к архивам, игнорируя десятки вопросительных взглядов пациентов и врачей. Если я сейчас и хочу узнать о нем что-то, то лучше всего искать это в истории его болезней. Выбив с ноги неприметную дверь и подойдя к одному из десятков деревянных стеллажей с буквой «А» на стенке, начала скидывать все неинтересующие меня истории болезней, пока я не наткнулась на нужную мне папку. Она была довольно толстой и увесеристой, что сразу же вызвало во мне еще большую тревогу. Ладно, не может быть все настолько плохо, учитель бы не дал его в обиду. Вздохнув и открыв папку, я начала вчитываться в информацию о его болезнях. Так, Акузумаки в больницу попадал 257 раз. Основная причина попадания в больницу – это огромное количество травм на теле, такие как синяки, ссадины, переломы, порезы, отсутствующие куски кожи и мяса на руках и ногах, а также множественные сотрясения мозга разных степеней. Читая это я не могла поверить своим глазам, в этой истории было собрано огромное количество травм, с которыми не живут ни то что люди, даже нельзя вряд ли переживут их. Внезапно к глазам накатились слезы, а ноги и руки безостановочно дрожали, грозясь совсем ослабнуть и подкоситься. В голове кружили тысячи эмоций, грозясь перерасти в истерику, пока с улицы не раздался громкий крик людей, а после ужасной силы рык. Вытерев слезы, я положила папку к себе под одежду и побежала на выход, чувствуя, что-то плохое стоило мне только выйти из здания, мне предстало оку в просто отвратительном виде, его зрачки стали вертикальными, а склеера с голубой, стала оранжевой, он стоял подобно животному опираясь на все конечности, пока из его спины в бешенстве вертелись четыре хвоста. Вцепившись зубами в тело, как Агадашинаби, что лежал на земле и истекал кровью, он резко дернулся назад, ворывая огромный кусок плоти вместе с одеждой, после чего сразу же его проглотил и побежал дальше, убивая все больше жителей, но пугало меня вовсе не это и не его чакра, а его тело, оно было просто испеширено ранами, не оставляя ни одного чистого участка кожи, а его лицо от щеки до горла пересекали три уродливые полосы. Стоя на пороге больницы, я не знала, что делать, по улице было разлито огромное количество крови генинов, чунинов, а также мирных жителей, вызывая маленький мандраж и страх от моей фобии крови, но останавливало меня не это, а то, что, смотря на этих жителей, я понимала, что Акуни сам себе нанес такое огромное количество ран, а кто-то ему помог, и вопрос кто тут явно не встает, кто ему помог. Собравшись с силами, я уже хотела ринуться к нему, как внезапно его окружило четверо шиноби и зонбу, чей уровень сил был на уровне Джоунина и быстро сложив печать, и в него полетели техники четырех элементов. Техника огненного шара, техника водяного шара, техника земляного шара, техника воздушного шара. Одновременно выпущенные четыре техники в исполнении Джоунина полетели в Аку, который успел подставить хвасты под воздушный и водяной шар, но огненный и земляной успели проскочить его блок и врезались ему в грудь, объединяясь и пробивая его покров чакры демон-лиса, разбрызгивая расплавленным камнем ему по груди. От удара в грудь, двух объединенных техник Джоунинов, тело Аку подобно пушечному ядру, согнувшись полетело в стену ближайшего здания и врезавшись оставило паутинную сеть из трещин, кожа на его груди была полностью сожжена и превращена в уголь, уничтожая нервы и скорее всего не доставляя сильной боли. Разогнувшись, он попытался сделать несколько тяжелых вздохов и после снова разразился новым рыком боли и ярости, бросаясь в сторону Шиноби. «Как скажи я вас ненавижу, что я слэш он вам сделал, что вы так хотите моей слэш его жизни в вечных муках под вашими ногами?» Двоясь, переливаясь и смешиваясь, его голос вызывал напряжение и дрожь по моему телу и телу четырех ниндзя, но никто из нас даже не думал отступить, продолжая смотреть на ревущего в ярости Аку. «Вы все поплатитесь за мои слэш его страдания, за всю ту боль, что причинили мне слэш ему, мы отомстим». Сложив по дуге четыре хвоста перед собой и направив в одну сторону, он начал формировать на ней черный шар энергии с оттенками синего и красного, пока Шиноби с ужасом уставились на это, не способные куда-то убежать. «Курама, не вздумай, ты убьешь его!» Крикнула я, на что он удивленно повернулся и тут же развеял Биджудому, пока я, пользуясь отцепенением, анбуринулась ему на помощь, ибо с четырьмя джанинами он сейчас точно не справится, а если и справится, то ценой жизни Аку, что просто нельзя было позволить. Покрыв ладончик Роя, слегка манипулируя ее плотностью, я создала скальпель чакры, сблизившись с первым Шиноби и Занбу, провела ладонью по шее, отделяя череп от позвоночника. Для моей гемофобии это был идеальный вариант убийства, он не оставлял крови, а резал человека изнутри благодаря проникновению чакр под кожей в мягком состоянии, после чего уплотняясь и заостряясь уже внутри. Стоило первому Шиноби упасть подобно кукле, у которой обрезали веревки, как, я уже стояла перед вторым и наносила такой же удар в шею, моментально обрывая его жизнь и только тогда они заметили меня, отпрыгивая и рассредоточиваясь в разные стороны, они еще в полете начали складывать техники. Курам и беги, а то тело Аку может не выдержать, а я пока задержу их. Отпрыгнув в сторону, от пролетающего рядом со мной огненного и водяного дракона, сказала я и посмотрев в звериные глаза, в которых с трудом проглядывался интеллект, а все остальное занимало звериная ярость и ненависть, я сделала кивок в сторону восточных ворот из деревни и после секундной заминки уловив в глазах зверя просветление и решимость, повернулась обратно. Сорвавшись с места и одним прыжком запрыгивая на трехэтажное здание, Курама на четвереньках побежал в сторону леса. Немного расслабившись, я со сталью в глазах посмотрела на двух джанинов и ударив кулаком об ладонь, сказал «Теперь вы, ублюдки, ответите за все, что натворили». После чего я ринулась в атаку. Пробегая по крышам домов, используя переулки для перекрытия, где-то и спускаясь в канализацию, я продолжал двигаться на восток деревни пытаясь сбежать как можно дальше, при этом обходя патруль и базы. Мне было неприятно, противно, горько, я чувствовал себя грязно, ведь я никогда не сбегал с поля боя, даже если бой грозил мне смертью или еще хуже с запечатыванием, я ни за что не сбегал, но сейчас другой случай, сейчас на окону стояла не моя жизнь, а жизнь Аку, жизнь сына женщины, которую я уважал всей своей чкрою в данный момент, меня успокаивало только одно, хоть я никогда и не сбегал с поля боя, но я также никогда не нарушал обещания, а я пообещал ей, что что бы ни случилось, я обязательно позабочусь о Аку. Перескочив еще одну крышу, я почувствовал, как тело кольнуло болью и двигаться становилось труднее с каждой секундой. Времени почти не осталось, такими темпами он долго не протянет. Добежав до ворот деревни, я рывком сблизился со стражу и, сделав два взмаха когтями, снес им головы, пуская огромный фонтан крови из их шеи, пока их головы, находясь в полете, смотрели на меня с непониманием и ужасом. Не обратив внимания на их трупы, я продолжал бежать на максимально возможной и безопасной для тела Аку скорости и спустя минуту из поля зрения пропали ворота деревни, а через несколько уже и самой деревни. Понимая, что тело мальчика больше не выдержит, я свернул с дороги и, забежав в лес, вырыл юму под самым неприметным деревом, забираясь туда и оставляя маленький кусочек чакры в дупле, который сможет распознать либо очень хороший сенсор, либо цунади. Все было как в тумане, вот я стоя перед хатокисаном и внезапно падаю, а в следующий момент, я уже стоя посередине улицы на четвереньках вгрызаясь вплоть к Ака-Гаташинаби. Во мне кипел невероятный гнев, но в то же время я будто смотрел на то, как гневается кто-то другой. Я прыгал от здания к зданию, но при этом, такие ощущения будто я не управлял своим телом, но зато, я отчетливо почувствовал, как часть моей чакры, крови и ненависти, быстро уходят куда-то в неизвестность, я чувствовал, как они смешивались, скручиваясь в невероятном танце энергии, создавая что-то невероятное и одновременно странное. Открыв глаза, я понял, что снова оказался в том каменном коридоре, но сейчас он уже не вызывал тот страх и непонятливость, сейчас я не чувствовал ничего, кроме пустоты в груди. Ступая вперед и выбивая ногами гулкой эха, я спокойно подошел к двери и толкнув ее, оказался перед той самой клеткой внутри которой сидел изнеможенный лис, с каким-то облегчением косясь в мою сторону. Ты в порядке? Это хорошо. Не дожидаясь моего ответа, констатировал он. Кто ты? Все, что я смог из себя выдавить, хотя мне и не очень нужно было это знать, мне было это просто неинтересно. Уже ничего. Неинтересно. Аку, не вздумай отчаиваться, я вижу, что ты сам уже знаешь, кто я, и я вижу, насколько тебе теперь это уже не важно, но послушай меня, я не хотел этого, ведь я обещал твоей матери. Подорвавшись, начал вещать лис, завидев мои глаза и все безразличие в них вместе с затухающим сознанием, одновременно с тем, как в моем сердце кольнуло болью, возвращая меня немного в чувство, от упоминания мамы, которую я никогда не видел, а вся апатия немного развеялась, вызывая у меня в последнем желании узнать о ней хоть что-то. Прости, что так накинулся. Меня зовут Курама, или же демон лис, как меня называют эти черви, а насчет твоей матери. Мы дружили с Митта, я также жил здесь и мы часто общались. В битвах мы постоянно полагались друг на друга и что уж стоить, я был готов отдать за нее жизнь и когда ты родился, она взяла с меня обещание, обещание, что я позабочусь о тебе, чтобы не случилось эти восемь лет, я пытался тебе хоть как-то помочь, но твое тело и так было в ужасном состоянии, я бы сделал только хуже и все, что мне оставалось, это тихо сидеть здесь, утопая в собственной вине, за то, что я натворил. Такая паника лиса, который беспокоился о моем сознании и эти откровения вызывали у меня все большую боль в сердце, а к моим глазам начали подступать слезы, заставляя мои пустые глаза сверкать каплями влаги, я почему-то не сомневался в его словах, я чувствовал на подсознании, что он говорит правду, и я также чувствовал его боль и его тоску по маме какими-то отголосками. Я повторюсь, Аку, не вздумай отчаиваться, ведь ты должен жить, должен отомстить им за то, что они с тобой сделали, за то, что они сделали с твоей семьей и твоим кланом. Кланом, который боялись абсолютно все и боятся до сих пор. Они уничтожили его из-за страха, а когда его не стало, начали искать тех, на кого можно вылить накопившуюся злость, от того, что твоя семья умерла, не оставшись в долгу. Уже куда спокойнее, сказал лис, хоть я понимал, что он это говорит, лишь для того, чтобы окончательно убедиться, что я с концами не уйду в себя и к удивлению, это помогало, с каждым словом во мне проступал гнев, мне начинало противиться мысли просто уйти в забвение, на душе собирались коми, оттягивая ее и причине боль. Мой взгляд все больше и больше наливался кровью, а тело начало преобразовываться, мои усы на щеках становились все отчетливее. Ненавижу, 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 ненавижу. Уже без помощи Курамы, я начал разжигать в себе гнев, вспоминая каждый удар и каждое предательство, особенно от этого ублюдка Хатаки, пока моя трансформация продолжалась. Зубы заострялись, зрачки принимали красный звериный вид, а по телу начал вспыхивать багряный огонь, не причини мне вреда. Да, ненавидь их, желая их смерти, мечта о их страданиях, а я же поклянусь тебе своей жизнью, что помогу в достижении любых мечтаний и всегда буду рядом. Уже не скрывая кровожадную и победоносную улыбку, сказала Курама. Посмотрев на Лиса своими багряно-огненными глазами, я протянул ему свою руку, желая заключить соглашение, и он не раздумывая протянул мне свой коготь, за который я ухватился. Отныне мы неразличимы. Прошептал он в пустоту, с нескрываемым скоем смотря на меня. Как мне выйти отсюда? Отпустив его, задал я вопрос. Просто пожелая это, но прежде чем ты уйдешь, скажу еще две вещи. Первое. Твой клан был очень необычным в стране огня, и у них были свои техники развития, а также разные родословные особенности, и ты недавно пробудил одну из них, правда я пока не могу тебе рассказать очень много об этом. Протянув мне раскрытую ладонь, он положил мне на плечо маленький красный комок, который увидев меня раскрылся, я показал свой облик маленького красного демоненка с абсолютно черными глазами и длинным хвостом, заканчивающийся багровым жалом. Увидев меня, он слегка улыбнулся и счастливо пискнул. Сейчас он довольно слабый, но если ты будешь за ним ухаживать, то он вырастет в самого верного и невероятно сильного напарника, это я тебе обещаю, а второе, это мой тебе совет, попробуй довериться Цюннеди, она точно тебя не обидит, а теперь ступай, тебе уже пора просыпаться. После чего меня быстро затянуло в воронку, которая выбросила бы меня из дома Лиса в реальность. Открыв глаза, я увидел деревянный потолок, с которого на меня смотрел своими огромными черными глазами, в которых отражались мои вертикальные зрачки и мой будущий напарник, весело попискивая. Попытавшись двигаться, меня тут же прострелила резкая боль, на которую я попытался не обращать внимания и с большим трудом, я все-таки смог сесть на кровать. Опустив голову, перед моими глазами предстало полностью забинтованное тело, пропитанное какой-то жидкостью, от которой пахло чем-то лекарственным. Я уже хотел попробовать встать, когда меня донесся храп и повернув голову я увидел источник этого храпа. Женщину, что сидя на стуле уткнулась лицом в стол, обнимаясь с бутылкой саки, пока по ее глазам стекали капли влаги, ей явно снилось что-то грустное. Это и есть Цюнеди. Стоило мне подумать об этом, как она, слегка приоткрыв глаза с сонным выражением лица, столкнулась со мной взглядами. Аку? Аку, ты проснулся? Сорвавшись с места и за секунду оказавшись около меня, на что я даже не успел отреагировать, она начала быстро осматривать мое тело, водя руками, от которых исходил зеленый свет. Так же делали медики в больнице, когда я попал туда в последний раз. Кто ты? От моего голоса повеяло холодом, глаза были полны безразличия и ненависти к всему на этом свете, но женщина не обратила на это никакого внимания и продолжая осматривать меня ответила. Я Цюнеди, внучка бабушки Митой и дедушки Хаширмы. Внучка. Так я получается ее дядя? Странно. Вздохнув, я закрыл глаза и начал обдумывать все произошедшее. В деревню мне больше не вернуться, близких для меня людей у меня тоже нет, если не считать неразумного демоненка и Кураму, к которому я до сих пор не знаю как относиться, ведь я чувствовал его боль, он не хотел такой жизни для меня, он готов отдать все что угодно, лишь бы исправить это. Наверное именно поэтому я не чувствую к нему злости или ненависти, а даже некоторую привязанность ядовее, ведь он вместе со мной прошел через это, и он ведь не предаст меня, не предаст, правда? Уголки моих губ дрогнули, что не ушло от глаз Цюнеди. Не бойся плакать, это нормально, плакать, когда тебе больно или грустно. Хотела протянуть она ко мне руки и обнять, на что я рефлекторно отреагировал. Отвали от меня. Вспыхнув багровым огнем на секунду, откинул я руку Цюнеди, после чего на меня сразу же накатила дышка, эта вспышка высосала все мои силы. Адское пламя. Ты смог его пробудить? Приподняв голову, я кинул на нее вопросительный взгляд. Ну, я не очень много знаю об этом, ибо не сильно контактировала с кланом, да и меня все равно не пустили бы в него, ибо он был очень закрытым. Но из общей информации, что была мне доступна, я знаю, что клан Узумаки был кланом охотников на демонов, и при этом они сами не брезговали контрактами с ними, и поэтому, спустя столетия, почти любой Узумаки, может пробудить в себе две способности демонов. Это адское пламя, свойство которого я не знаю и демона души. Если человек испытывает огромную злость, то он может непроизвольно отдать часть своей крови, жажды убийства или же якие чакры, чтобы создать своего подручного демона, который будет абсолютно верен владельцу, ибо он создан полностью из тебя. Подняв взгляд, я посмотрел на демоненка, который снова весело пискнув спрыгнул с перекладин под крышей и на кровать рядом со мной и сложившись комочком быстро уснул. Именно, это твой демон души, ладно, я закончила осмотр, твое тело перестроилось без происшествий, и я даже думаю, что некоторые шрамы довольно скоро полностью исчезнут, но тебе надо очень плотно питаться, так что пойду. Почему ты пришла только сейчас? Где ты была все это время? Разве мы не родственники? Я получил всю интересующую у меня информацию, а остальное меня не интересовало, поэтому, я решил спросить после дней, что меня интересовало и подняв свой взгляд на ее лицо, я увидел полностью отсутствующий взгляд, впалые глаза еще много чего, что точно ее не красили. Она была очень потеряна. Прости, прости меня, я не знала об этом, мне обещали, что о тебе хорошо позаботиться. У нее начиналась истерика и с каждым словом из ее глаз лилось все больше слез, пока она, окончательно не ослабнув, упала на колени и ударившись со всей силы, лбом об пол, начала меня молить. Я знаю, что это не оправдание, но я правда ничего не знала, умоляю, прости меня. Это выглядело мерзко, она выглядела так же, как и ее на протяжении восьми лет, так же жалко. Забыв про нее, я посмотрел на стену, где стоял костыль и сразу же скосил взгляд на демоненка, который быстро понял, что я от него хочу, он осмысленно мне кивнул и быстро забрался на плечо, пока я осторожно пытаюсь не делать резких движений, добрался до костыля и схватив его, поковылял на улицу, через открытую дверь, не обращая внимания, на все так же продолжающую реветь Цунади. Точно, тебе же надо дать имя, тогда я буду звать тебя, Дерриер. С того момента, как я сбежал из Канохи, прошло уже полгода и за это время я смог узнать довольно много нового. Первое, это то, что я нахожусь в Хашига Куранусата, или же в деревне Скрытой Звезды, что находится в стране звезд, что в свою очередь находится далеко на западе от страны огня и почти граничит страной земли. Цунади привела меня сюда, поскольку у нее здесь были друзья и сама деревня была и должна, после одного инцидента, а также только здесь у меня был шанс выжить, после всего того, что со мной произошло и хоть я до сих пор мало доверяю Цунади, но Кураму мне за это время смог рассказать довольно много о людях и мире, в котором я живу, так что смотря на ее поведение, я понимаю, что меня скорее Курама придаст, чем Цунади, но давить так просто из ничего создать нельзя, но какие-то сподвижки есть и иногда мы можем посидеть и довольно хорошо пообщаться и в одной из таких бесед я узнал, что чтобы вылечить меня в мое тело вживили кусочек метеорита, которому поклонялась эта деревня, из-за чего мое тело перестроилось и я стал полудеманом, отсюда и такие метаморфозы с глазами и зубами. Второе, что произошло за эти полгода, это мое тело, за все это время я смог блеем и не восстановиться, чтобы начать физические тренировки и тренировки с чакрой и вот тут вскрылось довольно много интересных моментов. Первое, это моя чакра, она почему-то отличается от любой другой чакры из-за чего у меня просто нету совместимости ни с одним элементом, но при этом появился свой элемент. Стоит мне выпустить немного чакры из тела, как трава и деревья вокруг меня начинают загнивать и после обследования от Цунади, я узнал, что скорее всего моя чакра мутировала из-за моего образа жизни на протяжении десятилетия. Поедая мышей и тараканов и другую грязь, а также из-за разных неизвестных препаратов, что мне вкалывали в больнице, я постоянно подхватывал болезни, но курама, нормальные лекарства и мои гены у зумаки постоянно боролись с этим, адаптируясь и изменяя мое тело и чакру, пока в конечном итоге спусковым крючком к мутации не стала моя трансформация в полудемона, отчего мое тело стало еще более ядовитым, а чакра мутировала, чтобы поддерживать мое тело полное яда. Теперь же я стараюсь не выпускать свою чакру внутри деревни, чтобы не заразить никого и при этом мне теперь не доступны ни одна из известных этому миру техник, из-за чего мне приходится каждый день учиться по 10 часов минимум, чтобы понять работу печати и течения чакры по венам, после чего пытаться создавать свои техники, которые до сегодняшнего дня у меня не получались. Начиная объединять энергии Ниен, по моему телу начинала циркулировать чакра, что с каждым движением напитывала мои клетки невероятным чувством силы, но не поддаваясь этому чувству, я начал складывать пять разных печатей, медленно двигая руками и задавая чакре нужный ток движения. Стоило только первой печати сложиться, как чакра пришла в движение и начала завихриться, пока, не сложив последнюю печать и не щелкнув одной рукой пальцами, давая чакре спусковой крючок к выходу и направляя другую в дерево, откуда вылетела маленькая зеленая стрела, что, пролетев метров 10 врезалась в дерево, застревая в нем наполовину и застывая, но спустя пару секунд, кора по всему дереву начала плавиться, выливая наружу полностью растворившийся ствол. Хм, интересно, получается стрела сначала пробивает цель насквозь, а после взрывая наконечник, распространяет едкую кислоту по всему телу объекта полностью растворяя его, если поработать над ее скоростью, то она может стать неплохим оружием, но сейчас она требует слишком много энергии. Мой инрезерв просел наполовину, хоть и в инрезерве ушло немного, но техника все равно неплохая, думаю назову ее токсичная стрела. Обдумывая полученный результат, я никак не мог прийти к быстрому решению проблему с перекосом энергии в моем теле. Закончив с этим, я приступил к тренировке своей второй способности. Адский огонь. К моему удивлению он не требовал чакру, но при этом в огромном количестве требовал ему энергию, энергию тела. Именно поэтому полгода назад, от маленькой вспышки огня у меня началась сильная отдышка и помутнение в глазах. Отринув мысли, я вытянул руку вперед и глубоко вздохнув, сосредоточился на своей душе, где внутри нее висела маленькая багровая искарка и достав ее оттуда, я начал вливать в нее энергию, отчего на моей руке начало гореть маленькое багровое пламя. Усмехнувшись своему успеху и прилагая немного усилий, я дал ему указ, чтобы оно начало принимать форму куная, не переставая и ведя к этому огоньку энергию и спустя несколько секунд, приняв нужную форму, оно начало самостоятельно закручивать огненные потоки внутри формы, грозясь вырваться в любую секунду, пока я пытался присоединить несколько потоков от этого вихря к самой форме, для ее поддержки, давая указ дерева на моем плече, быть наготове в случае провала. С трудом закрепив это все и взяв куной в руку, не испытывая никакого дискомфорта от огня, я быстро метнул куной в ближайшее дерево, смотря как его форма, при столкновении тут же разрушилась, а наружу вышел ревущий поток багрового пламени, уничтоживший дерево за считанные секунды. Ха, ха, вау, думаю назову эту технику адский клык. Пытаясь отдышаться, я с восхищением смотрел на огромный поток огня, что продолжал гореть, грозившийся уже перекинуться на другие деревья и в считанные секунды их испепелить. Надо заканчивать. Деревер твой обед готов. Махнув рукой демона у себя на плече, я решил взяться за физические тренировки. Надев четыре утяжелителя, общим весом в сто килограмм, по двадцать пять на конечность, я сделал разминку, а потом начал бегать, отжиматься, делать упражнения на пресс и много других упражнений на все группы мышц, пока полностью не выдохнувшись, упал на землю. Мне нужно больше заниматься, мне нужно огромное количество энергии для поддержки адского огня и создания достаточного количества чакры. Опираясь на трясущиеся руки и сжав зубы, до треска, я продолжил отжиматься, не обращая внимания на огромное количество пота, стекающего по моему телу. В моем нынешнем состоянии у меня был огромный перекос нынергии от родословных и упорных умственных занятий, хотя сама нынергия у меня использовалась только для создания чакры в то время как нынергии мне требовалось для поддержки прожорливого адского огня, который сейчас годился, только как последний козырь и чакры для ядовитых техник, как основное оружие. Отжавшись последний раз, я расслабил руки и упал на землю, тяжело дыша. Сегодня на один раз больше смог отжаться, отлично. минут, я быстро собравшись, побрел в сторону пруда находившегося в паре десятков метров от моей тренировочной площадки и ополоснувшись, пошел домой, пока мой напарник, уже успев доесть весь огонь, запрыгнул мне на плечо и счастливо захлопал глазами. На самом деле, когда я увидел, как он в первый раз пытался прыгнуть в пламя, я сильно удивился, но как оказалось, это его способ стать сильней. Добравшись до дома, я слегка толкнул дверь и зашел внутрь, наблюдая, как Цунади стоя у плиты, что-то готовила, тихо напевая незатейливую мелодию, пока не заметила меня. О, Акут вернулся. Как тренировка? Спросила она, не поворачиваясь в мою сторону. Как обычно, никаких успехов в создании техники, только обычные выбросы чакры. Ответив ее, уйдя, я начал быстро переодеваться, обдумывая сегодняшний успех. Я думаю, лучше ей пока не рассказывать о моих успехах, ибо пока это находиться в тайне, это мой единственный шанс на выживание. Если кто-то решит на меня напасть, переодевшись в длинную бриджи и черную футболку, я вышел их комнаты, как раз к тому времени, как вся еда была готова и разложена на столе. Аку, я смогла договориться с одним демоном, он возьмется за твое обучение к индюцу, но только при одном условии. Беря палочками лапшу вместе с мясом, говорила она. Условия. Да, ты должен будешь доказать, что достаточно силен и решителен, чтобы заниматься к индюцу, стиле демонов, поэтому я договорилась на спарринг. Пытаясь не показать беспокойства, она продолжала поглощать лапшу, прерываясь только на несколько реплик. Хорошо, я уверен, что справлюсь. Усевшись за стол, я тоже начал завтракать. После завтрака, я снова принялся за учебу, изучая географию и разные политические аспекты разных стран, пока не наступил вечер, а после и ночь. Когда же настал день теста, я по привычному расписанию, сделал упражнение, помылся, позавтракал и вместе с Цуноди отправился на поляну в лесу, где нас уже дожидался наш инструктор. О, а вот и вы, что же, давайте поскорее начнем, а то у меня на сегодня запланировано много дел. Тяжелым басом сказал трехметровый демон, похожий на жука с голубым хитином панцирем, облаченным в голубой доспех самурая, который плотно прилегал к его телу, полностью сливаясь с его хитином, держащим в двух лапах две катаны, а остальные две, оставляя свободными. Хотел я уже задать вопрос, но жук, сорвавшись с места, побежал на меня с огромной для такого тела скоростью и занеса два меча над собой, с огромной силой опустил их вниз, ударяя по в последнюю секунду выставленному млакунаю, вминая меня сначала в землю, а потом резким взмахом откидывая в ближайшее дерево. Вот это силище, мне точно нельзя блокировать его атаки, но и уклоняться у меня вряд ли получится, черт. Сплюнув накопившуюся кровь во рту, я встав, побежал на него, мне точно нельзя уходить в оборону, значит остается только атака. Подбежав к нему, я уже хотел ударить в стыке его брони на животе, как заметил первый меч, что летел в мою сторону сверху вниз, пока второй летел слева направо. Резко согнув колени, я проскользил по траве под ним, уходя от двух клинков в миллиметре от моей головы и пытаясь подсечь ему ногу кунаем, я смог высечь лишь маленькую капельку зеленой крови. Потеряв импульс скольжения, я поднялся на ноги и развернувшись со всей силы вогнал куны между пластин на его спине. Ха, а плохо, но разве ты не знаешь, что у жуков панцирь это самая прочная часть тела? Выдохнув струю пара, полусмеясь сказал он, медленно поворачиваясь ко мне и в следующую же секунду нанося горизонтальный удар мечом, который мне пришлось принять на косой блок, уводя его вверх, отчего по рукам пошла дрожь и тут же сокращая с ним дистанцию, до тех пор, пока я чуть ли не обнимал его. Придется раскрыть адский клык, если я хочу победить его. Огибая его слева под его лапами, я замахнулся левой рукой, для фальшивого удара в его бок обычным кунаем, а левый начал создавать адский клык с ниткой пламени, ведущей к моей руке и проскользив по траве, просто начал падать, снова пропуская его удар по диагонали над волосами и вставляя адский клык в стойке на его доспехи и после падения резко перекатываясь в бок, от его последующего сразу же удара ногой, я отрезал от себя нить огня, из-за чего подпитка закончилась и разрушившаяся форма куная, выпустила внутрь его и доспеха ревущий ураган пламени, который полностью его поглотил. Встав и смотря на фигуру жука, полностью объятый огнем с куном наготове и готовым к любым неожиданностям, которые не заставили себя ждать. Опустив голову, жук снова вдохнул огромное количество ампара, что сдол мой огонь с его и доспехов и не оставив даже искры. Неплохо, а плохо, будто на моем уровне поселее был бы твой огонь и разов три горячее, то я бы точно помер. Что же, я могу с уверенностью сказать, что ты принят? Завтра приходи сюда же в это же время и мы начнем тренировку и кстати да, меня зовут Кацит. Сложив свои мечи в ножны, сказал жук, просто ушел, оставляя меня и удивленную Цунади с Дерриер на плече, совершенно одних. Отойдя от шока, устало вздохнув, я плюхнулся на землю, устало дыша, уже после использования одной техники, пока Цунади, быстро сблизившись со мной, начала меня проверять, но наличие ран. Почему ты соврал мне насчет того, что у тебя не получилось создать технику? Спросила наукоризненным взглядом, водя руками светящимися зеленым светом, по моему телу. Потому что чем меньше они знают, тем больше шансов у меня на выживание за счет эффекта неожиданности, а пока что у меня их и так немного и еще сильнее их занижать, ради того, чтобы тебя порадовать, я считаю полным идиотизмом. Оттолкнув ее руку и дав знак Дерриар перебраться ко мне на плечо, я встал и слегка вялой походкой побрелась в сторону деревни. Я являюсь бывшим санином Канохи и я вполне могу тебя защитить от большинства угроз. Догнав и схватив меня за плечо, поворачивая к себе, сказала она с вызовом. Защитить. Так же, как и эти восемь лет. Если да, то спасибо, в такой защите я точно не нуждаюсь. Уже рычая из каляк лаки выплюнул я и выдернув плечо из ее ослабевшей хватки, пошел дальше не обращая внимания на грустный взгляд Цунади, так и оставшийся стоять на поляне. Я, прости, все что я услышал, пока не скрылся за деревьями. До деревни же я добрался за полчаса, разбирая все свои ошибки, которые совершил при драке с Кацитом. Я был слишком неосторожен, его габариты ввели меня в заблуждение, что и привело к тому, что первым же ударом он меня чуть не вырубил. В следующий раз надо адекватно подходить к оценке противника, ведь помимо размеров есть еще множество других факторов, такие как вес тела, физическая сила, чакра, техники и много другое. Второе же, это то, что я слишком быстро вскрыл свой почти единственный козырь, это была всего лишь проверка, так что жизни мне вряд ли что-то угрожало, а учителей по киндюцу, я уверен по земле еще много ходит, так что не стоило так рисковать, да еще с перепугом полным отсутствием опыта в драках, захотел закончить это как можно быстрее. Также надо плотно заняться повышением контроля чакры, чтобы научиться ходить по воде и отвесным поверхностям, я думаю это тоже поможет мне спасти жизнь. Погрузившись в свои мысли, я не заметил, как добрался до дома и уже сидел в своей комнате, все продолжая обдумывать произошедшее сегодня. Думаю надо переговорить с Курамой, хоть и не очень хочется, я до сих пор не знаю, как на него реагировать, я его не ненавижу, но обида какая-то есть. Вздохнув, от понятия того факта, что другого выхода у меня нет, я лег на кровать и попытался уснуть с четкой мыслью, о том месте, в котором стояла клетка и спустя 10 минут, я все-таки мог провалиться в сон и оказаться там, где надо. Что-то случилось? После боя ты был какой-то нервный, да еще и на цунаде сорвался, хотя она не хотела тебя обидеть. Сказал Лис, лежа на животе и упираясь своей головой на сложенные друг на друга лапы. Курама, ты и сам знаешь, даже спустя полгода, я не могу привыкнуть к такой заботе, все это слишком мне напоминает о ублюдке-хатаке, у меня постоянное ощущение, будто я попал в петлю и скоро, совсем скоро история повторится заново. Помотав головой и присаживаясь на холодный пол, сказал я. Я понимаю, но думаю, рано или поздно ты сможешь к этому привыкнуть и лучше рано, ибо цунаде может научить тебя куда большему, чем я, начиная от контроля чакры, до уровня, почти сдавшего экзамен начинающего Иринина, больше ты точно пока не вытянешь, ибо слишком у нас с тобой чакра буйная, а также она вполне может научить создавать простейшие печати, по типу взрывных, но и, мне сейчас это не сильно поможет, не считая контроля чакры, но первостепенной задачей у меня стоит повысить свой резерв ин энергии, ее у меня слишком мало, даже меньше, чем было в Канухе, это странно. В этом ничего странного нет, после операции по пересадке куска метеорита, содержащего в себе демоническую энергию, твой организм пытался его усвоить, ведь принять его он принял, о чем свидетельствует твоя трансформация и усиление физических данных, но его же еще надо и переварить, на что тратится твоя ин энергии, а учитывая, что за полгода ты хоть и немного восстановился, но на деле же, ты сейчас подобен инвалиду с протезами, тебе кажется, что ты стал куда сильнее, куда крепче, но если убрать усиление от метеорита, то твое состояние не сильно изменилось за эти полгода, ты все такой же слабый ребенок, которому можно сломать несколько костей, от легкого толчка, ты просто поднабрал немного веса, но из-за очень сильной атрофии мышц от вратительного состояния организма, ин энергия просто не из чего формироваться, ведь как может появиться телесная энергия в теле, где почти нету жизни, а так на полное восстановление у тебя должно идти примерно года два-три и к тому моменту твой организм уже сможет переварить кусочек метеорита, да и учитывая рост твоего тела, а также родословную, то к тому времени твой резерв ин энергии очень сильно обгонит, что может вылиться в проблему с контролем чакры, ведь налить одинаковое количество жидкости из маленького стакана и огромной тары довольно проблематично, не так ли? Поэтому контроль чакры тебе лучше начать развивать заранее, пока у тебя нет еще слишком большого перекоса энергий, что позволит тебе уменьшить затраты на твои техники из чакры, а также повлияет на прожорливость твоего адского огня, поэтому я и говорю тебе, как можно скорее подружиться с Цунади, ибо к моменту твоего полного пробуждения, я думаю тебе лучше и отправиться в путешествие, а хороший контроль энергии тебе сильно поможет не погибнуть в первой же стычке. Прочитал мне лицо Курама, которую я не без удовольствия послушал и подчеркнул для себя много нового, хотя и необходимость давиться Цунади меня не сильно прельщало. Хорошо, я думаю понял в каком направлении мне сейчас надо развиваться. Все хорошо обдумав, я встал и уже начал медленно покидать это место, но перед тем как исчезнуть сказал. Спасибо Курама. Но удивленного взгляда, а позже и снисходительной улыбки демон Лиса, я уже не видел. За очередным завтраком с Цунади, я все-таки решил немного прислушаться к Кураме и попросить у нее помощи. Цунади, я хотел бы... Пытаясь выдавить из себя извинения, мое лицо все больше и больше кривилось, начиная вызывать у меня уже боль. Что? Застыв с палочками во рту, она уставилась на меня с непонимающим взглядом, но явным интересом. Я хотел бы... Извиниться. Выдавив из себя эти слова, я немного расслабился, пока Цунади не открыла рот. За что? Мне стоило многих усилий, чтобы не взорваться и не накричать на нее, но с трудом подавив позыв, я продолжил. За то, что накричал на тебя вчера. Не беспокойся насчет этого, я все прекрасно понимаю и твоей вины здесь нет, так что не переживай и если тебе что-то надо, то спокойно попроси. Услышав этот ответ и увидев ее счастливую улыбку, я не мог не удивиться. За все время, как я жил с ней, я впервые видел ее такой счастливой. Хорошо, мне нужно тренировать контроль чакры, так что не могла бы ты мне помочь? Конечно. На этом мы просто продолжили молча завтракать, после чего отнеся посуду в раковину и собравшись, я пошел на поляну к своему новому учителю по киндюцу, который уже дожидался меня на месте в такой же позе, как и вчера. Ты здесь, отлично, тогда давай приступим. Сказал он и передал мне два меча. Танте вакидзасе. Вакидзасе был обычный, то он есть в половину короче обычной катаны, а Танте был в половину короче вакидзасе из чего получалось, что в руках я держал не мечи, а короткий и длинный кинжал стоило мне только их взять, как на меня которые кацит держал в верхней паре рук. Никогда не теряй бдительность. Спокойным тоном сказал он. Увидев угрозу в последнюю секунду, я, взяв оружие обратным хватом, ибо на другой не успевал и подняв руки над головой, подставился под удар, что тут же поставил меня на колени и с каждой секунды вдавливал в землю все сильней. С огромным трудом приподняв немного руки, я ушел в перекат и тут же попытался ответить, нанеся рубящий вертикальный удар и по лапе с катаной, на что он просто выставил третью руку и спокойно поймал моего кидзаса. Неплохо, реагируешь ты быстро и ориентируешься тоже, но этого мало. Отпустив мой меч, он вытянул катану из земли и резко подбежал ко мне, нанося град ударов с довольно маленькой скоростью, давая мне время на блокирование или уклонение. Шаг влево, ухожу от вертикального удара, после чего тут же делаю подшаг вперед и вправо, блокируя выпад его левый катан и косым блоком уводя в сторону и по инерции двигаясь по диагонали провожу тента по его боку, высекая мне несколько искр. У тебя явно есть неплохой талант, но с такой скоростью не дерутся даже дети. После чего, он тут же появился передо мной и сделал фальшивый выпад в живот, тут же отпустив меч перехватил его другой рукой и приставил мне горло, на что я даже не успел среагировать и просто остался стоять. Вот с такой скоростью, ты должен научиться блокировать и наносить удары. Ладно, я примерно понял на что ты способен и должен сказать, что вакидзе сетан и тебе отлично подходят, так что с ними и будем тренироваться, а теперь садись. Убрав меч от моего горла, он отошел от меня и встав баком, начал показывать мне основные движения и варианты атак с моими мечами, после чего попросил повторить их, что у меня получилось довольно неплохо, но, по его мнению, все равно ужасно. После этого тренировка продолжалась еще несколько часов, за которые он рассказал мне немного теории, практики и также в конце мы устроили еще один спарринг, который ничем не отличался от первого. Распрощавшись с коцитом, я направился домой очень уставший и полностью пропитанный потом. Когда же я вышел из душа, меня тут же встретила сунадя и подхватив понесла в лес, где начал тренировать контролю чакры, методом хождения по дереву с применением как можно меньшего количества чакры, вместе с хождением по воде и огромным количеством других видов тренировок. В таком темпе и продолжились мои тренировки, по расписанию, один в день киндюцию и контроль чакры, второй физические тренировки, чтение книг и изучение фуин печать, третий снова тренировка в киндюцию и на четвертый попытка создать новые техники, а потом все по кругу. Такое расписание тренировок помогало отстраниться от прошлого и попытаться начать жить новой жизнью, все меньше и меньше вспоминая о тех ужасных восьми годах, проведенных в том аду под названием Деревни Скрытого Листа. Также такое расписание меня все ближе сводило с цуннеди, отчего, я уже не считал ее подозрительной и спокойно мог давить спину. Но все хорошее рано или поздно проходит, вот и моя спокойная жизнь закончилась спустя два с половиной года проживания в Деревне Скрытой Звезды, когда мне исполнилось одиннадцать лет и мне снова пришлось столкнуться с так ненавистной мне деревней. Стоя в середине поляны, что образовалась из густого леса, за почти три года моей жизни здесь, я раз за разом складывал печати, пытаясь создать технику на основе чакры, для применения ее в киндюцу. Сложив последнюю печать, я сложил два пальца, в которых бурлила чакра и провел ими по кунаю, что тут же начал менять свой черный цвет на болотный и когда я уже подумал об успехе, он тут же расплавился, падая на землю с шипучим звуком, подобной слизи. Черт, опять не вышло. Пытаясь создать необходимую мне технику, я перепробовал невероятное множество разных вариантов печати и манипуляции чакры, но все приводило к провалу, только какой-то способ, к абсолютному, а какой-то к подающему надежды. И вот в очередной раз, сложив пяток печати и проведя двумя пальцами по кунаю, я заметил, как он принял необычный, неравномерно растекающийся зеленый цвет, который кончик установился чуть ли не салатовый. Покрутив его в руках и рассмотрев повнимательней, я решил его испробовать, метнув в самодельное пугало и стоило, ему только достигнуть его, как он тут же впился в него, прожигая грудину и впиваясь в дерево, начиная медленно его разъедать. Хм, если в будущем поработать над его концентрацией, то с помощью него, можно будет прожигать не только и доспехи, но и мечи, что поставит моих врагов в неудобное положение, ибо мои атаки будет невозможно заблокировать, но это все в будущем. Думаю, назову эту технику клинок яда, все равно я кроме как на клинке, вряд ли буду ее использовать. Выдохнув и закрыв глаза, я начал тренировать другую технику, которую мы придумали вместе с Цунной, собрав в теле чакру, я начал ее концертировать в голове, окутывая ей отделы мозга, отвечающие за эмоции и болевые ощущения, запирая их в моей чакре, можно сказать, отравляя, отчего, открыв глаза, у меня тут же пропали все эмоции, ни радости, ни горя, абсолютная пустота, полная сосредоточенность на цели, а мир стал каким-то потускневшим и серым. Взяв Танта, я провел им по ладони, довольно глубоко рассекая ее и не почувствовал никакой боли. Отменив технику, я дал время мозгу и нервам прийти в себя и радостно улыбнулся. Эта техника у меня получалась только под надзором к помощи Цуны, но сегодня я смог сделать ее самостоятельно. Кивнув получившемуся результату, я решил наконец-то попробовать привести в исполнение, технику которую, я задумывал уже давно, но боялся применить. Создав токсичную стрелу в одной руке и создав адский клык в другой, я начал сближать их, пытаясь не дать им как-то взаимодействовать друг с другом, из-за чего приходилось тратить очень много чакры и энергии на их стабилизацию и укрепление. По факту эта техника была моим последним словом в драке. Вложив их друг в друга, я еще раз проверил, чтобы они не соприкасались друг с другом, благодаря хрупкому барьеру между ними, который при столкновении разрушится и запустит реакцию, результат, который мне неизвестен. Глубоко вздохнув и убедившись, что все в порядке, я со всей силы замахнулся куном и кинул его в сторону леса, только в последний момент осознав свою глупость. Куной, пролетев 20 метров, врезался в одну из деревьев, тут же начал сминаться и светиться, после чего разверся от взрыв высотой из дерева, огласил всю округу громким ревом, после чего, вырвавшиеся из него огромные языки зеленого пламени, начали сжигать все находящееся в радиусе 30 метров и застило ядовитым дымом еще 50 метров от эпицентра взрыва, отчего мне пришлось бежать, сломя голову как можно дальше, слышал за спиной огненный рев. Отбежав метров на сто, я до сих пор мог увидеть этот пожар, даже через густоту леса и как он поглощал его, жирая одно дерево за другим, превращая их даже не в пепел, а в ничто, от сожженного не оставалось даже крошки. Отдышавшись, я подождал где-то полминуты, пока чакра в этом огне не закончилась и он не погас. Черт, это очень опасная техника, а еще очень много жрущие, во мне чакры почти не осталось, а юнрезерв просел больше чем наполовину. Для меня нынешнего, просевший юнрезерв наполовину, было просто невероятным событием, ибо после полного излечения, мое нынешнее соотношение янка не составляет семь, три, это с учетом того, что я все три года его развивал и уже сейчас, я мог адский клык создавать десятками, но одновременно только два. Выдохнув и уже собираясь быстро вернуться домой, я почувствовал чужое присутствие, от которого по телу прошли мурашки. И что ты тут устроил? Послышался из-за спины почти детский голосок, моей подруги неньки, которую ко мне приставил коцит. Эту няньку звали Вилой, которая вроде как служила коциту по причине, связанной с ее семьей, но я в этом не разбирался. Самой же Вилой было уже больше 250 лет, что меня очень сильно удивило, когда мы только познакомились. Просто испытывал заклинание, ничего необычного, Вилой, не будь такой занудой, да я не спорю, что был немного неосторожен, но ведь ничего страшного не произошло. Сказал я, потирая шею и идя за Вилой в сторону, где недавно бушевала моя новая техника и пока мы шли, я вспомнил Дерриер и призвав ее из внутреннего пространства, где сидела Курама, я создал немного огня и скормил его ей, поскольку, как я узнал, он способствовал ее развитию и вот буквально год назад, она все-таки смогла эволюционировать, что сильно удивило меня тогда и теперь мой фамильяр представлял из себя собаку, где-то мне по бедро, у которой была очень пушистая черная шерсть, костяной череп с красными огоньками вместо глазницы выпирающей грудной клеткой, из которой сиял красный свет. Ага, конечно. Махнув рукой, она даже не поворачиваясь пошла дальше, пока Дерри, как я ее теперь называю, немного порычав не связалась со мной ментально. Хозяин. Она враг. Запах. Другой. Выслушав ее трудно разбираемую речь, я насторожился. Дерри очень хорошо различала запахи, как и положено собаке, если она почувствовала от эволы другой запах, то это могло значить только одно. Моментально создав адский клык, я со всего размаху кинул его в лжевилой, что, почувствовав опасность, тут же прыжком ушла в сторону, пропуская мимо себя огненную бомбу. Т.C. Чертов монстр, джинчурики, сдавайся, ты принадлежишь деревне. Цокнув, противник сложил несколько печатей и после маленького всплеска дыма, передо мной предстал Шинобе, одетый полностью в черный костюм и протектором конохи на лбу. Коноховцы. Лишь сказав это, я тут же достал Вакидзаса и тантаринулся на противника по прямой, пока Дерри начала обходить его по дуге, увеличивая свечение в своей груди и копив по стеатский огонь для атаки. Совершив выпад Вакидзаса, который Шинобе спокойно приняла на свой конный, я тут же метнул в него тантавупор, от которого он с трудом смог уйти и даже так он оставил ему рану на щеке, но уже в следующую секунду он столкнулся лицом к лицу с Дерри, которая полыхнула ему в лицо струей огня, отчего голова Шинобе просто испарилась. Дерри, готовь еще один залп, я сомневаюсь, что он был тут один. Начиная осматриваться, я все больше и больше начинал чувствовать надвигающаяся опасность, но все, что я слышал, это шелест листьев и частое дыхание Дерри стоило мне только услышать необычный шелест в кустах, как я тут же метнул в ту сторону адский клык, сразу одновременно с этим складывает печати, для создания кислотной стрелы, которая была в разы быстрее адского клыка, готовой выпустить ее в первого же противника, но стоило только куна достигнуть дерева, как я тут же почувствовал три точка в шею, после чего я почти сразу потеря сознание, лишь чудом успев отдать Дере приказ, вернуться в печать к курами. Проснулся же, я уже ночью, но неясно, какого дня в глазах все плыло, я даже не мог точно сориентироваться, где нахожусь, но через несколько минут в глазах начала появляться четкость, а в голове осознание. Меня нашли, нашли и поймали, а теперь скорее всего деревни звезды, грозят проблемы, за сокрытие меня. В душе пробуждалась злость, злость, о которой я уже спел позабыть за эти три года, но она все равно меня нашла и вцепилась в душу, не оставляя шанса от нее избавиться. Попытавшись выпустить чакру, я тут же почувствовал проблемы. Чакра не хотела создаваться, что-то препятствовало смешению энергий. Видимо какая-то печать, хотя странно, я о ней никогда не слышал, да и металлов, что сдерживают чакру тоже вроде как нету. Придя к определенным выводам, я решил осмотреться. Я лежал на траве, полностью связанной из-за клеенмартом, а в пяти метрах от меня сидело несколько шиноби вокруг костра и о чем-то тихо переговаривались. Ты представляешь, сколько мы денег получим за нахождение оружия деревня? Только жалко, Кен не увидит это, тварь, как только оно проснется, я ему все кости переломаю. Гневно прошипел один шиноби. Не волнуйся, еще успеешь, а пока не расслабляйся, не забывай, нам еще нужно доставить его в деревню живым, а путь не близкий, мы преодолели только половину. Прикинув в голове половину пути из моего дома к Анохе, я предположил, что мы находимся сейчас где-то в районе Лиши, что соединялась границами страной земли и страной ветра, она была будто между двух огней и если бы между двумя этими странами возникнула бы война, то ей бы пришлось, ой как нелегко. У меня будет только один шанс убежать. Вздохнув, я продолжил притворяться спящим, до тех пор, пока один Джанин и Чиунин не отошли ко сну, оставив на сторожи своего напарника Чиунина. Дав команду Дери, вести себя как можно тише, я призвал ее и она тут же не дожидаясь моей команды, начала собирать немного адского огня во рту, после чего, тоненькой струйкой пустила его на цепь кандалов, что тут же начали плавиться и опадать на землю, все это она проделала бесшумно, хотя мне стоило огромных усилий не закричать от боли, когда мои руки просто прожаривались, из-за температуры нагретых оков, но сдержавшись я смог не привлечь внимания дозорного, что стояло от меня на другом конце лагеря и ковырялся в каких-то свитках. Надо уходить отсюда как можно быстрее. Вернув деревья обратно, я тихо встал и достав припрятанный в ботинке кунной, начал медленно приближаться к дозорному. Мое сердце колотилось с бешеной скоростью, когда я проходил мимо спальных мешков других шинобей, спот которых выглядывали зажатые в руках печати и кунной, будто говорящие, что они уже знают о моем побеге, но это было не так. Когда же, до шиноби осталось пару шагов, он резко вскинулся, о чем-то подозревая мне не оставалось ничего, кроме как прыгнуть на него, закрывая рукой рот и как можно быстрее вгоняя кунной через ухо в мозг, пока из-за судороги он один раз дернулся и быстро обмяк. После чего я не очень хорошо помню, что произошло, все смешалось в одну кашу. Бег, 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 еще раз бег, на протяжении нескольких дней, без крошки еды во рту, потом было несколько стыщек с мирными жителями, что, либо тут же бросались на меня, по неизвестной мне причине, либо пытались убежать. Несколько раз, несколько раз меня нагоняли мои похитители, но я умудрялся от них, либо спрятаться, либо оторваться и в конце я помню чувство падения и сильный удар об воду, после чего наступила тьма. Плывя в темноте, я с каждой секундой чувствовал, как меня все больше сковывал липкий холод смерти. Сначала начали отниматься пальцы, потом руки и ноги и в конце туловища, от которого по сердцу словно какая-то мерзкая слизь к голове начал подступать этот удушающий холод. В голове проносились картинки моей жизни. Боль, голод, страх, отчаяние и в конце, ненависть, любые положительные эмоции, которые я получил за свою жизнь, тут же сжирались этими всадниками смерти, они не оставляли капли надежды, лишь дорогу к смерти и спешренную слезами, криками и кровью. Я не скажу, что хотел умирать, но при этом я и не скажу, что хотел жить и ничто не могло меня зацепить за жизнь. Цунади просто мнимый родственник обида на которого так и не смогла пройти, а просто спряталась глубоко в сердце. Курама причина моей отвратительной жизни. Хатаки предатель Кацит не больше, чем должник Цунади, который должен меня учить. Разве если бы я пришел к нему один, он бы принял бы меня? А за деньги? За жизнь? Нет, я точно не представлял для него интерес. Дерриер Глупое животное, которое просто со мной повязано. Кноха Место, которое я так ненавижу и мечтаю уничтожить, заплатив любую цену. Пожалуй, это сильнейший якорь из всех. Открыв глаза, я увидел хорошо знакомый мне каменный коридор с факелами на стенах. Вся слизь тут же схлынула с тела, будто испугавшись его, а чувство отчаяния понемногу начало уходить. Зайдя в огромный зал с клеткой, я просто начал смотреть на Лиса с неопределенным взглядом. Ты не изменился за эти годы. Жаль. С меланхолией сказал демон ненависти, которого я ненавидел меньше всего в этой жизни. Эта мысль вызвала у меня маленький смешок, что тут же нашло отклик в курами. Иронично, правда? Будто читая мысли, сказал он. Правда, скажи, зачем мне искать счастье? Зачем стараться заводить близких людей параноику? Зачем отравлять себе жизнь? А разве эти годы ты не был счастлив? Разве ты не улыбался, смотря на свою племянницу? Разве ты не улыбался, когда в битве с тем жуком почти доставал его своим клинком? В его взгляде промелькнул намек на вызов, который так и призывал согласиться с ним, но хватит этих игр Курама, ты и сам все знаешь, знаешь эту улыбку, которая вылезала на лицо, пытаясь скрыть за собой каменное отчаяние, ты знаешь этот искал, который вырывался от боли и страха. Я просто всех обманул, даже себя, но не беспокойся, мне нет смысла уходить из жизни, пока жива одна деревня. Мой почти пустой взгляд упирался в его словно два рубина глаза. Это хорошо, значит, твои раны начинают заживать, но запомни вот что, если уйдешь из жизни ты, то за тобой уйду и я, просто скажи и враг, который тебя убьет не будет иметь и шанса на выживание, а теперь ступай, тебе пора просыпаться. После чего комнату затопил яркий свет, который вызывал у меня лишь отрицательные эмоции. Придя в себя, я тут же почувствовал легкий озноб и сырость, открыв же глаза, я увидел, где нахожусь. Это была комната, находящаяся в какой-то пещере, это было заметно, по форме комнаты и стенам, что являлись просто уплотненной горной породой. О, ты наконец-то проснулся. Ты три дня лежал без сознания, я уже начала волноваться. Послышался голос слева от меня и повернув голову, я увидел вилой, что, постоянно покачиваясь на стуле, читала какую-то книжку. Ты, не успел я задать вопрос, как девушка, подняв свою миниатюрную ручку, выставила палец вперед и зажгла на нем маленький огонек, что отдавал насыщенно багровым цветом и в центре которого, как ядро, горел шарик фиолетового цвета. Я надеюсь, мне не надо объяснять, что таким огнем могут владеть только демоны или ты окончательно отбил голову. В ее красных глазах так и читалась угроза, так что я решил просто отрицательно покачать головой. Вот и отлично, но наказание ты все равно получишь, за все, что ты натворил. Все. Это что? Я не особо понял, о чем она говорила, но некое нехорошее предчувствие уже начало прокрадываться к сердцу. Ты совсем дебил? Ты за эти трое суток успел очень тупо попасть в ловушку, оказаться в плену подставив деревню, потерять мечи, что подарил тебе господин Кацит, а также пробежаться по окраине территории стран огня, убив свыше ста обычных жителей и несколько генинов и в конце еще умудрился грохнуться с водопада и чуть не утонув и ты еще спрашиваешь, что ты сделал? Вся эта информация меня сильно удивила, ибо я вообще ничего не помню о тех трех днях, кроме как беспрерывного бега и страха. Я не помню эти три дню, я просто бежал и все, что дело мое тело, мне неведомо. Вздохнув, я просто расслабился и попытался снова уснуть, ибо тело до сих пор знобило, а также в спине чувствовалась очень сильная боль. Мы еще не закончили. Крикнула она, положив книгу на стол. Она начинает раздражать, ее приставили ко мне, чтобы защищать и смотреть, чтобы я не убил себя и я не обязан отчитываться перед ней, когда моей жизни уже не угрожает опасность. Скосив на нее свои глаза в вертикальных зрачках, которых будто зарождалось жгучее пламя, я сквозь зубы процедил. Мы закончили, я спать. После чего, закрыв глаза, я провалился в сон, не слушая дальнейшую ругань вилой, ибо сейчас я был сосредоточен на другом. Оказавшись в пустоте, ибо по-другому это место нельзя было назвать, абсолютно черное пространство, где даже нельзя определить, где пол, а где потолок и прямо передо мной лежал и деревья, тихо посапывая. Милашка. Пройдясь рукой, по ее на удивлении, очень мягкой шерстке, я увидел, как она, слегка дернувшись, открыла глаза и посмотрела на меня глазами полной радости и восторга. «Хозяин, живой, я счастлива!» Протаратурила она, тут же начав крутиться вокруг меня и обтираясь своей головой об мои ноги. «Ну а куда я денусь? Меня не так просто убить!» Видимо, сказав это в моих глазах, проскочила некая нотка злости, что сразу же заметила Дерри. «Все хорошо, я рядом, я помогу!» «Я знаю, Дерри, я знаю и сейчас я как раз хочу попросить у тебя помощи!» «Я после твоей эволюции заметил, что твое пламя немного изменилось, оно стало очень похоже на пламя Вилы, можешь мне про него рассказать?» «Конечно, пламя, эволюция, сильнее, горячее, опаснее, у вас, такая же». И вычленив из слов Дерри основную часть, я понял только одно. Пламя может эволюционировать и как я понял, когда у него появляется фиолетовое ядро, то это значит, что оно достигло второй стадии. «Хм, Дерри, а почему ты не использовала его во время нападения на меня?» Ответ же меня не сильно удивил. «Сила, мало, могу использовать, раз, а врагов, много». Это было вполне логично, ибо она относительно недавно эволюционировала, а учитывая возрастание мощи, то и сил на применение у нее вряд ли бы нашлось. Сравнив примерно резерв Дерри и свой, я понял, что я вполне могу использовать этот огонь в районе десятка раз, но вот только, я не умею, я могу выпустить обычный адский огонь, но у меня постоянно было чувство, на которое я не обращал внимания, что потолок силы этого пламени куда-то исчез, и вот я вроде могу подняться выше, но не знаю как. Ладно, спасибо Дерри, отдыхай пока, а мне пора. После чего я исчез из этого места, не заметив взгляд, сразу погрустневшего фамильяра. Мое очередное пробуждение, было куда приятнее прошлого, спину уже не так ломило, а озноб вообще прошел. Регенерация демона, это просто нечто. Потянувшись, я встал с кровати и сняв бинты, начал одеваться, не обращая внимания на Виллой, что все так же качалась на стуле и читала книгу, бросая время от времени на меня злобный взгляд. Хватит на меня так глазеть, я прекрасно знаю, что ты не обиделась. Да, у Виллой была одна отвратительная черта, она мало на что обижалась, но если я скажу, что якобы могло ее задеть, она начинает вести себя максимально обиженно, показывая это глазами и словами, а иногда и кулаками, пытаясь меня постоянно напугать и заставить раскаяться. Если раньше на меня это худо, бедно работало, даже когда я понял, что она не обижается, то сейчас мне просто нет до этого дела. Хм, ну и ладно, одевайся ешь, мы скоро уходим отсюда, мне надо только поговорить со знакомым, так что времени у тебя немного. После чего она положила книгу на стол и посмотрев на белую змейку, что выглядывала из-под двери, встала и вышла, оставив меня одного. Ха, ладно, посмотрим, что тут у нас. На столе стояло с десяток тарелок с раменом, а также немного хлеба. Ненавижу рамен. Скривив лицо, я все же сел за стол и начал очень быстро поглощать еду, управившись всего за полчаса. Когда же я наелся, мой взгляд зацепился за книгу, что оставила Иви, так что ведомую любопытством, я взял ее и принялся читать, пока ждал девушку. М. Приключения Мамона. Лич-авантюрист. Серьезно? Прочитав название книги, я уже понял, о чем она и вспоминая ее лицо, полные интереса и предвкушения у меня получается какой-то разрыв шаблона. Стоило мне только открыть книгу, как дверь открылась и в проходе встала Иви, что с удивлением смотрела на меня, что на геройские романы потянула. Ее голос так и сквозил сарказмом, что лишь подтверждало одну мою старую теорию. Ты когда начинаешь сильно стесняться, то начинаешь очень сильно язвить, ты не замечал это. Мой взгляд уперся в ее, если первое время она еще держалась хорошо, то вот несколько секунд спустя, ее взгляд так и норовил куда-то сбежать, но почти трехсотлетний опыт дает о себе знать и она так и не отвела взгляд. Мы уходим, у нас мало времени. Стоило ей только начать разворачиваться обратно к выходу, как меня осенила одна мысль. Так вот почему ты так сильно язвила и оскорбляла меня, после моего пробуждения. В точку. Ее щеки немного покраснели, но не подав виду, она просто развернулась и ушла прочь. Хм, это было забавно. Промелькнула мысль в моей голове, что подняла немного мое очень скверное настроение, после чего, я быстро собрав вещи, побежал за девушкой, что уже стояла на выходе из огромных сетей коридоров пещеры. Так куда мы теперь идем? Сейчас как минимум, как можно дальше от страны звезды, ибо как я узнала, Канаха отправила туда проверку из-за того, что на ее территории пропала группа Шиноби, у которых была информация по поводу тебя, так что сейчас нам лучше уйти как можно дальше. Пока что я думаю отправиться в страну Волн, ибо там нет скрытой деревни, да и само место нам очень подходит для того, чтобы скрыться, но главное, там нас ждут наши союзники. Союзники. У нас могут быть союзники. Я думаю, ты должен был слышать, что после твоего побега из деревни, спустя несколько месяцев в ней произошел раскол, и кланучих вырезали. Да, Цуна рассказывала мне об этом, но при чем тут они, если их вырезали? Меня это и правда удивило, ибо по рассказам, выжил только тот паренек, что учился со мной в одном классе и ренегаты с отступниками, но их можно не брать в счет. Все считают, что их вырезали. Эти кретины настолько уверились в своей силе и своем влиянии, что приказали учихи вырезать свои же кланы. Как ты понимаешь, он это не стал делать. Учихи прирезали преступников, потом еще добавили некоторых добровольцев, чтобы выглядело все как можно естественнее и сбежали, так что этот клан, хоть и считается исчезнувшим, но на самом деле он цветет и пахнет. Эта информация меня не слабо удивила, я просто не мог поверить, что Хакаги окажется настолько самонадеянным, хотя и учитывая силу деревни, это вполне может быть. Подведя итог своим мыслям, мы в тишине направились в сторону страны волн, проходя через долину завершения и стараясь огибать Канаху и другие поселения как можно больше, а когда нам нужно было пополнить запасы, Вилла оставляла меня тренироваться в одной из пещер ее знакомого, про которого она мне так и не рассказала, а дев в Москву шла в ближайшую деревню за продуктами. И вот сидя около входа в пещеру и медитируя, я услышал хруст веток, что тут же заставил меня насторожиться и спрятаться как можно лучше, и тот, кого я увидел, меня сильно удивило. Максимально скрыв чакру и слившись с деревом, что стояло у входа в пещеру, я с удивлением наблюдал за двумя девушками, что вшли по лесу, даже не пытаясь соблюдать хоть какую-то осторожность. Черт, наш идиотский сенси и нас вообще ничему не учит, так еще и умудряется опаздывать каждый день часа на четыре, вот что ты за месяц успела изучить. Постоянно вскидывая руки в бунтующем жесте, спросила розового лосоистера. Твою мать, какого черта они тут забыли? Еще и эта мразь здесь. Прикрыв рот рукой в попытке успокоить дыхание, я случайно коснулся шрама на своей щеке, отчего по телу прошла, будто вспышка боли, передо мной тут же пронеслись вся жизнь, прожитая в деревне, а также время в академии, отчего мое дыхание становилось только чаще. Ну, у нас куриной сенсием не так много тренировок, поэтому всего лишь несколько техник, и вот недавно мы начали пытаться ходить по вертикальным поверхностям, а ты? Спросила блондинистая девушка, имя которой я не помню, ибо не общался с ней в академии. Ни одной на, мы вообще ничего не учим, а только ходим на миссии Диранга и постоянно убираем собачий кал с участков. Хатаки сенсей вообще не справляется со своей работой. Эта фамилия ударила по мне еще больше, отчего, я уже с трудом мог сдерживал чакру в своем теле. Мои зубы скрипели, грозясь сломаться, а в моих вертикальных зрачках, будто разжигалось необъятное пламя. Эта тварь является учителем Сакуры. Хотя я не удивлен, рыбак, рыбака издалека видит. Прокусив свой язык и проглотив свежую кровь, я смог слегка успокоиться и выглянув из-за дерева, увидел, что они остановились около пещеры и похоже решили устроить привал. Мда, тебе не позавидуешь, но сейчас уже ничего не поделаешь. Кстати, раз зашла речь про команды, вам нашли замену на место третьего участника. Ага, это какой-то неприметный паренек, на самом деле, я даже его имени не помню, но это даже отчасти хорошо, ведь он настолько неприметный, что я спокойно могу общаться с Саски и чувствовать себя так, будто мы только вдвоем. На самом деле, я не знаю, что бы делала, если бы к нам в команду попал бы тот уродец, но раз его нет, то нет проблем. Уже собираясь уходить, я услышал, как они начали разговаривать про меня и не сумев сдержать любопытство, я продолжил за ними наблюдать. Эх, Сакура, ты больше всех его постоянно упоминаешь, но при этом пострадала меньше всех. Эй, моя семья тоже пострадала тогда, моя мама месяц в больнице лежала и даже после этого, она может с трудом ходить. Ей явно не понравилось то, что ей сказали, будто она пострадала меньше всего и поэтому тут же начала перечислять все убытки, включая материальные и моральные. Эх, Сакура, я бы тебе очень не советовала так говорить на людях, я как твоя подруга тебя понимаю, ибо ты довольно замкнута и мало вдавалась в подробности, ты ведь знаешь не больше того, что жертв было много так. Лицо ино тут же осунулось, а ее голубые глаза блеснули предупреждением. Ну, ты права, я мало что знаю об этом, а что? Неужели там все было настолько все плохо? Внутри меня поднималось что-то странное, стоило только услышать этот вопрос, я будто слышал, как ветер шептал мне. Не слушай, нет, не надо. Но отбросив эти мысли, я сосредоточился на диалоге этих двоих. Куда хуже, чем ты представляешь. Поговаривают, что каждый житель в деревне когда-то потерял отца, мать, сына, дочь, друга, брата, каждый что-то да потерял, например, моего отца, на глазах матери этот монстр просто проглотил, а часть нашего клана была просто раздавлена. Жертвы были огромны, мама также говорила, что вся деревня была залита кровью, раздавление старики, юноши и девушки, даже младенцы были сожраны или разорваны. Этот монстр не знал жалости никому, именно поэтому Аку так ненавидели, потому что у жителей деревни под Баком почти 10 лет жил тот, кто убил их родню и издевательствами над ним, они пытались заглушить боль своих родных, что умерли такой неприятной смертью. Ка-ха-ка, что это было? Ты слышала? Уже с трудом расслышал я, убегая как можно дальше, от этих двоих с трудом сдерживая себя и спустя несколько минут, я все же остановился не в силах больше сдерживаться. Пха-ха-ха-ха-ха. Мой громкий смех разошелся по лесу, пугая птиц и зверей, что находились поблизости. Я не знаю, сколько смеялся, может час, а может и пару минут, но когда я смог отсмеяться, на замену этим эмоциям пришла новая волна холодной ненависти. ТЦ, они мстили за свою родню. Не смешите меня, я видел эти улыбки, видел эти рожи, полные триумфы и победы в них не было скорби. В их лицах читалась лишь жадность и ненависть. Эта деревня недавно пережила войну, да какая к черту война, это деревня наемников, здесь каждый день умирают сотни людей, от ненадзия и бандитов. Обычные люди не могут просто спокойно жить вместе с сверхлюдьми, что могут использовать чакру. Я не знаю всю поднагодную, но что я знаю точно, это то, что те звери точно не мстили мне за погибших, максимум дети может из-за этого издевались надо мной, но точно не взрослые, тут была какая-то другая причина. Лёжа на траве с пустым выражением лица, я безостановочно размышлял о причинах ненависти ко мне, пока из моих мыслей не выдернул чей-то голос. Ты что тут делаешь? Я же сказал тебе ждать около пещеры. Подняв взгляд, я увидел вилы, что сильно хмурило брови и угрожающе притоптывая ногой, стояло надо мной с огромным рюкзаком, что был просто забабит разными продуктами и другими необходимыми для похода предметами. Поднявшись с земли и отряхнувшись, я ответил. Тебя это не касается, пошли уже, а то я устала ждать. Махнув рукой, я пошел в сторону Страны Волн, по уже давно запланированному маршруту. С того момента прошла уже почти неделя и мы смогли войти на территорию Страны Волн и уже в скором времени должны дойти до нужного селения. Также за эту неделю у меня состоялся довольно интересный диалог с Курамой. Ты все-таки услышал это? Я до последнего надеялся, что ты не узнаешь подробности той ночи. Прости. Наблюдение за его раскаивающейся мордой уже для меня вошло в привычку. Забыть, это почти ничего не изменило. Почти. В его глазах тут же загорелся интерес, ведь меня вообще мало что интересует, а раз после той истории что-то изменилось, значит меня что-то заинтересовало, чему он был несомненно рад. Меня заинтересовал один вопрос. А почему ты вообще напал на деревню и какие у Зумаки были отношения с Учхами? Этот вопрос и правда был интересен, ведь раз он так сильно уважал мою маму, а мама была частью деревни, то что такое должно было произойти, чтобы он так взбесился. Они были друзьями, эти кланы вели постоянную торговлю и также часто устраивал совместные мероприятия, а насчет второго вопроса, то меня контролировали, я не знаю кто именно, познаю, что на это способны только Учихи. Хм, все становится только запутанней. Получается, что деревня из твоих слов боялась клан Узумаки, что на тот момент принадлежал к стране водоворотов, но также имела побочную ветвь в Канохе, но при этом Узумаки дружили с Учхами и получилось так, что деревня почти уничтожила клан Узумаки не приведя подкрепление во время войны, оставив лишь горстку, после чего по нам ударили Учихи и в конце деревни ударила по Учхам, уничтожив сразу два клана, но при этом не чувствуя какого-то напряжения. Что-то здесь не так, Цуна рассказывала мне, что Каноха специально задержала подкрепление во время Третьей войны Шинаби, из-за чего Узумаки почти вымерли и по итогу Каноха самолично вырезала два своих клана, а если еще учитывать Синджу, но о них я пока мало знаю. Получается из кланов-гигантов остались только Хуги, а также горстка мелких кланов, что не должны принести проблем. Обдумывая все это, общая картина складывалась все быстрее и быстрее, но по итогу все равно Чагато не хватало. Да, я тоже об этом давно думал, но ни к чему не пришел, раз уж тема зашла об этом, то хотел тебе сказать. Будь на Чико, когда придешь к Учхам, я не знаю, кто меня контролировал, отступник или же действующий член клана, но кто бы это ни был, дело наше становится только хуже. Именно такой разговор у меня состоялся с Курамой и после него я всю целую неделю думал обо всей этой ситуации, но ни к чему так и не пришел. По мере приближения к деревне, я все больше чувствовал напряжение и некую дрожь в руках. Я прямо сейчас шел возможно впасть льву, не имея при себе хоть и шанса на спасение, так еще и баст в данном случае в виде Курамы. Я ведь просто не смогу ничего сделать целому клану, даже сбежать. А если это они были виноваты во всем этом, то что они со мной сделают, если нет, когда поймают. Промоют мозги. Пустят на опыты. Черт, что же делать? С каждой секундой я все больше закапывал себя в куче паники и недоверей. Пока ты в порядке. Тебя всего трясет, ты заболел. Из моих мыслей меня выдернул голос вампирша, что быстро сблизившийся со мной и приложив руку к колбу начала мерить температуру. Хм, вроде в порядке, тогда что с тобой? Может расскажешь, что произошло с тобой и почему ты сбежал из пещеры? Какая-то неясная мне тревога в ее голосе помогла немного успокоиться, но дрожь в руках так и не прошла. Эй, какаши, неужели решил выгулить своих щенков в коем-то веке? Снова это имя прогремело у меня в ушах, вспорывая самые больные раны. Сердце защемило, а дышать стало почти невозможно. Что? Неужели там кто-то сражается? Стоп, какаши. Аку, это же тот шиноби. В глазах мутнело, а ноги уже не держали, я будто проваливался в бездну, под грузом всего навалившегося на мою психику. Похищение, предательство, заговоры, еще и этот ублюдок тут объявился. Сорвавшись с места, я побежал, сломя голову в сторону голоса. Сейчас мне просто хотелось убить Когото, я уже сам не осознавал, что делал. Я просто бежал с кунаем в руках в сторону голоса и выбежав из леса, сразу же почувствовал взгляд многих людей на себе. С одной стороны, стояли какие-то два шиноби, что с интересом меня разглядывали, а с другой стояла команда кукаши, что с явным шоком смотрели на меня. Сакура, с огромным удивлением и презрением, Саски скорее с каким-то ожиданием, еще один парень вообще вылупился на меня с испугом, а кукаши же с каким-то обреченным выражением лица. Аку? Дрогнувшим голосом сказал он, но я уже этого не слышал. Я просто рванул в его сторону, создавая сразу десяток кунаем из адского пламени вокруг себя. Сделав пару шагов в сторону ублюдка, я, подав сигнал, отправил весь десяток адских клыков в него, даже не понимая, как я смог сделать такое количество за раз. Пустив их по двум дугам с разных сторон и когда они пролетели примерно половину своего расстояния, кукаши быстро сложив несколько печатей крикнул. Стихи земли, земляное укрытие спустя секунду после выкрик вокруг него тут же воздвигнулся земляной купол, что принял на себя удар моей техники, сильно повредив и оплавив ее, но не разрушив. ГРРР, тварь! Создав еще несколько клыков, я уже собирался запустить их, как тут же я услышал голос Дери. Хозяин! Сзади! Чувствую надвигающуюся опасность и следуя подсказке Дери, я сделал пол оборота, тем самым сместив корпус в сторону и пропуская кулак розового волоса и стервы, мимо затылка, сразу же контратакую пока она не смогла восстановить равновесие. Я скрутил ее руку в захвате и выгнув дугу и сломал, после чего бросив ее на землю и воткнул куна и в ногу, пробивая кости и выводя ее из боя. А-а-а! По всему берегу раздался жуткий вопль, отчего Кукаше пришлось тут же убрать часть купола, чтобы узнать что произошло, но ожидая чего-то подобного, я тут же отправил в его сторону токсичную стрелу, что попав внутрь купола разорвалась кислотой и едким отравляющим газом, быстро заполнившим купол, к сожалению, Кукаше успел уйти из-под атаки и моя стрела ему никак не навредила. Такими темпами у меня просто не будет и шанса, следя за Кукаше, Саске и другим парнем, что со страхом стоял и смотрел на меня, я пытался придумать выход из ситуации, ибо паника и гнев начали медленно отступать, а вместо него возвращался страх. Аку, прошу остановись, я не хочу тебе зла, я знаю, что поступил подло, но стоило ему только открыть свой поганый рот, как во мне снова начинала подниматься волна ярости, застилая взгляд кровавой пеленой, пока он медленно пытался подойти ко мне, подняв руки вверх и продолжая стелить сладкие речи, бросая беспокойный взгляд на Сакуру. Еще хоть шаг и я сломаю ей шею. Отступив к хныкающей на земле Сакуре, я резким движением поставил ногу ей на шею и слегка надавил, впечатывая ее подбородок в землю, благодаря чему я мог быстрым движением убить ее. Ой, ой, Хаку, а мне нравится этот пацан, он ведь не шутит. Ка-Ка-Ка-Ши, как ты мог так довести ребенка, что он с таким хладнокровием готов сломать шею твоей ученицы? Услышав ехидный комментарий, я, резко повернув голову, увидел тех двух шиноби, про которых я успел уже забыть и хоть они не пытались предпринимать каких от действий, но мне все равно надо за ними следить повнимательней. А-Ку, прошу отпусти Сакуру, она же училась с тобой в Академии, вы одноклассники. Ка-Ка-Ка-Ши, Ка-Ха-Син-Си, помоги техник тихо всхлипнув про выла Сакура. Ты и сам знаешь, что своих одноклассников я хочу убить больше всего, особенно ту стерву, которая умудрилась испортить мой короткий и единственный отрезок жизни, где я мог по-настоящему улыбнуться. Создав два адских клыка, я начал направлять один в сторону Ка-Ка-Ши, при этом другой оставив около лица Сакуры и собираясь отправить их в цель, но меня снова прервали. Идиот, ты что творишь? Успокойся уже, мы не в том положении, чтобы устраивать драки. Буквально секунды и меня тут же скрутила боль в районе живота, а сам я покатился по земле кубарем в сторону реки. И вилой. Какого хрена она делает? Это ведь был отличный шанс. Она тоже меня предала. Тварь. Мой гнев не знал предела, я переставал мыслить хоть сколько-то адекватно, все, что я сейчас хотел, это убить всех этих ублюдков. Предатели, я вас всех убью, вы все сгорите. Не обращая внимания на кучу выкриков со стороны, я решил вытащить последний козырь в рукаве. Создав в одной руке токсичную стрелу, а в другой адский клык, я начал совмещать их, получая совершенно новую технику. Кретин, не вздумай, ты здесь сдохнуть собрался. Закончив технику, я тут же собирался метнуть ее в сторону кукаши, но в самый последний момент, мне в руку прилетел кунный со стороны того тихого парня, отчего мой бросок вышел неудачным и техника попала не в кукаши, а в землю и рядом со мной и в итоге, после секундной паники, я увидел яркую зеленую вспышку, а потом темноту. Я не знаю, сколько проспал, но в какой-то момент, я почувствовал, что меня несут на плече, а спустя пару секунд и услышал голоса. Мы скоро придем, еще примерно полчаса и мы будем на месте. Послышался знакомый мужской голос. Попытавшись открыть глаза и посмотреть на того, кто это говорил, я с удивлением обнаружил, что не могу это сделать, я вообще не чувствовал глаз, как и рук. О, ты наконец-то проснулся, гаденыш! Это был голос Авилы, его я узнал сразу и он наконец-то привел меня полностью в чувство. Что происходит? Сколько я проспал? Курама? Ты здесь? Засыпая себя же вопросами, я пытался найти хоть кого-то, кто мог на них ответить, ибо говорить я почему-то сам не мог. Я здесь Аку. Ты как? Голос Курамы помог мне на секунду успокоиться, так что вздохнув, я задумался, а после ответил. Плохо. Больно очень, но это не важно, Курама, мы почти пришли к Учхам. Прошу, ты можешь мне помочь? С молитвой обратился я к нему. Могу, но скажи, ты точно в этом уверен? Ты ведь понимаешь, что возможно теряешь свой единственный шанс на спасение, а также ты понимаешь, что после этого ты скорее всего станешь инвалидом. С беспокойством в голосе сказал Курама. Он явно пытался меня отговорить, хоть и сам понимал всю ситуацию. Да, я уверен, и я понимаю риски, так что быть добро еще забрать Айлой, а то я точно в одиночку откинусь. Хорошо, я попробую объяснить ей все, так что готовься. Услышал я голос своего, скорее всего уже друга на грани сознания. С момента того столкновения прошло несколько дней и сейчас я шла за мелким шкетом, что является нашим проводником, как мне обещали. С Аку на плечи погружалась в свои мысли. Почему Аку вдруг так взбесился, сначала тот инцидент с пещерой, потом его паника, а после припада к ярости, здесь точно что-то не так, после того взрыва, в котором, к счастью, никто не погиб, а только Кукаша и Забуза получили средние ожоги, пытаясь прикрыть своего напарника и ученицу, а вот сам Аку, это было отвратительное зрелище, его челюсть полностью сгорела, превратившись в уголек, вместе с носом глазами, а руки чуть не оторвало, оставив их висеть, лишь на паре мышцы маленьком клочке обгоревшей кожи. Я вообще не понимаю, как он выжил. Кретин, как же он не понимает, что если бы мы убили высокорангового Джанина здесь, то Канаха вряд ли бы оставила это без внимания, а это могло поставить под удар не только нас, но и клану Чехани бы нам за это спасибо точно бы не сказали, но нет, надо было тебе сорваться именно сейчас. Лучше бы на мне тогда сорвался, так хотя бы проблем не было бы. Мы скоро придем, еще примерно полчаса и мы будем на месте. Вывел меня из мысли голос Саски и тут же внезапно почувствовав движение, я посмотрела, на слегка подрагивающий Ваку, что вызвало у меня легкую улыбку. О, ты наконец-то проснулся, гаденыш! Слегка похлопав его по спине, я снова переключила внимание на дорогу, ибо сейчас он ответить мне точно не сможет, да и вряд ли захочет, ему сейчас нужен покой, так что пусть отдохнет. Черт, я слишком к нему привязалась, хотя это было логично, не каждый день увидишь ребенка с такой судьбой, тут даже моя закалка не помогает мне и все, чего мне хочется, так это помочь ему. Возможно, в будущем мне придется стать его опекуном или даже заменой матери, а может и кем-то большим, хотя такие шрамы на сердце вряд ли уже вообще смогут зажить, кем бы я ему ни стала. Боже, что я несу мне больше трех сотен лет, а я засматриваюсь на какого-то паренька, на прекращать с этим. Пронося в голове разный бред, я не сразу запиподозрила, что ты неладное. Чакра Аку, стала странной себя вести, она будто начала обурлеть и пузыриться, выходя из его тела. Только не говорите мне. Саски беги отсюда. Лишь успев крикнуть предупреждение пареньку, как меня тут же ударил и поток чакры, Аку, упавший на землю, очень быстро поднялся, окутанный оранжевой чакурой. Не теряя времени, я быстро вскочила, пораняв руку кинжалом, тут же начала создавать технику из крови, что должна была ненадолго сдержать лиса, но к моему удивлению, стоило ей только начать лететь в его сторону, как он невероятно быстрыми движениями уклонился от нее и подскочив ко мне одним расчерком когтей подрезал ноги и взвалив меня на плечо, рванул в обратном направлении. Лис, ты что творишь? Отпусти меня. Только я занесла руку с кинжалом, чтобы ударить его, как он к моему удивлению и правда мне ответил. Аку нельзя кучихам, недавняя паника, как раз связана с ним, есть подозрение, что это Аня виновата в моем нападении на деревню. Он говорил быстро и с задержками, будто пытаясь объяснить что-то как можно быстрее, пока сам он продолжал бежать по веткам деревьев на четвереньках, развивая невероятную скорость. Что это значит? Меня контролировали, кто-то изучил, не знаю кто. Времени мало, я больше не могу поддерживать этот режим, так что бери Аку и беги отсюда. Спрыгнув с дерева, он нежно положил меня на землю и уже начиная исчезать, добавил. Прошу, не дай его в обиду, он единственное, что у меня осталось, я не могу его потерять. После чего он окончательно исчез. И что это было? Учихи. Тогда получается, если бы мы пришли к ним, то это был бы конец, длина саку? Покусывая ногти, я ждала, пока у меня заживут порезы на ногах, одновременно с этим обдумывая сказанное. Черт, а это ведь и правда имеет смысл, особенно учитывая, что четвертый Хакаги погиб, а третий стар, то затаившая обиду Учихи и правда могли заманить нас к себе, для того, чтобы промыть мозги Аку и слегка взрастив, отправить на деревню. Все эти мысли спустя пару минут уже начинали сводить с ума и теперь я понимаю, почему Аку так запаниковал. Бросив взгляд на Аку, я увидела, как все его раны вскрылись, а также появились новые, отчего, он просто истекал кровью и грозился в отвод погибнуть. Ладно, надо добраться до убежища, там мы сможем нормально отдохнуть и подлатать тебя. И подхватив Аку, я как можно скорее отправилась к новому убежищу. Пробуждение было ужасно, все болело, а само тело не двигалось, особенно руки, я их вообще не чувствовала, вся эта обстановка начинала меня пугать, пока я не почувствовал прикосновения к груди маленькой женской ладошки. Успокойся Аку, мы не у Чих, мы в убежище, Курам и мне все рассказал, так что я ушла как можно дальше и спряталась здесь, я сейчас принесу поесть, так что не дергайся особо. Словно вилы меня смогли быстро успокоить, в итоге я начала обдумывать текущий ущерб. Дерри, можешь сказать, что со мной сейчас? Плохо хозяин, челюсти нет. Лицо сгорело. Рук. Почти нет. Глаз нет. Вы не сможете поесть. Могу помочь. Выслушав отчет Дерри о моем теле, я ужаснулся, я задавался вопросом, как я вообще остался жив, но сам я спросил про другое. Можешь помочь? Как? Я стану вашей челюстью. Не успел я задать еще вопрос, как я почувствовал, что у меня из груди что-то вышло и видимо обвило мое лицо, ведь после этого я смог почувствовать свою челюсть и язык, но не больше. Ты и так умеешь? Дерри. Но ответа не последовало. Я вернулась. М. Что с твоей челюстью? Послышался голос девушки в отдалении. Мне Дерри помогла, чтобы я мог нормально поесть, а не через трубочку, не обращая внимания. Ну ладно, тогда схожу за ложкой. И вот после этого начался мой завтрак. Вилой набирала ложку супа и подув на него, заливала мне в рот. Чувствую, мне придется так долго лежать. Ха! Подумал я, не способный увидеть, легкую нежную улыбку на лице девушки. Невероятно, прошла всего лишь неделя, но его раны уже неплохо зажили. Кость челюсти и часть плоти почти восстановилась, а ожоги на теле вообще уже успели зажить, думаю, через неделю он сможет полностью восстановиться. Ха! Эта регенерация просто невероятна для человека, его потенциал просто непостижим, хотя человеком его уже точно нельзя назвать. Полудемон, получеловек, с демоном и с чакр в животе, незавидная судьба. Хм, еще и эта матово-черная челюсть, он мне конечно объяснил, что это его питомец, но меня смущает то, что эта челюсть чувствуется как адское пламя самых высоких стадий, но что-то в ней чувствуется не так, да и как пламя может стать плотным словно камень. Кормя кус ложки супом, я погружалась в свои мысли, пока уже пятая тарелка не опустошилась. Спасибо, было очень вкусно. Как-то бесчувственно ответил он. Да ни за что, отдыхай пока, а я позабочусь обо всё остальном. Когда же я уже поднялась со стула, чтобы убрать тарелки, то почувствовала, как меня потянули за край платья. Ви, скажи, я ведь слишком импульсивен и веду себя как ребёнок, да? Постоянно кричу, обижаюсь, обвиняю других в предательстве. Я никак не ожидала, что Аку вдруг решит спросить меня о таком, ибо всю последнюю неделю он почти молчал и лишь иногда говорил пару слов, после чего снова засыпал. А засыпал ли? После такого-то? Нет, Аку, ты точно не ведёшь себя как ребёнок. В твоей ситуации и не каждый взрослый бы справился, а ты до сих пор держишься, и я понимаю причину твоих паник. Ты, я помню нашу первую встречу, ты тогда не сильно отличался от нынешнего себя, те же бегающие глаза, нервная походка и постоянная осторожность, только сейчас я ещё вижу, что ты начинаешь отчаиваться, ведь ты только начинаешь заживлять свои шрамы на душе, только начинаешь открываться другим, как мир постоянно вскрывает их и делает эти раны ещё хуже и так раз за разом, раз, за разом, а тебе ведь даже 14-ти нету, телом, ты ещё совсем ребёнок, так что, отдыхай и позволь мне позаботиться о тебе. Взяв маленькую руку мальчика в свою ладонь, я аккуратно положила её на кровать и пару раз погладив направилась на кухню. Чёрт! Размахнувшись, я на эмоциях ударила кулаком по стене, оставляя на ней огромную вмятину. Хоть меня господин Кацит и учил контролировать эмоции, но смотря на этот чуть ли не кусок мяса, я просто не могу сдерживаться, он точно этого не заслужил. ТЦ, ещё и это жажда. Оттянув воротник платья, я вздохнула как можно глубже в надежде, что это поможет. Я вампир и уже давно привыкла пить кровь, но последнее время я вообще не могла найти время, чтобы утолить свою жажду, да и сейчас я не могу оставить его одного. Постояв несколько минут у пробитой стены, я смогла немного успокоиться и быстро помыть тарелки, направилась в свою комнату, чтобы подготовить необходимые мази и лекарства для АКУ. несколько дней спустя. Не могу, больше не могу. Сидя ночью перед кроватью АКУ, я никак не могла оторвать взгляд от его шеи, она слишком манила, я даже отсюда могла почувствовать запах его крови, и он был невероятен. Ну, я же всего лишь чуть-чуть, пару капель, да именно так. Встав со стула и взобравшись на кровать, я склонилась на ДАКУ и приблизив лицо к его шее, левонька лизнула. Это и правда невероятно. Какой же он вкусный. Обнажив свои клыки, я легонько куснула его за ключицу и в следующую секунду меня захлестнула эйфория. Кислый и одновременно сладкий, его особая чакра, его родословная и многое другое, делала вкус и его крови просто настоящим коктейлем, что тут же захлестнул меня с головой. Хах, я выпила всего немного, но жажда уже полностью утолена. Сдавив челюсть еще немного, я пустилась рано еще больше крови, только я хотела ее проглотить, как в следующую секунду мне в живот пришелся тяжелый удар, что скинул меня с кровати и впечатал в стену. Хах, ха, что? Откашлившись от пыли, я подняла взгляд и тут же столкнулась с деревья, что, скаляпаси, быстро раздувая свою грудь, от которой уже исходило ярко-красное свечение пламени, смотрело мне в глаза. Ты что творишь? Пророчала она. Я всего лишь сделала пару глотков, извини, но я не могу вечно сдерживать жажду, а от пары глотков он не умрет. Встав и отряхнувшись, я уже собиралась направиться к выходу, как передо мной снова встала эта псина. Пару глотков? Две минуты. Ты пила? Что? Я не могла так долго пить кровь. Развернувшись и быстро приблизившись к кровати парня, я тут же схватила его запястье и ужаснулась. Польс был слабым, а сама рука была невероятно холодной. Черт, 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 что же я натворила? Что делать? Думай, думай. Начиная по привычке крыть ноготь, я пыталась придумать, как вытащить парнишку в очередной раз с того света, только на этот раз по моей вине. Точно, есть идея. Сидя в пустоте, я погружался внутрь себя. Эмоции лишь делают больней, они не нужны мне. Эмоции делают лишь больней, они не нужны мне. Повторяя это словно мантру, я пытался успокоить тот океан печали и отчаяния внутри себя. Час за часом, день за днем, я повторял это, пока не почувствовал холод. Что? Опять этот холод? Я живу бежище рядом только в вилле, неужели? Нет, отбросить эти мысли, она точно не могла мне навредить. Вынырнув из того места, где живет Дерри, я начал пытаться понять, что произошло, при помощи других чувств. Я слышал частое дыхание виллы и постоянный бег, также у меня непрерывно кружилась голова и я чувствовал сильную тошноту. Как я могла так облажаться, как я могла взять, и вы? Я не мог полностью расслышать, что она говорила из-за своего самочувствия, но одно я понял. Значит, все-таки она, ну и ладно. Виллый, не переживай, все в порядке. Тихим и холодным голосом сказал я, уже блеем меня восстановившейся челюстью. Что? Аку, ты в порядке? Как ты себя чувствуешь? Столько переживаний в ее голосе даже для меня было удивлением. Все в порядке, прав. Внезапно, мою грудную клетку будто что-то сдавило и по ней разразилась боль. Схватившись за нее, я тут же свернулся клубком, от чувства, будто ее разрывали, пытаясь понять, что происходит, я не смог сдержать крик боли, но именно в этот момент я услышал голос. Не будь идиотом Аку, ты думаешь, я позволю тебе гробить себя? Если ты считаешь, что отказ от эмоций тебя осчастливит, то ты глубоко заблуждаешься, поверь тому, кто через это прошел, а теперь поспи до того, как восстановишься и подумай о своем мировоззрении еще раз. Такой угрозы в голосе Курамы я еще ни раз не слышал, но не успел я додумать, как мое сознание поглотила тьма. Кацит, ты что-нибудь узнал о Баку? От него Эвилой уже нет вести слишком долго. С каждым днем я все больше и больше не могла сидеть на месте. Меня просто разрывало от желания рингаться в Канаху и выбить всю информацию, что у них есть. Успокойся. Если Эвилой не вернулась, значит она его нашла и взяла под опеку, а я думаю, ты не будешь сомневаться в ее силе, пока она рядом с пацаном, то ему может угрожать либо Хакаги, либо сотни джанинов, не те, не те, не отправиться на захват демон-лиса, по крайней мере пока что и не забывай, что Канаха до сих пор следит за нами и если они тебя здесь увидят, то у них появится сразу множество вопросов и догадок. Спокойно, сказал Кацит, сидя на полу за маленьким столиком в своем дадзю и попивая из глиняной кружки чай. Ха, прости, просто я очень переживаю за него, у Акуи так жизнь не сахар была, даже после побега из Канохи, а учитывая, что он сейчас испытывает, находясь где-то на территории Страна огня, полностью окруженный врагами, он же еще совсем ребенок. Я уже даже не могла сдерживать подступающие слезы, стоило только одной слезеньке упасть, как за ней пошли десяток других. Ну, ну, я думаю, что он справится, конечно я понимаю, что он сейчас находится на грани и он может сойти с ума, но не забывай, он там не один, у него есть демон лис, что точно не даст паренька в обиду, даже ценой жизни, у него есть тевилой, что уже давно пропиталась симпатией к нему, конечно она пыталась это скрыть, но получалось у нее это скверно, а про его демоненка и говорить не стоит. Эти слова и правда смогли меня немного успокоить, так что я быстро вытерла слезы и быстро одним залпом опустошила рюмку с Саки. Спасибо, мне стало куда легче. Пробуждение было не самое приятное, грудная клетка до сих пор отдавала болью, руки и ноги под бинтами жутко чесались, а голова болела. М-м-м, дерью. Посмотрев своим единственным глазом на своего питомца, что с радостной мордой опиралась передними лапами на кровать, я мог лишь вздохнуть и попытаться встать, опираясь на швабру, что стояла у моей кровати. После чего, я начал медленно ковылять в сторону выхода из пещеры, поскольку после стольких дней сна, мне катастрофически не хватало свежего воздуха и, к моему удивлению, меня даже никто не остановил, хотя здесь, по идее, кроме Эвилы никого и нет. Когда же я вышел на свет и вдохнул чистого воздуха, то тут же услышал голос. Ну как? Пришел в себя? Больше дурные мысли в голову не лезут. Сколько же упрека было в его словах и отчасти я понимаю почему. Все хорошо, теперь все нормально, прости, и что заставил беспокоиться. На пару минут наступила тишина и когда я уже хотел вернуться обратно в пещеру, Курама снова заговорил. Знаешь, я тоже когда-то подумал, что эмоции не нужны, что без них мне будет хорошо и мне не надо будет о чем-то беспокоиться. В итоге поначалу и правда все было так, но пойми, рано или поздно в тебе что-то проснется, неважно, как и при каких обстоятельствах, но это произойдет, на секунду возникло молчание. И в тебе тоже проснулась, да? Да, во мне пробудил их восьмихвостый. Гюки, он на тот момент был единственным, с кем я мог разговаривать, но у нас тогда была ссора, которая переросла в драку и когда мы закончили, Гюки, весь израненный, посмотрел на меня и сказал, взгляни на кого ты теперь похож. И во мне будто щелкнуло что-то, я посмотрел на себя и правда ужаснулся, это был первый раз, когда мне было страшно, страшно от того, каким чудовищем я стал, я уже не был курамы или девятихвостым лисом, я был просто бесчувственным куском чакры, который был покрыт кровью и кишками с лап до морды и когда я уже хотел исправить хоть что-то, то было слишком поздно, и как видишь, даже сотни лет спустя, мое прозвище демон лиса и отношение людей ко мне не изменилось, меня до сих пор боятся, так что прошу тебя, никогда не отбрасывай свои эмоции, неважно какие они, гнев, радость, печаль или сожаление, принимай их такими, какие они есть. Его слова и правда заставили меня задуматься о многом. Вспоминая Цунаде и Ви, я чувствовал, что не хотел бы их потерять или же как-то отстраниться от них. Аку! Какого хрену ты здесь делаешь? Быстро в кровать! Сзади внезапно раздался крик Иви, которая стояла в взъерошенной позе с гневом, смотря на меня. Прости, я просто решил подышать свежим воздухом. И развернувшись, я медленно поковылял обратно к себе в комнату, мысленно жалуясь на постоянный зуд из-за мазей. Семь дней спустя, сдвинув корпус в бок и переставив левую ногу в сторону, я пропустил мимо себя куной, после чего пригнувшись пропустил над головой ногу девушки, тут же контратакуя свой интонта, одновременно с этим делая подсечку, но ни одна из и так не достигла цели, Иви просто высоким прыжком вышла из радиуса моей атаки и приземлилась на ветку дерева. «Неплохо, раны твои уже почти полностью зажили, но в шрамы, я думаю, будут сходить довольно долго», сказал Иви, элегантно спрыгнув с ветки. «Шрамы? Дерево, у меня и правда всё так плохо с телом». «Да, тело. Всё в ожогах. Половина лица. В ожогах. Неприятно». Представив примерно свой облик, меня передёрнуло. «Хватит лицо кривить, давай пройдёмся по техникам. Для начала попробуй создать как можно больше своих клыков из адского пламени, а потом пойдёмся и по чакре». Кивнув, я сложил руки для большей концентрации и начал создавать свою технику. «Сначала один кунный, потом второй и наконец-то еле сдерживая контроль, я смог создать третий клык, после чего они тут же сорвались в разные стороны, образуя три столба пламени, которые я тут же приказал потушить дерево. Отлично, как вижу, твой контроль слегка вырос и теперь техника потребляет где-то на 10% меньше энергии, а теперь перейдем к чакре». Отдышавшись, я снова встал в стойку и сложив пять печати создал две токсичные стрелы, сразу же отправляя их в два дерева, что при прикосновении со стрелой за несколько секунд превратились в мутную грязно-зелёную жижу. Твои техники из чакры тоже стали сильнее, но тебе сильно не хватает разнообразия, что ставит тебя в совсем невыгодное положение, ибо с тремя техниками, одна из которых является самоубийственной, ты далеко не уйдёшь, но тебя спасает только то, что твой тип чакры не так легко контратаковать, ибо огонь превратит твой яд в ядовитый туман, вода в волну отравы, земля расплавится об твоей технике, а молния либо повторит судьбу огня, либо просто не защитит, как-то так. Ладно, с этим мы разобрались, а теперь попробуй создать адское пламя второй стадии. Я не умею. Как его создать? Я хоть и знал, что уже могу его использовать, но у меня даже мысли не было, как это сделать. Я научу. Для начала собери достаточно много иной энергии, можно сказать, в одни кубок, после чего попытайся протолкнуть этот клубок в ядро, пытаясь его не разрушить и если все получилось, то можешь начинать как на первой стадии создавать огонь. Этот клубок будет работать, можно сказать, как фильтр, то он есть. Твое демоническое ядро уже является фильтром, который трансформирует энергию в адское пламя, а проталкивая кубок, ты, можно сказать, концентрируешь это пламя и создаешь второй фильтр в твоем ядре и в результате их наслоения друг на друга концентрация пламени растет. Впоследствии ты сможешь достигнуть третьей стадии и там такой же принцип, как и со второй, только для этого тебе нужно увеличить свое демоническое ядро, чтобы ты смог пропихнуть в него третий фильтр, что будет больше прошлого. После пояснений, я наконец-то начал пробовать создать это самое пламя, но сколько бы я ни трудился, оно у меня так и не получалось, каждый раз, как я пробовал создать этот клубок из энергии и просунуть его в свое ядро, то он тут же распадался и в итоге после многих попыток, когда я полностью опустошил себя, я решил отложить практику и перейти на теорию. А как мне увеличить это демоническое ядро, ведь если я его увеличу, то мне будет проще его создавать? Задал я вполне разумный вопрос. Твой фамильяр связан с твоим ядром и когда ты его отзываешь, он перемещается внутрь него, поэтому можно сказать, что Дерриер есть твой ключ к развитию. Развивай ее, и она будет развивать тебя. Задумавшись на минуту, я смог усвоить всю информацию, но вопросов только прибавилось. Тогда почему я могу перемещать в него свое сознание и раз ты говоришь, что Дерриер связана с моим ядром, то получается, когда она использует пламя, то она питалась от моего ядра. Насчет первого вопроса, то здесь все просто, ты являешься хоть и неполноценным, но демоном и у тебя, как и у любого демона есть, как бы это назвать, точно, домен, у тебя есть своеобразный домен, но только он очень маленький и можно сказать не имеет физической формы, то есть если у богов, как говорится, есть домены, которые представляют собой целые миры, в которых они могут переносить свое тело и переносить туда вещи, то твой домен, это маленький каменатушка, в которую ты можешь переносить свое сознание, а насчет второго вопроса, то нет. Дерриер, находясь в твоем домене, собирает излишки твоей энергии в своем теле и после выпускает ее, но если надо, то она может взять столько, сколько ты разрешишь, без твоего слова, она не может что-то оттуда взять. Больше вопросов нет? Все это меня очень заинтересовало, но более подробный расспрос я решил пока что оставить на потом и узнать куда более важную вещь. Что мы будем делать дальше? Задал я последний интересующий меня вопрос. Хм, честно говоря, я даже не знаю, возвращаться домой нам нельзя, а в стране огня нам тем более места нет, страна волн тоже отпала, поскольку она полностью набита очахами. В страну дождя я сама не хочу идти, да и делать нам там нечего и на выбор остается либо страна ветра, либо страна молнии. Пожав плечами, сказала она и уселась на землю, явно ожидая моего слова. Хм, деревни скрытого песка или деревни скрытого облака? Райкаги или Казикаги, кто из них меньшая мразь и у кого я не буду убит или порабощен в первый же день? Начиная крысть ногти, по привычке, что сформировалось у меня несколько лет назад во время обучения у Цунади, я пытался решить, куда же мне отправиться. Скрытый песок, я слышал, что их дженчурики почти полностью безумны и не поддаются контролю, значит ко мне там будет отношение скорее всего еще хуже, а в деревне скрытого облака мне Цуна говорила, что один из дженчурики дружит со своим хвостатым зверем. Восьмихвостым гюки, но насчет второго я ничего не знаю. Это плохо. Подведя итог своим мыслям, я кивнул самому себе и встав с земли сказал, решено, отправляемся в скрытое облако. Уловив краем глаза легкую улыбку, иви, я тут же отправился собирать вещи в поход. На сборы вещи и уборку комнат, в которых мы жили, ушло всего пару часов, так что к полудню мы уже смогли отправиться. Эви, меня все никак не отпускает вопрос, кто этот твой знакомый, что у него есть куча тайников по всей стране огня. Поправив рюкзак на своем плече, она повернулась и ответила, тебе лучше не видеться с ним, я хоть с ним и хорошо знакома и не могу его назвать отвратительным человеком, но вот то, что он безумен, это факт. Он ученый и что он будет делать, когда увидит тебя, я не знаю, поэтому если мы встретимся с ним, то даже не вздумает от меня отходить ни на шаг, понял? Так и не получив ответ на свой вопрос, я слегка кивнул в знак согласия, и мы продолжили идти в тишине. Так наш путь продолжался до самого вечера, пока мы не дошли до очередного поселения, для того, чтобы пополнить припасы. Аку, сиди здесь и не высовывайся, как в прошлый раз, если кого-то увидишь, то просто спрячься, ты меня понял? Нависнув надо мной и сверлял угрожающим взглядом, сказала моя спутница. Да, я понял, я никуда не уйду. И бросив напоследок подозрительный взгляд, она умчалась в сторону селений. Т.Ц, будто у меня в тот момент был выбор. Буркнув, я решил пока заняться костром, поэтому скинув рюкзак, я стал собирать разные палки и щепки. У тебя он был, ты сам это знаешь. Послышался сонный голос Курамы. Убить их. Возможно, но я чувствую, что, тогда бы я был в куда более плохом состоянии. В более плохом? В его голосе звучал интерес. Да, я хоть и хочу уничтожить деревню, но я также понимаю, что не остановлюсь на этом. Пока живы такие ублюдки, как Хакаги, Хатаки, Сакура, то я не смогу остановиться, но я также чувствую, что буду недоволен их обычной смертью. Ты ведь вместе со мной читал те рассказы, где главный герой наконец-то добивался месть из-за своих близких или что-то подобное, но в конце он всегда оставался опустошенным, поэтому я сделал из этого вывод, что месть должна быть такой, чтобы она успела мне надоесть, чтобы я, смотря на своих переломанных, пережеванных и полностью сгоревших, но еще живых врагов, чувствовал скуку и долю сожалений и только тогда я смогу оборвать их жизнь, полностью насытившись местью. Собрав достаточно хвороста и выложив из камней маленький круг, я пытался добыть огонь, при этом не отвлекаясь от своего диалога с лисом. Ох, Цунади, как ты умудрилась, помогая Аку с его чувствами, превратить его в садиста. Притворно негодовал лис, я бы даже сказал, что слишком притворно. А ты, я погляжу, не слишком расстроен этим. Почему? Ха, Аку, мое отношение к тебе видимо тебя же и запутало, поэтому скажу только один раз. Ты для меня как сын, никто для меня так не близко, как ты, даже твоя сестра и только к тебе я отношусь с такой теплотой, все остальные же люди на данный момент для меня не больше, чем корм. Стоп, что? Ты сказал, у меня есть сестра? Я не сразу понял, о чем говорил Курама, но когда до меня дошло, я не смог сдержать себя. На минуту повисло молчание, я пытался еще раз задать вопрос, но ответа не последовало и только через несколько минут, я услышал тихий голос с лиса. Неважно, забудь, что я сказал. В его голосе чувствовалась неуверенность и меня начал пробирать гнев. Курама, отвечай, что ты скрываешь? Именно в этот момент высеченная из камня скры подпалила сухую траву и осветила маленький кусочек темного леса. Я тебе сказал забыть об этом, тебе не нужно. Заткнись. Хватит от меня все утаивать, хватит мне врать, вы думаете, что если я не буду знать правду, то так мне будет легче, но разве вы не понимаете, что, скрывая правду, вы делаете только хуже? Никто мне не хотел говорить, почему меня ненавидят, поэтому я 10 лет терпел издевательство, даже не зная причину, хватит мне лгать и отвечая все, что ты о ней знаешь. В конце мой голос слегка дрогнул. Аку, прости, ты прав, если я буду скрывать от тебя твою жродню, то ни о каком доверении может быть речь. Прости меня, я расскажу. Видишь ли, у твоей матери Мита сначала была дочь, которая потом родила Цунади, но после смерти Хаширомы она женилась на четвертом Хакаге, от которого она родила двоих детей, сначала твою состру Кушину, а после тебя. Но почему ты скрывал это? Я никак не мог понять его мысли на этот счет. Потому что Кушина ненавидит тебя, наверное, больше всех в этой проклятой деревне, из-за твоей репутации и из-за того, что она была твоим родственником, над ней тоже издевались, но не так сильно, как над тобой. И в какой-то момент ее это окончательно доконало, поэтому она попыталась тебя убить прямо посреди деревни, чтобы доказать, что она не монстр и стать можно сказать героем деревни. Только вот ее остановили, а тебя с огромным трудом вытащили с того света, но зато после этого издевательства над ней прекратили. Но вот ее ненависть к тебе осталась все такой же, в этом я не сомневаюсь. Услышанное меня не удивило, конечно, то, что у меня есть сестра, я не ожидал, но вот ее история до крайности банальна. Хм, получается, у меня теперь есть еще один человек, которому я обязана отомстить и докурам и не говори ничего, ибо мне все равно, кто она, сестра, соклановец или кто-то еще. Она попыталась меня убить и за это я отомщу ей, мне все равно виноват я в этом или виноват кто-то другой. Сверкнув алыми зрачками и сжав до скрипа свои зубы, я процедил. Я отомщу. Проснувшись, я быстро принял сидячее положение. Что? Открыв же глаза, я увидел лишь темноту. Было такое ощущение, будто я попал в бездну и это явно не было похоже на лес, в котором я уснул после разговора с курамой. Курама? Ты меня слышишь? Курама. Но в ответ была лишь тишина, тогда я попробовал дозваться до Дере и к моему счастью она ответила. Хозяин? Где мы? В ее голосе слышалось непонимание и беспокойство. Значит, она тоже не знает. Но раз она отвечает мне и не материализуется, значит, я нахожусь в реальном мире, а не в домене. Получается, меня опять похитили. Это вызвало у меня легкую панику, но я смог ее быстро подавить. Это не первый раз, когда меня похищают, да и пока что неизвестно, кто это сделал, так что рано делать выводы. Слушая ритмичные звуки капель воды, что падали с поэтолка на пол и чувствуя легкий ветер, я примерно понял, что нахожусь глубоко в пещере, причем скорее всего природной, а не как в тех тайниках в другой. Как раз в этот момент послышался звук ключей и через секунду железная дверь, что оказывается находилась в другом конце комнаты от меня, со скрипом открылась, впуская совсем капельку света от факела внутрь. Посмотрев же на выход, я призвал Дере, и она тут же встала на мою защиту, грозно рычая, готовясь к атаке, отчего ее грудь начала светиться красным. «Вы проснулись?» раздался очень спокойный, но приглушенный из-за маски мужской голос. «Кто ты? Ты не сильно похож на ниндзя из этой проклятой деревни». Когда я заговорил, он слегка дернулся, то ли от страха, то ли от предвкушения, но как я и сказал, он и правда не был похож на когото из деревни и хоть я мало что мог разглядеть, но даже по его силуэту было видно огромное различие в одежде. Существо, скрытое во тьме. Откроет два кровавых глаза и понесет он гибель по местам, где будет нога его ступать, ибо за ним сидит само чудовище, что оберегает это существо, а перед ним сидит демон, что исполняет волю его и карает всех неугодных ему. Так гласит одно из наших предсказаний и кажется, она наконец-то сбылась. Пропев это, он достал маленькое зеркало, этот человек направил его на меня, позволяя увидеть себя в отражении. Точнее два кровавых красных глаза, что смотрели из темноты на меня, пока передо мной стояло дерево, грозно рыча искались на этого человека. Я не до конца понимаю. Что за предсказание, и кто ты такой? Зайдя на конец-то в комнату, он убрал зеркало в карман, после чего, сведя ноги вместе и слегка поклонившись, сказал. Мое имя Джек или как меня зовут? Джек из тени. Я глава культа, что поклоняется девятихвостому чудовищу, что находится в вас, приятно познакомиться. Прошу, пройдемте со мной. Здесь вам никто не навредит. Последняя фраза была сказана с улыбкой, которую, я хоть и не видел из-за маски, но по голосу это было хорошо понятно. Все это вызывало сомнение и произойдя это неделю назад, я бы скорее всего опять запаниковал, но Кураму мне помог немного прочистить голову и сейчас я понимаю, что перед культистами, особенно если ты являешься их целью, поклонение нельзя проявлять страх, хотя не факт, что он говорит правду, но и доказать я это сейчас не могу, так что остается пока что только одно. Поднявшись с пола, я спокойно прошел мимо Джека и направился на выход. Он же, быстро закрыв дверь, направился за мной, рассказывая. Мы давно следили за вами, но не были уверены, что вы именно тот, о ком говорилось в предсказании, но когда пошел слух, что по стороне огня ходит человек с чудовищем внутри, а вместе с ним какой-то демон, то мы окончательно убедились в том, что это вы. Мы хотели еще тогда вас привезти сюда, но ваша спутница помешала этому. Поэтому мы начали еще усерднее за вами наблюдать. И в итоге похитили без моего разрешения. Злобно выплюнул я эти слова, не поворачиваясь к Джеку. Все это лишь для вашего блага. Вы ведь хотите отомстить той деревне так. Но при этом, находясь рядом с той девушкой уже столько времени, вы не смогли стать сильней, а лишь погружались в свои мысли и приходили к неправильным выводам. Мы же вам поможем. Если согласитесь возглавить нас, то все это место будет принадлежать вам, все люди здесь будут также принадлежать вам, все знания, что у нас есть будут в вашей власти. Он чуть ли не пел, рассказывая это мне. Но что будет, если я откажусь, а что ты хочешь, чтобы я сделал, являясь вашим Богом? На самом деле его предложение меня и правда заинтересовало, но я пока не торопился его принимать. Все, что я хочу, так это, чтобы вы вели нас вперед за собой. Я вижу по вашим глазам, что у вас огромные амбиции и поэтому я уверен, что когда-нибудь мы будем поклоняться вам не как Богу, а будем поклоняться настоящему Богу. Это то, чего мы все хотим. А насчет второго вопроса, то ваш отказ будет значить, что мы не достойны этого и тогда мы сделаем все возможное, чтобы вы изменили свое решение. В его глазах плясало безумие, но при этом в нем чувствовалось так же то, что он знает, о чем говорит, что он думает, что говорит, так что его нельзя назвать безумцем. Тогда последний вопрос. Откуда появилось это предсказание и разве пророки существуют? Подойдя к еще одной двери, мы встали лицом к лицу около нее, и я наконец-то смог его нормально рассмотреть. Железные, черные поныжи вместе с такого же цвета кожаной курткой смотрелись на нем довольно гармонично и при этом внушающе, а маски на его груди и лице могли внушить настоящий страх. Они выглядели потрепанными, оттого и довольно древними, а узоры из крови на них добавляли им еще большей таинственности, а заканчивал его образ таинственного и сильного человека длинный, потрепанный, красный плащ с капюшоном, что был накинутый на его голову, сам же плащ спускался с его плеч до самого пола. Опустив голову и посмотрев на меня, он сказал, «В районе тысячи лет назад прародитель нашего культа смог коснуться драконей жилы и увидеть будущее, и хоть мы мало знаем о том, что он там увидел, но после увиденного он загорелся идеей нового бога и не такого как бог Шиноби, а чугато большего, истинного бога, ибо он узрел его силу и его могущество и создал во имя него культ, чтобы, когда он появился, мы смогли помочь ему и встать под его крыло как верные последователи. Я не очень понял, что такое драконей жило, но саму суть я уловил их религии и я смог понять. Они просто хотят вместо уничтожения этого бога заранее, наоборот, помочь ему расцвести и стать его верными подданными, получив силу, власть и богатство. Что же, пора вам познакомиться со своими слугами, сейчас их немного осталось, ибо прошло слишком много времени с момента создания культа и большинство утратило свою веру, но со временем, я уверен, вы сможете привлечь к себе больше людей, и не только их. Прошу вас. Издав легкий смешок и толкнув дверь, я вошел внутрь. Передо мной открылся огромный зал, что был вырезан из камня в полости пещеры. Всюду были вырезаны огромные колонны из татуи, показывающих разных людей, а пол и стены были разукрашены огромным количеством рисунков, также на стенах висели знамена, которых я никогда не видел. Джек подошел и слегка потолкнув в спину направился вперед к каменному трону. Повернув же голову в другую сторону от трона, я увидел чуть больше 20 человек, что были одеты в черные балахоны, что стояли в 4 ряда. Всев же на трон, я посмотрел на Джека, что уже стоял передо мной и смотрел на людей. Друзья мои, как и было предсказано, наш Спаситель явился к нам и готов принять нас под свое крыло и направить на верный путь. Торжественно объявил он, разведя руки в стороны и даже не пытаясь скрыть веселые нотки в своем голосе, а толпа в это время начала двигаться. Переложив правую руку к сердцу и встав на одно колено, они прокричали в один голос. Слава Спасителю! Они повторяли это снова и снова, отчего казалось, что знамена начинали развиваться, а огонь в чашах разгорался и вздымался ввысь. Джек опустил руки и вместе с этим вся толпа замолкла, начиная с предвкушением смотреть в нашу сторону. У некоторых из них шли слезы, а у некоторых была невероятная улыбка. Они были по-настоящему счастливы. Теперь я передаю слово нашему Спасителю. Прошу вас! Сделав шаг в сторону, он протянул руку в сторону толпы и легонько поклонился. Похоже, это не обман. Все слишком натурально. Ладно, надо собраться, сейчас не время погружаться в свои мысли. Встав в струны и подойдя к краю платформы, что возвышалась над остальным залом, я положил руку на голову Дере для успокоения и начал говорить все то, что приходило в голову. Вы зовете меня своим Спасителем, но сейчас я точно не могу так называться. Вы ждали тысячу лет моего прихода, но сейчас я ничего не могу сделать для вашей защиты. На данный момент я не больше, чем ребенок, над которым посмеялась жизнь. Но вы можете это исправить. Я вижу, что вы не сможете никогда стать кем-то поистине великим и значительным, да вы и сами это понимаете. Вы никогда не обретете огромную силу, чтобы решать свою судьбу, но вы можете помочь обрести ее мне, чтобы когда пришло время, я смог дать вам то, чего вы никогда не сможете взять сейчас. Денег, власти, женщин и мужчин, в конце концов выбор, но главное, если вы поможете мне стать тем, кем мне предначертано, вы получите мое благословление и мое снисхождение, а оно будет стоить куда дороже всего перечисленного, уж это я обещаю. Закончив речь, я потянулся к своему ядру. Я должен был показать, что это не просто слово. Выпустив адское пламя, я начал формировать у себя за спиной крылья, а над голый обруч, что горел ярко красным пламенем. Это был просто огонь, это не имело каких-то плюсов, оно, воборот, затрачивало слишком много внимания и энергии, это была обычная показуха, но именно это сейчас и нужно было, и это было эффектно и сразу же произвело нужный эффект. Слава Спасителю! Слава Спасителю! Слава Спасителю! Кричали они еще громче, чем в прошлый раз в то время, как я, сев обратно на трону, скормив огонь деревья, пытался прийти в себя. После всего этого, начался праздник в то время, как я, взяв с собой Джека, решил подобрать себе комнату, а также расспросить его о культе и данном месте. И второе сейчас было важнее всего. Хотите узнать, где что находиться? Тогда я проведу вам экскурсию. Ступайте за мной! После чего мы начали наш обход. Все это подземелье делится на два уровня. На первом находится, можно сказать, общежитие. Там отдыхают, работают и едят все ваши последователи, так что он не представляет сильный интерес. А вот мы находимся на втором этаже. На нем расположены ваши покои, кухня, камеры, заключения. Ваши покои находиться за дверью, что находиться с другой стороны. Как мы вошли в зал в первый раз, я уверен, вам они понравятся. Кухня и камеры расположены за главным входом в зал. Проходя по коридорам, он довольно быстро показал мне все необходимое, после чего мы направились к камерам, в которых, к моему удивлению, были узники. Кто это? Спросил я, смотря на несколько человек, что находились в камерах. Они были очень грязными в каких-то обрывках вместо одежды, а глаза выражали печаль и страх. Это можно сказать мой маленький подарок вам. Что думаете? Вам их жалко? Слегка нагнувшись спросил Джек, держа руки в замке за спиной. Его явно интересовали эти вопросы, отчего яхитство в его глазах, только росло. Жалко. Почему мне должно быть их жалко? Здесь тепло и они не мерзнут, они питаются хорошей едой, а спят на довольно мягкой траве. Говорил я, смотря на железную тарелку, в которых были маленькие кусочки какой-то каши и крошки от хлеба. Да и как я вижу, их не сильно той бьют, на их телах почти нету шрамов. Они чувствуют себя здесь прекрасно, разве нет? Посмотрев на него, я наткнулся на его непонимающий взгляд. Видимо, он ждал от меня другого ответа. Хм, интересно, очень интересно. Вы называете такую еду вкусной, хотя любой бы бездомный, назвал это помаями, а не едой. Почему? Все ехидство куда-то ушло, а на его место пришел интерес, интерес ученого. Осмотревшись, я резко сорвался с места и рванул к одной из пустующей камер, где сидела крыса. Схватив ее под громкий писк, я вернулся к одной из камер и подозвав молодого парня, протянул ему эту крысу. Съешь ее. Что? Эн, ну как я ее приготовлю? Держа грозу на двумя руками, он с ужасом смотрел на меня. Меня же в это время раздирали воспоминания. Я будто заново проживал все эти дни в своей халупе. Никак, просто откуйся кусок и проглоти. Мой неморгающий, полупустой взгляд вертикальных зрачков пристально смотрел на заключенного, отчего он еще больше начинал бояться. Немного помявшись, он неуверенно поднес крысу к своему рту и резко сомкнув зубы, вырвал кусок плоти с шерстью и грозуна, но долго продержать это во рту, он не смог и его стошнило. Скажи, что вкуснее, то, что ты ешь обычно здесь, или эта крыса? То, что я ем здесь. Оно вкуснее. Вытирая рот, пробормотал он. Отойдя от камеры, я повернулся к Джеку и сказал. Тебя устроит такой ответ? Он молча смотрел на меня несколько секунд, после чего залился смехом. Да, благодарю вас, вы полностью утолили мой интерес. Закончив на этом, он отвел меня в мою комнату, где я быстро лег спать, даже не удосужившись осмотреть ее. Я слишком устал за сегодня. Ну и почему ты не отвечал мне? Стоя перед клеткой Курамы, я со злобой всматривался в его эхидные красные глаза. Я уже успел отдохнуть и прийти в себя после вчерашнего, поэтому я решил навестить его и спросить напрямую, почему он молчал все это время, а в печать я проник так же, как и в свой домен, то есть грубо говоря погрузил сознание внутрь себя. Аку, мы оба знаем, что я могу и буду вечно тебя оберегать до самой смерти, но так же я чувствую, что должен заняться воспитываем тебя, раз больше некому этого сделать. Научить тебя самостоятельности и трезвому мышлению, чтобы тобой не могли руководить все подряд, это мой долг. Разве ты не согласен? Если бы я постоянно давал тебе ответы, то, когда вырастешь, ты сможешь их найти сам. Вряд ли, ты бы до самой смерти спрашивал все у меня и без моего слова боялся бы и шагу ступить, а если нам придется когда-то расстаться? По глазам вижу, что ты понимаешь, к чему я веду. Он был прав, я не отрицал этого, хоть и очень хотелось, но жизнь и правда могла повернуться по-разному и вечно полагаться на него, я не мог. На пару минут в помещении повисла тишина, Курам и дал мне спокойно обдумать сказанное. Ха, ладно, проехали, думаю тебе просто нужно больше времени, чтобы это понять, ты лучше скажи, что думаешь насчет всего этого. Он не обозначил точно вопрос, но я сразу понял о чем он. Не знаю, это выглядит как невероятная возможность, но при этом она всем видом показывает, что это ловушка. Мне по факту скинули гору золота на голову и с улыбкой сказали, что она теперь полностью моя. С улыбкой Джека, а его улыбка явно не предвещает ничего хорошего. В моей голове беспрерывно повторялся этот день, который я анализировал и пытался прийти хоть к какому-то выводу. Да, я согласен с тобой, Джек крайне подозрителен и неизвестен, но вот твои теперь последователи, они были искренне, поверь, я повидал в жизни много культистов и фанатиков, и все они имели именно такие лица, лица полной надежды, восхваления, любви. Особенно после того, как ты устроил то шоу, их лица стали еще более фанатичными. То он есть. Да, я с полной уверенностью могу сказать, что они тебе пока что верно и будут выполнять твои приказы, но вот Джек не вызывает доверие, хотя мне кажется, что он не сильно от них отличается, разница только в том, что он готов стоять только на ступеньку ниже Бога, ни ниже. На его морде была видна сильная задумчивость, а хвосты, то и дело метались из стороны в сторону. Ясно. Тогда пока есть возможность, надо получше узнать Джека и стать как можно сильнее, после чего смотреть по ситуации. Прояви остальных пока что придется забыть. Я развернулся и уже собирался уходить, но Курам на меня остановил. Аку, ты ведь не хочешь этого, правда? Ты полюбил их и возможно даже признал их своей семьей. Так зачем тебе тогда снова отдаляться от них? Его голос был крайне серьезен, он явно пытался спровоцировать меня, чтобы я наконец-то дал ему ответ, но главное он хотел, чтобы я дал ответ сам себе, на этот терзающий меня вопрос. Потому что, так надо. Это путь, по которому я решил пойти. Я мог бы забыть это все и сбежать. Остаться с ним и медленно наращивать силу, но Курама. Разве так будет правильно? Разве я буду этим доволен? Мое тело покрыто шрамами, душа отравлена, а чакра мутировала до такой степени, что я без своего умения контролировать ее, не то чтобы коснуться, я бы даже подойти никому не смог. И самое главное, я ведь даже уже не человек. Я стал исключением для этого мира. Не демон, не человек, не хвостатый зверь. Так ответь мне тогда, такая ли судьба у меня должна быть? Такую ли судьбу я могу для себя выбрать? По глазам побежала влага. Слегка повернув голову, я посмотрел в эти огненно-красные глаза, что выражали такую же печаль, как и мои, я будто смотрел в зеркало. Можешь. Ты можешь, Аку. Он слегка улыбнулся, заставив меня повторить его улыбку. Но я этого не хочу, я не хочу просто прятаться где-то под землей и каждый день бояться, что меня найдут. И даже если я смогу так накопить достаточно силы убить всех их, этот страх не пропадет, он навечно въестся в мою душу и тело. Лучше уж тогда стать монстром, коим меня и окрестили подкусывать им головы, под их крики. Главная проблема в том, что чем дальше я буду идти по выбранному пути, тем более извращенной будет моя любовь и мои желания. И я уверен, когда-нибудь настанет момент и я поставлю цунадисови перед выбором. Пусть они сами тогда решат. Являются ли они моей семьей, или же они будут такими же, как и кукаши? «Ладно, сейчас мне надо забыть об этом и сосредоточиться над другом». И с этими словами я растворился из комнаты, оставив Лиса снова одного со своими мыслями. «Ты вырос, Аку. Ты вырос, и наконец ты знаешь, чего ты хочешь, а значит у тебя точно все получится, а я если что поддержу тебя». На его пасти заиграла довольная ухмылка. Одев новую одежду и взяв оружие, что представляло из себя обычную тантос с черным лезвием, что подготовил для меня Джек, я направился в столовую, где он меня уже ждал. «Доброе утро!» «Как спалось?» Развалившись на стуле, он слегка покачивался из стороны в сторону на двух ножках стула, держа в руках одну из массок со своей груди и пристально всматриваясь в нее. На столе же уже стоял завтрак в виде яичницы и бекона вместе с куском белого хлеба. «Нормально!» Быстро сев и принявшись за еду, я начал иногда бросал на него взгляд, но он все так же продолжал смотреть на свою маску, не обращая на меня внимания. «У вас же есть ко мне вопрос и я прав?» «Тогда спрашивайте, все-таки вы здесь главный ха-ха!» Это звучало как шутка, но я решил пока что проигнорировать это. «У меня много вопросов!» Начиная от того, кто ты такой и какого названия этого культа и заканчивая тем, что такое драка не жила, про которую ты говорил вчера. Так что просто расскажи мне все!» На секунду замолчав, он хмыкнул и встав со стула начал рассказ. «Что же, с чего бы мне начать?» «Хм, начну, пожалуй, с того, откуда я. Понимаете ли, вы не одни на этой планете, вы живете на маленьком континенте, что омывается морем с четырех сторон и ваш материк довольно закрытый от внешнего мира разными штормами и катаклизмами, отчего к вам никто и не суются, другим это невыгодно, но вот некоторые, такие как я готов иногда рискнуть и попробовать пробраться сюда именно поэтому, моя одежда и речь так непривычны для вас. Можно сказать, я из другого мира и если вы приглядитесь к моему подарку в темницах, то вы заметите некоторые различия между вами, но думаю о других континентах вам пока рановато знать, вам сначала надо разобраться с этим. В культ восхода же, а именно так он называется, я можно сказать, пришел по приглашению от прошлого главы. Вот такие вот дела. А насчет драконьей жилы, то эту информацию вы найдете в книгах, что хранятся здесь. У вас еще есть вопросы? Ты очень много недоговариваешь, и как я понимаю, ты ни за что не расскажешь все, пока не посчитаешь нужным. Увидев легкий кивок, я решил спросить, что мне делать дальше? Зачем мне эти пленники? Что ты предлагаешь с ними делать? Откусив кусок хлеба и подцепив яичницу, я закинул это в рот. Это было невероятно вкусно, отчего хотелось закрыть глаза и тихо наслаждаться ею. Ну, вы можете скормить их своему питомцу, а можете и пустить на эксперименты, вы кажетесь довольно умным, хоть и являетесь ребенком, а можете и подчинить их, я уверен, вы сможете это сделать. Они полностью в вашем распоряжении, так что можете делать с ними все, что пожелаете. Главное, не отпускайте из ха-ха. Все это он сопровождал легкой ходьбой вокруг стола и сильной жестикуляции и рок, будто дирижер, что говорил, какую ноту сыграть своему оркестру следующий. Ясно. Пока что я узнал достаточно, а больше ты мне и не расскажешь. Тогда теперь слушай мой приказ. Собери половину имеющихся последователей, то он есть 10 человек и пусть они пройдутся по всем известным людям, что покинули культ и скажут, что их спаситель появился и пророчество начало сбываться. Ты же заведи книгу и записывай туда всех предателей. Вторая же половина пусть займется агитацией людей в маленьких селах и деревнях как можно дальше от стран огня, пусть агитируют детей и ищут тех, кто может использовать чакру, после чего выбери из имеющихся последователей тех, кто способен их обучить бою и использованию чакры. Кстати, забыл вчера спросить, где мы сейчас находимся. Отложив пустую тарелку, я встал из-за стола и направился на выход вместе с Джеком. Я понял ваш приказ и сейчас же им займусь, а насчет вашего вопроса, то мы находимся в стране Ами, что граничит страной огня. Сказал он, после чего мы разошлись в разные стороны, он в казармы на первый этаж, а я направился к тюремным камерам, чтобы решить судьбу пленников. Зайдя же снова в эти затхлые помещения, я повнимательнее осмотрел всех пленников. Их было всего трое, что сидели в соседних камерах. Первым был вчерашний паренек. На вид ему было лет 20 и сейчас он валялся в углу камеры и скулил. Неужели отравился? Он же всего один раз укусил. Пройдя дальше, я посмотрел на двух других пленников, что являлись девушками и сидели они уже в больших железных кандалах. Одна из них была блондинкой и как Джек и говорил отличалась от меня. Разрез глаз, формы лица, более бледный оттенок кожи и они еще много черт, явно говорила о том, что она не из этих мест. Вторая же девушка имела волосы платинового цвета и голубые глаза. Все они были облеплены грязью и замотаны в какие-то рваные тряпки, так что больше о них сказать было сложно. Ну и что мне с ними делать? Не отпустить же. Хотя и пользы я пока от них не вижу. Поломав голову, я так ничего и не придумал и уже собирался уйти, но внезапно я услышал голос Дере. Хозяин Парень Вкусный Много энергии Хочу Меня удивила ее реакция на него, но присмотревшись я тоже заметил, что он имел довольно много ин энергии, по сравнению с другими людьми, но со мной ему точно не сравнится. В то время пока у него был запас ин энергии, где-то в 3-4 раза больше, чем у обычного человека и в 2 раза больше, чем у обычного Шиноби, у меня было в 10 раз больше, чем у него. Ну, раз хочешь, то тогда с него и начнем, я все равно не знаю, что с ними делать. Призывав Дере и открыв клетку, ключом, что еще вчера передал мне Джек, я просто отошел в сторону и начал смотреть, как Дере с остроенением начала загрызать паренька. Его крик эхом отражался по всему коридору, искажая его и делая более пугающим, отчего 2 девушки с ужасом вжались в стены и тихо заплакали. Когда же мой питомец закончил со своей едой и немного прибавил в размере, буквально пару миллиметров, я собирался уйти в библиотеку, но тут Дере меня снова остановила. Хозяин. Спасибо. Девушки. Что с ними? Делать? Бегая вокруг меня и лазьтесь, спросила она. Я не знаю, Дере, у тебя есть идеи? Гва, гвардия. Вам нужна. Эта штука. Они сильные. Но СЛ, сломленные. То, как она пыталась с трудом выговорить слово «гвардия» и сломленные меня рассмешила, но выслушав ее предложение, я и правда задумался, что мне не мешало бы иметь несколько людей, что могли бы стать некой элитой моей охраной. Идея и правда неплохая, но я не могу им так просто доверить и подставить свою спину. Нужен какой-то поводок, который не даст им убежать или убить меня. Ломая голову над данной проблемой, я внезапно услышал голос Курамы. Так и в чем проблема? Сам подумай, самый короткий поводок для человека это угроза жизни. Пока его жизнь будет висеть на волоске от смерти, он будет делать что угодно, лишь бы выжить. Так просто помести в печать свою чакру и вживи им ее в тело. Тогда, стоит тебе захотеть, и они тут же умрут. Да и убить они тебя не смогут, ибо твоя смерть будет значить смертью для них. На первое время этого я думаю хватит, а дальше ты уже как-нибудь сам. Это была гениальная идея, поэтому, я решил начать готовиться к ее реализации тут же. Пройдясь по всей базе и найдя на складе несколько бумаг для печати, я засел у себя в комнате и начал делать печать. Она была довольно легкой, ибо там нужен был только маленький накопитель чакры, что отвалится при вживлении, а также хранилище чакры, куда я мог влить свою кислотную чакру и соединяющие элементы, которые я сначала вырисовывал на печати специальными чернилами, благо Цунадя научила меня их делать, а после, благодаря чистой чакре Джика и его мозгам, создавал уже сами элементы печати, которые были способны сдержать мою кислотную чакру, правда голову пришлось поломать знатно. Когда же я закончил их, мне пришла в голову новая идея. Она позволяла мне иметь больший контроль над ними двумя. Я создал еще две печати, что были соединены с первыми двумя. Их я прикреплю к себе и когда подам сигнал, при помощи вливания энергии в печать, то смогу привести в действие печати на их телах и выпустить внутренних либо всю накопленную там чакру, либо же только часть, что причинит им довольно сильную боль в результате химического ожога внутренних органов. Вся эта работа заняла у меня чуть больше суток, поскольку я довольно часто допускала ошибки, из-за чего приходилось все переделывать. Вернувшись к камерам и открыв их, я сказал девушкам. Пошлите, я придумал что с вами делать. Сначала они не сильно торопились, но, когда я призвал Дерри, они сразу начали быстрее перебирать ногами. Ведя их по коридорам темницы, я пытался найти лабораторию, о которой мне говорил Джек и только сделав несколько кругов, я наконец-то смог найти нужную дверь. Внутри же лаборатория представляла из себя маленькое помещение в котором имелся стол для препарирования кучи полок и более мелких столиков, на которых лежали стопки чистых бумаг, склянок и другого барахла. Ча, что ты хочешь с нами сделать? Подала голос блондинка, что со страхом и долей злобы смотрела на меня. Я же просто проигнорировал вопрос и указав на стол сказал «Ложись сюда и оголяй живот». Мои слова видимо их еще больше напугали, отчего у них началась паника. Почему ты все это делаешь? Ты же еще ребенок, ты не должен слушать Джека, он всего лишь мошенник, что хочет сделать из тебя свое оружие. Последние слова очень больно по мне ударили, отчего я слегка дернулся, я хоть и понимал частью сознания, что она просто хочет заставить меня начать сомневаться в нем, но ее слова меня все равно задели. Так ты считаешь меня оружием? Даже не зная меня, ты тоже считаешь меня оружием в чьих-то руках. Из-за того, что я на секунду потерял контроль над чей крой внутри себя, а изнутри меня захватил гнев, вокруг меня тут же вспыхнул зеленый огонь, что начало палять пол разъедать деревянные столы. Я не желал вам зла, но и отпустить я вас не могу, поэтому выбрал лучший для нас всех вариант, но ты все равно продолжаешь меня провоцировать и проявлять такую открытую злобу. Лучше заткнись, иначе операция может пройти для тебя излишне сложно. Ляг. На. Стол. Взяв под контроль огонь, я быстро его затушил и указал рукой на слегка поврежденный, но все еще пригодный для работы стол. Они еще немного постояли, но все-таки с поникшими лицами смелились со своей участью. Блондинка легла на стол, сильно смущаясь, слегка приподняв тряпки, оголила свой плоский живот. Достав из кармана заготовленные печати, я прикрепил одну ей на живот, а вторую себе на обратную сторону ладони, после чего влил в них каплю своей чакры, что тут же начала сжигать бумагу и вплавлять начавшие зеленец чернила в кожу девушки. Ха, па, больно. Держась за живот, она начала извиваться на столе, до тех пор, пока бумага полностью не растворилась, оставив на ее коже лишь красивую зеленую печать, а на моей руке немного измененную, но такого же цвета метку. После этого, я повторил это с другой девушкой и по окончанию процесса смотрел, как две девушки, сев у стенки, держались за свои животы. Я не испытывал сильную боль, скорее легкую чесатку, поэтому мне потребовалось буквально пара минут, чтобы отдохнуть, после чего, я сказал, пошлите, я расскажу ваши обязанности по пути. Черт, Аку, где же ты? Шептала я себе под нос, перескакивая с ветки одного дерева на другое. Прошла уже неделя с того момента, как этот сорванец пропал. Опять. Когда я через несколько часов вернулась из поселения с продуктами, я наткнулась на пустой лагерь и, конечно, я опять начала злиться из-за того, что он убежал, но довольно быстро я заметила одну странность, не дающую мне покоя. Следы. Следы полностью отсутствуют. То есть, он будто никуда и не уходил, а просто исчез. Ни следов боя, ни следов от побега. Ничего. И если первые пару дней из его пропажи я еще сохраняла спокойствие, то сейчас я была в настоящей панике. Он полностью пропал, ни с помощью своего вампирского чутья, ни с помощью чакры, я не смогла его найти. Я даже сделала попытку пробраться в Канаху, но даже там не было его следов. Поэтому отчаявшись, я решила вернуться домой и рассказать об этом господину Кациту, ибо простые скитания вряд ли приведут к какому-то результату. Хм, ясно. Господин Кацит был как обычно спокоен и безмятежен. Он выглядел так, будто его это совсем не волновало, но маленькое удивление и говорил об обратном. Немного подумав, он ответил. Хм, это плохо, если Цуна узнает об этом, то это вызовет проблемы у всех нас. Особенно у Канахи. Я с трудом смог Цуна де заставить проглотить ненависть и не убивать их людей, что следят за нашей деревней, но если его пропажа вскроется, то даже я ее уже не смогу остановить. Сейчас я сидела с опущенной головой. Мне было стыдно от того, что я провалила задание, которое мне поручил господин Кацит и страшно от того, что я потеряла Аку, ведь я довольно сильно успела привязаться к этому малышу. И, и что же делать? Тихо сказала Ю. Я сомневаюсь, что он погиб, ибо по твоему рассказу, на момент пропажи он уже достаточно креп и на конец ты начал работать своей головой, не поддаваясь слишком сильным эмоциям. Да и Лис, я думаю, если что, ему поможет. Так что тебе сейчас лучше немного отдохнуть и отправиться в ближайшие страны, которые находятся рядом с Конохой, и там пора спрашивать о нем у разных темных организаций. Так что ступай и отдохни. И выпив немного чая из чашки, он погрузился в свои мысли, полностью про меня забыв. Да, господин. Поклонилась я, после чего ушла к себе домой, где, немного отдохнув и дождавшись рассвета, быстро покинула деревню, в которой до сих пор можно было заметить слежку и поисковые группы от Конохи. Отрапортовав Хакаги о выполнении очередной миссии Дранго, я отпустил своих учеников, а сам направился домой, где, быстро приготовив себе ужин, сел за стол. Прошло уже пару недель с той стычки с Акуэто девушкой в стране волн. До сих пор вспоминаю тот момент, когда Аку подорвал себя своей же техникой. Неприятное зрелище. Так еще и после этого пришлось разбираться с Забузой, хотя после увиденного он почему-то был не сильно настроен на драку и довольно быстро отступил. Вздохнув и положив в рот кусок ароматного мяса, я посмотрел на календарь. 20 апреля, хм, вроде 24 июня начнется экзамен на звание Чиунина, получается еще два месяца. Ха, геморрно. Устало вздохнув, я продолжил есть. Хм, сами они вряд ли смогут его пройти, поэтому придется заняться их тренировками, особенно тренировками Хайра. Этот парень, конечно, довольно неплох, но по сравнению с Саски и Сакурой, он слишком слаб и довольно труслив. Доев свой ужин, я быстро помыл посуду и после часа чтения своей любимой книги, потушил свет и лег спать, погружаясь в свои кошмары, которые преследуют меня на протяжении почти что всей жизни. Мне как обычно снилась Ирин, ее смерть и обито. Я уже привык к этому кошмару и кроме болезного вздоха это у меня ничего не вызывает, но вот после этого кошмара, последнее время, меня настигает новый. Я вижу в нем окку, вижу, как он кричит от боли и обвиняет меня в его предательстве, пока сам он с трудом стоит на ногах. Его тело полностью покрыто кровью, ожогами, шрамами. Он выглядел будто мертвец, что восстал из мертвых и пришел за своим убийцей, особенно сильно помогал так думать, небо красного цвета и кучей крови у меня под ногами. Я был будто в море, полностью состоящем из крови, оторванных конечностей и плавающих то тут, то там кишок, сердец и мозгов. Это твоя вина. Крикнул он и резко бросился в мою сторону, покрываясь багровым огнем и громко крича «Ха, ха, ха». Резко вскочив с кровати, я тут же сошурил глаза из-за солнца, что светило через шторы. «Аку!» тихо прошептал я, начиная медленно приводить свое дыхание в порядок. Сев за стол в своей столовой, я решил объяснить ситуацию девушкам, что сейчас сидели по другую сторону от меня и с опаской поглядывали в мою сторону. Позвольте объяснить. На ваших животах стоит печать, которая контролируется печатью на моей руке. Я демонстративно поднял руки, показывая им две зеленые печати, на обороте своей ладони. Если я посчитаю ваше поведение неудовлетворительным, то я могу активировать ваши метки в зависимости от моего решения. Вас либо просто обожжет кислотой изнутри, что принесет вам огромную боль, либо же вас полностью растворит, убивая меня медленно и очень мучительно. Так что прошу вас не противиться моим приказом. Насчет же вашей задачи, то вы должны будете помогать мне пока что с разной работой. Помогать мне тренироваться, исследовать библиотеку и тому подобное. Большего от вас пока что не требуется. Есть вопросы? Увидев отрицательное качание головой, я вышел из-за стола и найдя одного из своих людей, что ходили по коридорам, оставил их ему, чтобы он поселил их где-нибудь, ибо сейчас я не хотел больше с ними возиться. Также я попросил его позвать Джека в мою комнату. Ждать же его мне пришлось недолго. Спустя десять минут он постучал в дверь и не дожидаясь разрешения вошел внутрь. Вы хотели меня видеть? Сложив руки за спиной, спросил он. Да. Я разобрался пока что с твоим подарком, но просто так их оставлять нельзя, иначе сбегут, вот я и думаю, что с ними делать. Раскинув руки, я плюхнулся на свою огромную кровать, начиная смотреть в потолок и думаю о сложившейся ситуации. Здесь все просто, у вас есть несколько людей, которые раньше занимались мозголомством. Если дать им время, то они могут любого заставить во что-то поверить. В принципе, последнее время, наш культ жив только благодаря ним. Так что, если хотите, я могу приставить их к этим девушкам. Главное, их пока что не выпускать из подземелья, а то сбегут. Ходя из стороны в сторону, рассказал мне Джек с легким смешком. Хорошо, так и сделай, а теперь расскажи, что там насчет моего поручения. Все идет хорошо. Мы смогли вернуть уже в 13 человек, 10 из которых являются бойцами. Также мы понемногу агитируем ближайшие деревни, но для хоть каких-то результатов нужно время, так что по итогу мы сейчас имеем 33 человека, 13 из которых являются бойцами. Подвел он итог одновременно с тем, как встал посередине комнаты и сомкнув пятки, резко повернулся в мою сторону. 13 человек? Я думаю с этим уже можно работать. Наша пещера довольно хорошо спрятана по заверению Джека, так что, да, надо начинать действовать. Приняв решение, я вскочил с кровати и подхватив свой тунта, одел плащ и направился на выход. Джек, собери всех, кто сейчас есть, в зале, а также приготовь всех бойцов к выходу на свет и последнее, найди мне деревню на границах Канохи с населением не больше 50 человек и главное, чтобы там не было Шиноби. О! Вы решили начать действовать? Я рад. После чего мы вместе вышли и пошли в разные стороны, он в казармы, а я в зал, где спокойно уселся на свой трон, пребывая в раздумьях. Я уже засиделся здесь. Все, что со мной делали последние месяцы, так это просто пенали и ничего больше. Мне нужно тренироваться, нужно становиться сильней. Чем больше я буду сидеть здесь, тем больше я буду бояться этих ублюдков. Надо это прекращать и наконец-то начать мстить им. Дождавшись, пока все соберутся, я встал с трона и посмотрел на них. Большинство из них были побитыми жизнью крестьянами или бойцами, которым не оставалось ничего, кроме как верить во что-то. Мои последователи, прошло всего лишь несколько дней, как я появился и здесь, но вы добились уже хороших успехов. Я горжусь вами, но пришло время, а просто крастили выменивать ресурсы для нашего общего развития. Пришло время забирать их силы у наших врагов и пока что он у нас только один. Страна огня наш единственный пока что враг. Каждый житель, неважно кто, ребенок, старик, мужчина или женщина, все они наши враги. Повторив свой прошлый трюк садским пламенем призвав Дере, что гордо встал и передо мной, я повысил голос. Каждый из них был и будет готов кинуть камень в вашего спасителя, ведь я для них не более чем монстр, что не знает ничего, кроме злобы и за это их надо покарать. На секунду воцарилась тишина и все с придыханием смотрели на меня, пока я тихо не прошептал. Что вы должны сделать с ними, за то, что они подняли руку на вашего спасителя? Осмотревая холодным взглядом зал, я чувствовал их моментально возрастающую злобу, их неконтролируемые потоки чакры, что выходили в мир, разносили ветер по залу и заставляли чаши с огнем вспыхивать еще сильнее. Убить! Убить! Убить их всех! От этого крика у меня закладывало уши, но я не подавал виду. Тогда, все, кто может использовать чакру, возьмите необходимые снаряжения и готовитесь к выходу. Пора нам наказать этих еретиков! Крикнул я и убрав пламя, направился на выход. Подготовка прошла довольно быстро и в итоге 14 человек быстро направились в отмеченную джеком на карте деревню. Идти было недалеко, так что уже к закату мы были на месте и готовились к атаке. Аку, ты уверен, что хочешь этого? Обратного пути уже не будет. Ты станешь преступником не только для своей деревни, на тебя может ополчиться весь мир. Спокойным, расслабленным голосом сказал Курама, пока я расставлял своих людей вокруг маленького селения. Как раз таки наоборот. Обратного пути не будет, если я засяду как крыс в пещере, то там я и останусь до конца жизни, боясь из нее вылезти. А насчет мира, он уже мой враг. Пойми, я знаю, что довольно рано решил начать действовать, но мне нужно это. Мне нужно это, чтобы вырасти и стать сильнее. Дождавшись, пока все встанут на свои места, я начал спокойно идти в сторону селения вместе с Дери, прекратив разговор с Лисом. Не часто здесь встретил шпутни, не успел он договорить, как его голова тут же слетела с плеч. На улице были довольно много людей, так что можно сказать вся деревня видела, как я, не дав старику договорить, снес ему голову своим тентой после секундной тишины по деревне и раздался многоголосый виск, и все начали разбегаться в разные стороны. Вперед Дери, наешься до отвала. С легкой улыбкой сказал я и слегка пригнувшись резко бросился к следующей жертве. Пара быстрых шагов и я резким взмахом разрезаю какую-то девушку по диагонали, отчего на меня тут же брызнула струя крови, окропляя меня с головы до ног. По деревне тут же распространился запах крови и других неприятных человеческих выделений. Не обращая внимания на это, я быстро направился к женатой паре с ребенком. Муж бросился на меня с ножом, но я, слегка наклонив корпус, пропустил нож около своего горла и повернув тента, рассек его, пополам не останавливаясь в лобек и настигая женщину с ребенком. Мой разум начинал застилать кровавый туман, а пелена в глазах становилась все отчетливей. Два шага. Выпад. Мой тента пробивает горло женщины. Поворачивая клинок и сворачивая ей шею, после чего отпускаю меч, начиная быстро складывать печати и создавая токсичную стрелу, что тут же отправилась в маленькую девочку, взрывая ей голову. Вернув же клинок в руки, я создал несколько адских клыков и отправил в бегающих стариков, тут же сжигая. Не надо плакать. Не надо кричать. Это не помогло мне, так и не поможет вам. Каждый из вас был готов платить деньги ради того, чтобы кинуть в меня камень, порезать ножом, раздробить голову, теперь пришло время ответить за свои мечты и деяния. Я повторял это словно молитву у себя в голове, убивая каждого следующего человека с еще большей жестокостью, начиная уже кромсать людей, отрезая сначала руки, потом ноги и в конце концов голову. Меня уже полностью покрывала кровь, отчего я даже не мог открыть глаза, но я продолжал бежать на слух и чутье. Моя чакра уже давно истощилась, а запасы иной энергии подходили к концу, но я продолжал свою месть. Так спокойно. Будто все тревоги ушли. Подумал я к тому моменту, как все крики стихли, оставив лишь звук ветра и пламени. Протерев глаза и открыв их, я увидел полностью сожженную деревню, засыпанную трупами и залитую кровью. Посмотрев в свое отражение в этой крови, я даже не мог рассмотреть себя. Лишь кровавый силуэт с красными глазами и легкой улыбкой стоял с клинком в одной руке и вырванным сердец в другой. Отбросив сердце в сторону деревья, что также была покрыта кровью и с радостью схватила его зубами, я перевел свой взгляд на своих людей, что были не такими грязными, как я, но на их лицах играла безумная улыбка. Мы закончили очистку этого места. Берите все, что найдете и возвращайтесь. Лишь бросил я и начал возвращаться в пещеру, по пути разговаривая с Курамой. Ну, как себя чувствуешь? На душе стало легче и так умиротворенно, но как долго продлиться это я не знаю, так что помолчи пока. Дай насладиться тишиной. Глубоко дыша и медленно ковыляя сказал я, «Хм, хорошо. Отдыхай пока что». Напоследок сказал он и затих. «М-м, возвращался я обратно в пещеру на протяжении многих часов, ибо был сильно уставшим, да и где вход я не очень хорошо запомнил, но благодаря курами и сектантам, что иногда попадались мне по пути, вход все-таки был найден и после душа, я тут же завалился спать, оставив всю грязную работу на завтра. Пробуждение же было не из приятных. Во рту чувствовался привкус железа, все мышцы страшно болели, а голова до сих пор раскалывалась от пережитого напряжения, зато на душе было абсолютное спокойствие. Я был спокоен как никогда и это вызывало у меня легкую улыбку. Одевшись и умывшись, я направился в сторону столовой, где и встретил Джека, как всегда бодрого и энергичного. Утро Джек. Поприветствовал я его, садясь за стол. Вообще-то уже ночь, но да не важно, хотите послушать о чё-то награбленном? Спросил он, держа в руках записную книжку и увидев мой кивок, он продолжил. Хорошо. Насчет награбленного, то нам можно сказать повезло, ибо старейший на той деревне оказался довольно грязным жуком, ибо бытие на окраине страны одновременно затрудняет жизнь и даёт новые возможности и вот он ими хорошо воспользовался, торгуясь информацией и предоставляя убежище бандитам, наёмниками и другому отрепью из других стран. Так что денег нам теперь хватит на месяц спокойной жизни, если учитывать нынешний прирост последователей. Следующее, что я хотел бы сказать, это насчет моего подарка. За два дня, пока они находились рядом с одним из наших мозголомов, я могу с уверенностью сказать, что уже примерно через пару недель они предстанут перед вами в абсолютно новом свете. Удовлетворённо кивнув и доев свой завтрак, я обратился к нему с новой просьбой. Скажи, где я могу здесь нормально потренироваться? Ну для нормального боя, я сомневаюсь, что вы сможете найти подходящего человека или места, ибо для вашего возраста вы довольно сильны, а для физических тренировок, я думаю, вам вполне подойдёт ваша лаборатория, если её немного переработать, я одном приказ и уже сегодня вечером, всё будет готово. Отлично в таком случае приступай. Я думаю, на некоторое время засяду за учёбу и тренировки, так что если ничего важного не произойдёт, то прошу не беспокоить меня. Сказал я, проходя мимо него и отправляясь в библиотеку, откуда начался мой почти месячный марафон исследований и тренировок. В основном я сосредоточился на решении вопроса с производством печатей. Я не мог смириться с тем, что имея огромный талант к фуинам, я не мог их производить из-за мутации своей чакры и за всё это время я смог немного продвигаться в решении этой проблемы, но до полного решения было ещё довольно далеко, ибо многие материалы, которые я пробовал использовать для печатей, просто разъедались, а те, что не портились, имели слишком низкую эффективность. Также всё это время я занимался физическими тренировками и тренировками над контролём чакры и вот в один из очередных дней, ко мне пришёл Джек. 340, 341, 342. Услышав стук в дверь, я прекратила отжиматься и вытерев под полотенцем, сказал. Войдите. После того, как дверь открылась в мою лабораторию, зашёл Джек вместе с теми двумя девушками за его спинами, одетые фиолетовые рясы. Их лица выражали некое смятение, их эмоциональный фон скакал как безумный, это было прекрасно видно по их лицам. Радость, благоговение, сомнение, грусть, стеснительность, смущение. Эмоций было невероятно много, но какой-то вражды от них я уже не чувствовал. Прошу, они, конечно, ещё имеют сомнения на ваш счёт, но надеюсь вы быстро их развеете. С лёгким поклоном сказал Джек и быстро покинул комнату, оставив нас наедине. М. Их лица были слегка красными, а взгляд постоянно падал на мой оголённый рельёв и торс. Пытаясь побороть смущение и неловкость, они неуклюже опустились на одно колено, приложив руку к сердцу. Я первый раз видел такой жест и не до конца понимал его смысл, но сама суть была и так понятна. Значит, вы не верите? Подойдя к ним почти вплотную, я поднял их голову и встретился с ними глазами, одновременно с этим попросив у Кураму немного помощи, для ещё одного представления. Создав снова свои огненные декоративные крылья и огромный поток огня за своей спиной, я также дал Курами выпустить наружу его чакру и жажду крови, создавая в ярком багровом огне его свирепый образ. Сейчас я в глазах этих девушек выглядел как настоящий демон с огромным свирепым лисом за своей спиной, это можно было трактовать по-разному, как иллюзию, аватара, фамильяры и так далее, хотя учитывая, что они уже месяц в культе, я думаю, что они имеют хоть какое-то представление о том, кто это. Они смотрели завороженным взглядом на меня и трясаясь в животном страхе. Жаль, что я не настолько силен, как они сейчас думают. Меня легко победит пара джанинов, а тебя Курамадин опытный учиха не только победит, но еще и обратит против меня или культа. Сказал я про себя, одновременно с этим убирая весь огонь и отпуская головы девушек, что я держал для того, чтобы они не смели отводить от меня взгляд. Этого я надеюсь достаточно. Развернувшись, я решил пока что вернуться к своему исследованию, поэтому сейчас в их глазах я выглядел как демон невероятной силы, что просто развернулся и спокойно продолжил что-то писать на бумагах сидя за столом. Мне было интересно увидеть их решение в отношении меня. Как они отреагируют и сделают ли первый шаг, если просто увидят мою якобы силу и мое полностью инертное отношение. Благо долго ждать не пришлось. М. Спаситель. Я. Девушка с пшеничными волосами хотела что-то сказать, но в виде мою полную незаинтересованность начала запинаться, поэтому пришлось ей слегка помочь, развернувшись и бросив взгляд в ее сторону. Я хотела извиниться за то, что тогда оскорбила и разозлила вас. Такого больше не повторится. Простите меня, пожалуйста. Еще ниже опустив голову закончила она. Как вас зовут? Я заметил, как она напряглась от того, что я просто проигнорировал ее мольбу о прощении, но при этом какого-то недовольства я не увидел. Лишь страх и почтение. Меня зовут Филомина. Первый ответил та тихоня с платиновыми волосами, которая за все наши встречи, по-моему, так не проронила и слова. А меня Элла. Ясно. Меня зовут Аку, вы же можете звать меня господин Аку. У вас прекрасное имя. Сказала Филомина. Эм, господин Аку? Я просто в молчании смотрел на нее. Аку, успокойся, она это сделала не со зла. Незачем внушать им еще больше страха, ибо это тебе на пользу не пойдет. Курама, помолчи. От моего неподвижного положения и пристального ледяного взгляда, девушки снова начали покрываться потом, пока я пытался взять под контроль свои эмоции и чакру. Сделав глубокий вздох спустя полминуты, я подошел к девушке и положив руку ей на голову сказал. Фила, я не буду тебя наказывать за твою ошибку в том случае, если ты в течение суток поймешь свою оплошность и извинишься передо мной и естественно понять это ты должна сама, а Деря проследит за тем, чтобы все было честно. Призвав своего питомца, я оставил ее рядом с дико потеющей от напряжения девушкой, а сам вернулся на свое место и продолжил говорить уже для всех. Я не знаю объяснил ли вам Джек вашу задачу, поэтому на всякий случай повторю. Ваша задача быть всегда рядом со мной и помогать мне во всем, Филуэта сегодня не касается, а вот ты приступаешь к своим обязанностям прямо сейчас. Прибери здесь. Отдав приказы, я попросил Дере показать Филе, где здесь библиотека и проследить за тем, чтобы она не лезла куда не надо и не читала книги, которые ей читать не надо в то время пока я сам сходил в душ, что представлял из себя большую купальню, похожую на горячий источник. Ха, невероятное чувство. Развалившись в воде промемлил я. Хм, но не знаю, я последний раз погружался в воду пару столетий назад, от удара Гюки и не скажу, что это было приятно. С легкой улыбкой сказала Курама. Ха-ха, ну это совсем разные ощущения, ладно, надо решить, что делать дальше. Что предлагаешь? С интересом спросил он. Во-первых, мне нужно развивать свои техники и создавать новые, да вот только так просто это не сделать и как бы мне этого не хотелось, но для их создания нужны подопытные, которые помогут мне лучше понять суть моей чакры, но выбора у меня нет. Во-вторых, нужно послать нескольких людей в качестве шпионов в Канаху, я в этом плохо разбираюсь, так что оставлю это на Джеке и последнее, что надо сделать это выгулять новичков. Надо устроить несколько рейдов на Канаховские деревни и бандитские лагеря. У меня уже больше сотни последователей и сейчас надо показать себя как можно лучше, а дальше уже они сами начнут промывать мозги друг другу. Аку, постарайся не перенапрягаться, не забывай, ты еще ребенок. Снова начал предсчитать Курама, за последний месяц он частенько мне это говорил. Курама, мы уже обсуждали это десятки раз. Ха, ладно забудь. После того, как я помылся, я отправился к Джеку и передал дальнейший план, который я уже обсудил с Курамой, после чего лег спать. Тихо лежа около стола, я внимательно следила за этой самкой, как мне и поручил хозяин, хотя я и не понимаю к чему такие сложности в виде того, что она должна думать, что я плохо за ней слежу и вместо этого просто сплю. Лапы затекли. Пожаловалась я про себя, продолжая наблюдать за ней. Хм, похоже это оно. Так, Аку, Аку, Аку. Ой. Видимо, наконец-то поняв, что она тогда сказала, самка несколько минут корила себя за такую глупость, пока наконец-то не успокоилась и не разбудила меня. Эм, извини, тебя ведь вроде Дерезавод, да. Можешь отвезти меня к своему хозяину. Стоя от меня в паре метров и явно не собираясь подходить ближе, сказала она. Вот и не подходи, иначе я точно не удержусь и вскрою тебе глотку. Фыркнув, я пошла к комнате хозяина, чувствуя, что он уже проснулся. Проснулся я наконец-то полностью отдохнувшим и полным энергии, ибо последний месяц я был слишком увлечен учебой и тренировками, отчего поспать у меня получалось недолго, но это того стоило. Я чувствовал, как мое тело стало немного крепче, а запасы иниен энергии немного увеличились. Конечно, иниен энергия сама по себе развивается в достаточно хорошем темпе у каждого человека с возрастом, но с учетом учебы этот рост можно ускорить в разы, благодаря тому, что с учебой мозг человека развивает память, скорость мышления и другие параметры, что способствует более быстро выработке этой энергии и увеличению ее запасов. Одевшись и уже собираясь выйти, я услышал стук в дверь и с той стороны почувствовал Дерри о сне и филу. Собравшись и сделав свое лицо как можно холоднее, я открыл дверь. Хозяин, она справилась и готова извиниться. Услышав ее, я на секунду задумался. Что-то было не так, Дерри будто немного изменилась, но в итоге, не став пока что слишком сильно придавать этому значение, я запустил двоих гостей в комнату, а сам уселся на кровать, закинув ногу на ногу и пристально смотрел на девушку, идущую нервной походкой. Немного постояв и ничего не услышав от меня, она опустилась на колени и сказала, «Господин Аку, прошу, простите меня за мою грубость, я была не права, назвав ваше имя красивым, мне правда жаль». Снова приложив ладонь к груди и склонив голову, громко и четко сказала Филомина. Выждав несколько секунд, создав гнетущую тишину, я ответил, «Хм, хорошо, я принимаю твои извинения и раз ты справилась с заданием, то наказывать я тебя не буду, но надеюсь в следующий раз ты будешь куда смотрительнее и раз мы с этим разобрались, то сходи к Иле и подходите в обеденный зал на завтрак. Есть разговор для вас двоих». И обойдя ее, я покинул комнату, направляясь в обеденный зал, куда через 20 минут подошли девушки. Рассевшись за столом, где я сидел на одном конце, а они по бокам с другого, я решил кое-что уточнить для них. «Фила, Ила, ответьте мне на вопрос. При первой встрече вы назвали меня спасителем, познаете ли вы от чего я должен буду вас спасти?» Этот вопрос их явно поставил в тупик, ибо во время промывки, как мне сказал Джек, им вбивали истинно культа, только вот в истинные цели их никто не посвящал. «Эм, ну, наверное, от какой-то катастрофы». Подала голос Иллы, внимательно рассматривая свою тарелку. «Нет. Суть в том, что я спаситель для каждого по разным причинам, кого-то я спас от голода, кого-то от жажды, жажда веры во что-то, от горя, слез, воспоминаний, долгов. Я для всех них являюсь спасителем, начиная от каких-то банальных нужд, до духовных необходимостей и за это они благодарны мне. Для вас же я тоже в какой-то мере являюсь спасителем от Джека». В этот момент из угла комнаты раздался ехидный смех, который через секунду раздвоился и только еще через несколько секунд я заметил, что сам начал смеяться на манеру Джека, пока девушки с ужасом смотрели на меня. Успокоившись, я с легкой улыбкой смотря на них продолжил. «Не надо на меня так смотреть. Все познается в сравнении, да и помимо него я спас вас от многих других бед. Голод, жажда, шиноби разных деревень. Вы, конечно, достаточно сильны, чтобы справиться с этими трудностями, но вот только с вашим происхождением и отсутствием любых документов, их решение будет закапывать вас все глубже, до тех пор, пока вы не окажетесь в розыске у каждой деревни, а по вашей головы будут высылать отряды все сильнее и сильнее». Прервавшись, я отрезал кусок мяса и положил его себе в рот, дав им секунду на размышление и ответ. «Значит, вы помимо того, что спасаете каждого от своего недуга, вы также каждому из нас даете то, о чем мы все мечтаем. Место под солнцем». Кивнув, я с легкой улыбкой закинул еще один кусок мяса в рот. «Да, служа мне, вы взращиваете защитника, что направит вас на верный путь, что укроет от напасти и накажет за неповиновение, которое приведет к неверному пути, иными славами, Бога». Тихо прошептали они в унисон. В зале повисла тишина, на лицах девушек застыла гримаса борьбы и размышлений, все последние события для них произошли слишком быстро. Решив поставить на этом точку, я встал из-за стола и взяв несколько бумаг, протянутый мне рукой Джека из тени пошел на выход бросив пару слов напоследок. «Если вы правда хотите стать частью моей гвардии, то вы должны быть готовы выполнить любой мой приказ. Убийство детей, сжигание деревень, мой кополов и уборка в комнате. Какой бы приказ я не отдал, вы должны будете его выполнить. Спрошу еще раз. Вы хотите стать частью моей гвардии? Мой взгляд снова похолодел и потерял всякий блеск, что сумел появиться за время жизни здесь. Сейчас он был таким же, как когда я был готов полностью забыть себя. Безжизненный, холодный, смотрящий в пустоту и отсекающий всякую надежду. Девушки слегка вздрогнули от этого, но все-таки встав из-за столов и подойдя ко мне встали на колени и поклялись. Мы клянемся вам в верности и исполним любой ваш приказ. В унисон произнесли они. Они верят мне, но эта вера еще слишком слаба. Нужно как-то показать им, что это не пустой треп, нужно сделать так, чтобы они были готовы пожертвовать своей жизнью ради меня, ТЦ, с этим культом проблем все больше и больше. Встаньте. Положив свои ладони на их головы, я начал их слегка поглаживать, одновременно с этим продолжая с легкой улыбкой говорить. Идите собирайтесь, мы скоро выходим за нашей следующей целью. Приподняв их головы, я, поглаживая их по щеке прошептал. Не подведите меня. Ступайте. Их лица тут же залились красным, и они быстро вскочив и поклонившись отправились за снаряжением, оставив нас с Джеком одних. Как я вижу, наши с вами тренировки не прошли даром, да? Вы смогли многому научиться за этот месяц. Хм, да, я и правда стал куда лучше убеждений людей, но до тебя мне все равно еще слишком далеко. Вернувшись за стол, я продолжил свою трапезу. Это точно, но вот одного вам все равно не хватает. Вы слишком вспыльчивы, я ставлю все свои маски на то, что стоит вас лишь слегка зажать в угол, как наружу вырвется ваша истинная натура. Натура маленького, покалеченного жизнью ребенка, я не спорю в обычной жизни вы научились хорошо держать маску, но она слишком хрупка, и я, к сожалению, никак не могу это исправить, вы должны сами ее укрепить. Я верю в вас. И тут же исчезаю из комнаты, оставив меня одного. Курама. Это правда? На десяток секунд в комнате повисла тишина. Ха, да. Аку поверь, это нормально, твои шрамы на душе еще слишком свежи, а твое психическое состояние только начинает приходить в норму, но сейчас любая сильная встряска может вызвать у тебя истерику и по итогу ты либо снова забьешься в угол, либо начнешь со стервенением зверя кидаться абсолютно на всех. Громко вздохнул Курама. Сейчас тебе как никогда нужна поддержка и если головой ты это не осознаешь, то вот инстинкты тебе просто вопят об этом. Раньше у тебя был Балацуниди, после Эвилы, а сейчас у тебя почти никого нет и это давит на тебя, поэтому ты пытаешься привязать к себе эти двух девушек и это правильно. Тебе нужна отпора. Ты думаешь, я так просто им доверюсь? Меня начинала разбирать злость, но я пытался ее сдержать. Нет, конечно, но тебе и не нужно им доверять. Используй их. Облокотись на них, обними, делай все, что необходимо, для того, чтобы получить успокоение для своего сердца, но не забывай держать лезвие у их горла. Конечно, не думал, что скажу это, но делай, как тебя учил Джек. Опутай их словно змеи и кучу узлов, чтобы они делали то, что ты захочешь, и чтобы если что-то начнет идти не так, то лишь одним движением твоего пальца эти узлы их перемололи в труху, не дав и шанса причинить тебе боль. Это были хорошие слова, благодаря которым я смог быстро успокоиться и даже улыбнуться. Спасибо, напарник, я обязательно воспользуюсь твоим советом. Встав из-за стола, так и не прикоснувшись к остаткам еды, я пошел на выход. Пора было устроить еще одну атаку, на эту прогнившую страну. Вперед, берите все ценное и уносите в тайник, всех кто подает хоть какие-то признаки жизни добить, всех наших раненых отводите первым делом, а если есть погибшие, то отнесите подальше и закопайте. Стоя в центре маленького поселения, я раздаваю приказы десяткам своих подчиненных, пока Фил и Эллы сидели с опустошенным взглядом, покрытые кровью и кусками плоти. Это было уже третье поселение, которое мы уничтожили. Хотя это было первым мирным поселением, первые два были лагерями бандитов, поэтому у девушек это не вызвало как логоты большого шока, а вот вид кучи разрубленных на куски мужчин, стариков, детей и женщин, явно их сильно шокировало. «Господин, это точно необходимо?» спросила Элла, пытаясь не обращать внимания на кровь, что покрывала ее плащ в то время как Фил лишь молча продолжала смотреть в пустоту. Необходимо ли это? Для меня да, знаешь, ты видишь здесь трупы людей в то время как я вижу здесь лишь мусор. Приподняв толфтовку, я указал на один из множества шрамов на своем теле. Многие шрамы нанесли мне как мужчин с женщинами, так и старики, но есть шрамы, которые мне нанесли дети, которые были даже младше тех, что сейчас валяются здесь. Окидывая взглядом кровавое поле, сказал я. Если человек вбил себе в голову ненависть кому-то, то его дети не сильно будут отличаться от своих родителей. Как говорится, яблоко от яблони недалеко падает, мне было не больше семь лет в то время, когда я начал это понимать. Скажи, ты правда считаешь, что они бы изменили свое мнение хоть когда-нибудь? Нет, они бы всегда ненавидели меня, ведь, по их мнению, я чудовище, что забрал огромное число жизней хороших и праведных людей, эта страна задолжала мне слишком много боли. Пришло время этот долг вернуть в стократном размере или ты думаешь иначе? Ты думаешь, что я должен продолжать пытаться доказать, что я не виноват, раз за разом получая камнями и бутылками по голове? Ты измеряешь все поступки из того, необходимо это или нет, пока не прижмет, ты будешь стоять за свои идеалы и пытаться доказать, что это не необходимо, что можно было пойти другим путем, что можно было их спасти, но как только наступит момент, ты будешь делать то, что можешь, а не то, что хочешь. Ты наплюешь на свои идеалы и перестанешь сомневаться на каждой развилке. Повернувшись к ней и посмотрев на ее шокированное лицо, я продолжил. Какого мира человека? Какого мира его убийства? Ты боишься убить десяток селян и пытаешься найти отговорку, чтобы кровь на твоих руках не казалась такой тяжелой, но что если не будет угрожать твоей жизни, жизни твоей семьи? Скольких ты тогда будешь готова убить? Десять? Сто? Тысячу? Или ты их всех отпустишь? Нет. Ты будешь их вырезать пачками и злобным оскалом, пока не останешься одна и поверь мне, эта кровь на твоих руках будет самой легкой в твоей жизни, ведь у тебя не будет выбора, но главное, у тебя не будет сомнений. С каждым словом я распалялся все сильнее. Каждое слово, что я говорил, шло от самого сердца. Я, думаю, вы правы, простите. Сказала она с задумчивым видом, пока Фила смотрела на меня каким-то странным взглядом. Спаситель, спаситель. Сюда идет группа Шиноби, как мы поняли, там один Джанин на несколько генинов. Доложил мне один из людей, что был одет в боевую форму, снятую с Каку Гаташиноби. Черт, только их не хватало. Продолжайте действовать по плану, я с этим разберусь. Ила, Фила за мной. Призывав Дери, что еще немного выросла в размере и была уже ростом выше пояса, я рванул в сторону леса. Откуда, по информации, шла группа врагов? Пришлось пробежать в районе нескольких километров, прежде чем я почувствовал их. Затаившись, мы стали тихо ждать и уже через несколько минут мы с ними встретились. Асума Синси, давайте сделаем привал. Сильно запыхавшись и пытаясь отдышаться, сказал Толстяк, имя которого я не мог вспомнить. Команда Инна. Что они вообще забыли на пограничье? Подумав об этом, я повернулся к двум девушкам, прошептал. Ваша задача отвлечь Джанина и отвезти его как можно дальше, пока я разберусь с остальными. Кивнув они тут же достав мечей, вышли им навстречу, нападая на него. Что? Десятая команда приготовиться. Быстро достав свои клинки, Асума заблокировала атаку двух девушек, но из-за давления ему пришлось отступить от своих учеников на десяток метров. Одев маску, которую мне как-то давно сделал Джек, я вышел из укрытия и направился в сторону Тройцы. Дети, разберитесь с тем парнем, а я пока что здесь закончу. Выкрикнул он, быстро отдаляясь в лес из-за плотного натиска Филойелы, оставляя нас наедине. Так, 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 интересная команда. Управление тенями, проникновение в разум просто жердей. С долей ехидства сказал я, вставая прямо напротив своих бывших одноклассников. Ты кто такой и что тебе надо? Пока жердей кричал, тыщи пальцем в мою сторону, я чувствовал, как в голове начинает что-то скрести, а самого меня слегка клонить в сон. Она пытался проникнуть мне в голову. Легким выплеском и на энергии, я быстро сбросил ее технику, отчего она немного скривилась в лице. Дере, возьми на себя жирного, я возьму остальных, создав несколько адских клыков, я не дав парню договорить, бросил их в сторону троицы, заставляя их рассредоточиться. И пока Дере неслась в сторону самого говорливого, я рванул к другому парню, что стоял хоть и с напряженным, но до ужаса сонным выражением лица стоило мне подойти к нему на расстояние в несколько метров, как я тут же почувствовал от него слабый всплеск чакры, а в мою сторону понеслись несколько теневых жгутов, от которых пришлось уходить рывком вбок, но жгуты резко изменив направление, тут же последовали за мной. В итоге после недолгого забега я все-таки попался в его ловушку и меня тут же сковало. В это же время я почувствовал, что давление на мой разум усилилось, а рука, выбросив танта, потянулась к мазке против моей воли. Черт, вообще не сдвигаться, стоп, поток чакры стал слабее. Приглядевшись к жгутам, я заметил, что количество чакры в них начинало становиться все меньше, а лицо парня было еще более оставшим и измотанным. Когда же Инна почти смогла пробраться в мою голову, я с помощью выброса чакры одним рывком на конец-то смог разорвать теневые жгуты и добравшись до него за несколько шагов, я со всей силы ударил его в грудь, слыша звук ломания ребер. Я хотел убить его адским пламенем, но из-за этой девки я не мог нормально сконцентрироваться, из-за чего пришлось для начала его просто вырубить и тут же переключиться на Инна. Одним рывком оказавшись рядом с ней, я немного повернул в корпус, ушел от прямого выпада куна и схватив ее за волосы, я со всей силы ударил ее головой об дерево, отчего она тут же обмякла и повисла у меня на руке. Ха, 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 отдышавшись, я посмотрел на Дере, что на конец-то смогла измотать толстяка и повалив его на землю, попыталась вцепиться ему в горло. Дере, подожди, не убивай его. Немного обдумав, я решил пока что взять их живьем, ради информации, да и есть у меня одна идея, которую я хочу попробовать реализовать, хотя если Асума выжил, то он будет по-любому искать своих учеников и это может создать кучу проблем. Прекратив размышления и взалив добычи дерева на ее спину, я положил остальных двоих на плечо и рванул в сторону селения, до которого я добрался за достаточно долго из-за легкой усталости и груза, после чего приказал своим людям связать их максимально хорошо, а также закрыть им глаза, рот и уши, после чего я начал возвращаться к месту битвы, но не успев дойти, я увидел двух девушек, вышедших из леса, они были сильно ранены и шли опираясь друг на друга, повсюду были видны раны от клинков. Как все прошло? Приказав слугам позаботиться о них, я стал слушать их отчет. Мы смогли его задержать, но убить не смогли, он оказался слишком силен, поэтому все, что мы смогли, это лишь слегка его ранить, но не больше, его клинки не позволили нам сконцентрироваться на атаке, стоило им только пригвоздить нашу тень к земле, как мы просто замирали и не могли пошевелиться, и если бы он поймал нас двоих, то это значило бы смерть для нас. Кивнув на их рассказ и оставив залечивать раны, я начал собирать людей в обратный путь. Я, конечно, не собирался тащить иные ее команды в основное убежище, но надо было их донести, хотя бы до перевалочного пункта, что находился на самой границе страны огня. Пока же мы шли, я обдумывал нашу битву. Эти трое, я превосхожу их по всем параметрам, будь то сила, ловкость или выносливость, но даже так, они заставили меня неслабо попотеть. Хотя если так смотреть, то они даже на боевую команду не тянут. Жерди имеет невыдающуюся силу, теневик имеет слишком мало чакры и в бою он ничего из себя не представляет, а и на вообще сенсоры медик команды из чего выходит, что в прямом столкновении они мало что могут, но при этом, меня не имели шанса победить, будто парни чуть больше чакры. Черт! В таких раздумьях прошла вся дорога до привала, придя к которому, я приказал выставить как можно большую охрану к двум парням, а сам же потащил и на заверевку в лес, для разговора. С теми двумя смыслы говорить не было, это было с самого начала понятно. МММ, КХМ. Пока я ее тащил, она постоянно болезненно мочила из-за того, что, волочась по земле, она частенько напорывалась на камни или острые ветки. Дотащив ее до одной поляны, усыпанной разными валунами, я приложил ее к одному из них и, сняв кляп, сел на камень рядом с ней. КХМ. КХМ. Это больно вообщем-то. Пытаясь откашлиться, сказала она, пока я молча наблюдал. Может, хотя бы снимешь повязку с глаз? Я все равно знаю, что это ты, Аку. Услышав это, я удивился. Как она могла меня узнать? С того момента, как я ушел из деревни, моя внешность кардинально изменилась. Аку? Кто это, хотя не важно, я? Аку, я видела тебя в тот раз, когда я была вместе с Акурой. Если ты не знал, то я сенсора хорошо могу запомнить чакру человека и сейчас, я чувствую такую же чакру, как и в тот раз. Пытаясь сохранять хладнокровие, быстро проговорила Инна. Ха, тогда это все усложняет, придется начать ломать ноги. Встав и поставив ногу на ее колено, я начал давить на него, отчего она тут же запаниковала. Стой, стой, прошу, остановись. Давай поговорим. О чем? Я, я, я хотела извиниться за то, что наговорила тогда в лесу. Тебе ни за что извиняться, ты сказала правду и ничего больше. В этот момент ее лицо слегка скривилось и после пары секунд молчания выдало. Ты не чудовище, как минимум я так не считаю. С каждым словом говоря все тише, слегка краснела девушка. Не чудовище. Ошибаешься. Стянув с ее глаз повязку на горло, я снял мазку и посмотрел на нее. Пустые глаза, шрамы, дущие от щеки, до горла, звериные зрачки с красной склера и невообразимая жажда крови, что лилась в мир. Вот что она увидел, отчего ее лицо тут же побледнело. Ча, что с тобой произошло? Коноха, вот что со мной произошло, я достаточно побыл вашим козлом отпущения. Все это время я держал свою ногу на ее колене и пока я злобно цедил каждое слово, моя нога все больше давила на колено девушке. Ай, прекрати, пожалуйста, Аку, я всегда считала тебя героем. Что? Я вообще не понимал, что она имела в виду. Я в отличие от толпы, понимаю, что он есть демон-лис, мерзкое порождение чакры, а есть Тайку, что сдерживаешь его, чтобы не повторилась та катастрофа. Ха-ха-ха-ха, сдерживаю. Не смеши меня, ха, а за мерзкое порождение ты ответишь. Немного сдвинув и резко опустив ногу, я сломал девушке ногу в районе бедра, отчего по лесу тут же раскатился девичий крик. Ааа, за, за что? Схватив ее за подбородок, я посмотрел ей в глаза и сказал. Ты говоришь, что считала меня героем, а Курама является лишь мерзким порождением, познаешь, что пока мы учились с тобой вместе, я почему-то ни разу не видел тебя рядом с собой, я ни разу не помню, что бы мы разговаривали в то время как Курама готов был пожертвовать всем, лишь бы я жил, лишь бы я улыбался, все не так просто в этой истории. Он никогда не хотел уничтожать деревню, он был другом моей мамы и ей же он дал клятву, что, что бы ни произошло, он позаботится обо мне, но только в итоге он не смог, он обрек меня на мучение, ему пришлось больше десяти лет смотреть за моей жизнью, впадая в безумие и коряя себя за то, что он натворил. Я был в ярости, я просто не мог продолжать держать свою хрупкую маску. Инна же сидела в шоке, пока на ее глазах наворачивались слезы. Прости, прости меня, за то, что не помогла тебе. Просто я боялась, боялась, пытаясь подобрать нужные слова, девушка постоянно повторяла одно и то же слово. Боялась стать таков же, как и я. Изгоем. Уродом. Чудовищем. Я понимаю, но, к сожалению, это ничего не меняет. На минуту в лесу повисла тишина. Инна пыталась залечить свою ногу, а ей не мешал, лишь поднив голову, всматривался в ночное небо. Тебе нужна какая-то помощь. Только скажи, я сделаю все, что в моих силах. Тихо проговорила она. Для этого, я тебя сюда и привел. Чтобы использовать в своих целях. Все, что мне сейчас нужно, это информация и кто-то, кто будет передавать мне ее из конохи. Ты предлагаешь мне быть твоим разведчиком? Спросила она с удивлением. Предлагаю. Нет, я не предлагаю, я заставляю, ведь как ты понимаешь, так просто я тебя не отпущу. Сейчас моим рычагом давления на тебя являются твои друзья, но если я вас отпущу, то ты будешь полностью свободна. Поэтому, достав печать с меткой, которую я подготовил заранее в размере нескольких штук, я показал ее девушке. Поэтому я наложу на тебя эту печать, которая наполнена моей чакрой. Если ты подумаешь хоть кому-то что-то рассказать, то моя чакра наполнит твое тело. И в качестве демонстрации, я испустил поток чакры из руки в землю, отчего все живое тут же сначала завяло, а спустя пару секунд сгнило. И поверь, эта печать очень хрупкая. Если ее попытаются снять, то она просто лопнет, и ты умрешь в страшных муках. Громко сглотнув, Ина со страхом посмотрела на кусок бумаги у меня в руке, а после она сгнившую землю, но спустя секунду, в ее взгляде появилась некая воля. Она сказала, «Я до сих пор считаю тебя героем, что спас многих из нас, потому что от демона Лиса погибло много моих родственников, и если бы его не запечатали в тебя, возможно, и погиб весь мой клан. Я ненавижу Лиса, но тебе я благодарна всем сердцем, и мне больно смотреть, как ты страдаешь. В прошлый раз я боялась тебе помощь, но сейчас я не отступлю. Я обещаю, что никому не скажу о тебе. Поэтому, я согласна на печать. В конце она немного замялась, собираясь с духом, но все-таки смогла высказать все, что хотела. Я совру, если скажу, что меня это не тронуло, чувствовать ее искреннюю благодарность было приятно, а она была искренней, я бы почувствовал, если бы она соврала. Но это ничего не меняет, просто у меня теперь одной пешкой больше, которой манипулировать будет легче всего. Надо будет заняться изучением психологии по возвращению на базу. Все обдумав, я наконец-то начал установку печати. Раз ты согласна, то это избавит меня от лишних трудностей. Я установлю ее под бинты на бедре, иначе на животе ее у тебя все увидят. Я решил установить печать в районе бедра, хотя мука на груди и меня бы не волновали ее протесты, но вот если установить ее на груди, то при предательстве, она умрет слишком быстро, а вот если яд начнет распространение от таза, то это моментально уничтожит ее ноги, а боль закроет ей рот, после чего она будет медленно умирать от ожогов в агоне и никакой Ирьянин ей не поможет, хотя возможно Цунадзи смогла бы спасти ей жизнь, но не ноги точно. Хорошо, только можешь развязать руки, а то я не смогу его снять. Нет, я сам все сделаю, так я буду спокойней. Стоило ей только это услышать, как она тут же залилась краской еще пуще прежнего и резко сжалась, подмяв связанные ноги под себя. Нет, я. Я сама. Не обращая внимания на ее крики, я схватил ее за ногу и слегка приподняв ее юбку, начал развязывать бинты. Все это время она продолжала вопить и вырываться, только из-за моих тренировок и демонизаций. Это было бесполезно. В итоге через минуту я наконец-то смог снять бинт с ее ноги и увидел длинный рваный шрам, что шел с верхней части бедра на нижнюю. И ножа в этот момент затихла и отвела взгляд. Так вот почему ты все время носила бинты на ногах? Это не вызвало у меня сильного удивления, ибо откуда эти шрамы у нее появились, было и так понятно. Наложив печать, я быстро ее активировал, отчего она зашипела, и бумага начала быстро разлагаться, пока девушка, тихо зашипев, пыталась держать слезы. Когда же все закончилось, я развязал ей руки с ногами и отдал бинт, который она быстро выхватила и начала наматывать на ногу. Сейчас уже поздно, я думаю, у Асумы скоро выйдет на наш ночлег, так что о делах деревни расскажешь попозже, я пришлю в канах у своего человека, он тебя найдет и все расскажет, а сейчас сиди здесь и жди, пока я принесу твоих друзей. Кивнув, она попыталась попрощаться, но в итоге не смогла вымолвить и слова, пока меня решил попросить об услуге Курама. Остановившись, я развернулся к девушке и сказал, «Инна, тебе Курама хочет кое-что сказать». От моих слов, она тут же напряглась как пружина, но в итоге слегка кивнула, пока я же выпускал наружу чакру Курамы, которая сформировалась в его морду за моей спиной. Человек, я слышал ваш разговор и видел твой шрам, прости меня. Я не буду извиняться перед твоим кланом, твоими родственниками и другими жителями деревни, но я прошу прощения перед тобой, я не надеюсь, что ты поверишь мне, но хотя бы послушай. Я как никто другой любил эту деревню и в особенности клану Зумаки по своей прихоти, я бы никогда в жизни бы не напал на нее. Это все. И голова лиса растворилась, а я пошел дальше в лагерь, не оборачиваясь кайна. Надо торопиться, я чувствую, что он уже скоро придет. Промелькнула у меня мысль. Покинув поле зрения и на, пришлось перейти на бег, чтобы как можно скорее забрать те два балласта и вернуть их девке. Пока я их конвоировал, я также приказал своим людям начать собираться и отправляться на базу, не дожидаясь меня. Когда же я просто выбросил два тела на поляну, где сидела девушка, я тут же испарился, не дав ей даже заметить меня, хотя я думаю мою чакру она все-таки заметила, но найти меня взглядом так и не смогла. Встретившись с ранеными Филой и Элой, что уже выглядели хоть и побитыми, но куда более бодрыми, мы вместе направились домой, по пути заметая следы моих людей и оставляя ложные следы. Так продолжалось в районе шести часов. Из-за их ранений нам приходилось делать перерывы, поэтому это так затянулось, но вот наконец-то мы смогли вернуться и спокойно отдохнуть, принять душ и вкусно поесть, им это сейчас особенно сильно нужно было. Когда же я наконец-то разобрался со всеми насущными проблемами, я смог развалиться в горячей войне, нижась в теплой воде и чувствуя сходящую с меня кровь, пот и сажу. «Курама!» В пустоту сказал я. «Да, Аку!» «Чего хотел?» Расслабленным и таким же почему-то довольным голосом сказал Лис. «Почему ты извинился перед ней? Тебе ведь было все равно на ее раны, на ее потери и все остальное. Ты ненавидишь эту мерзкую деревню и на ней исключение». Немного подумав, Курама хмыкнул и сказал. «Ты должен научиться смотреть в будущее Аку. Тебе по-любому понадобятся верные союзники, хочешь ты этого или нет». Тех двух ты уже взял в оборот, и они вряд ли куда-то денутся, а вот Инна никогда не сможет принять тебя, пока не изменит свое мнение на мой счет. Ей нужно было посадить семя сомнений, пока она была слаба и дезориентирована. Дальше я уверен, она сама сможет нарыть всю нужную информацию и тогда ее ненависть просто сместит курс, и она уже будет отступать не от тебя в страхе, при твоем приближении, а наоборот к тебе, пока не упрется спиной в твою грудь, и тогда тебе будет достаточно просто обнять ее, и она уже не выберется из этих сетей. Разве не проще манипулировать ей, используя ее любовь вместо страха? Ты правильно тогда сделал, ты показал ей то, что они с тобой сделали, начав давить на жалость, а это инстинктивно потянуло ее к тебе, а ее любовь и восхищение, если это так можно назвать, просто форсировали события в десятки раз. Обдумывая сказанное моим напарником, я понял, что это было гениально, и по возможности надо было развить эту идею, ну а пока что надо было отдохнуть и просто ждать. Я вывел на прогулку довольно большую часть своих людей, теперь они должны стать куда вернее, а сплетные мозголомы помогут им в убеждении остальных. Получается теперь я наконец-то смог укрепить свое шаткое положение настолько, чтобы меня не убили при первом же провале, теперь можно будет подходить к дальнейшим планам с куда большей проработкой. Прикинув все выше обдуманное, я задался мучающим меня вопросом. Курама, что мне делать? У меня есть цель, но я не вижу пути. Я хочу уничтожить Канаху, но каков путь к этому? Простыми набегами это неисполнимая мечта, такими темпами нас найдут и уничтожат, но при этом я не могу найти себе достойного противника или учителя, что помог бы мне развиться. Стать сильней. Показать путь, по которому я пройду, чтобы выполнить свою цель. На время наступила тишина. Чтобы стать сильней, ты должен пойти своим путем, но при этом ты слишком сильно прикован к этой секции и надолго ты не сможешь ее покинуть пока что, значит нужна информация, а значит надо просто подождать, пока та девка не освоится, после чего начать охоту. После чего, как только мы окрепнем, я смогу стать куда свободней, переложив все на Джека и на девушек. Неплохо, но вот только. Курама заметил на моем лице борьбу и немного подумав, озвучил мои мысли. Но вот только ты скучаешь по ним. Подсунали и Вилой, ты снова хочешь их увидеть и снова начать общаться, ничего не скрывая. Грустно улыбнувшись, я кивнул. Да. Я сказал, что придется забыть о них, но это оказалось не по сильной задаче, но звать их сюда. Если насчет Ивилы у меня мало сомнений, то Цунади это точно не одобрит, она слишком мягкая. Пророкотав, Курама с усмешкой меня перебил. Как удивительно то, что у меня противоположное мнение. Та вампирша мало с тобой знакома, и хоть она явно что-то испытывает к тебе, она чужой человек. Цунади же, ты знал, что она из-за травмы не может иметь детей. Я удивился. Она никогда же мне не говорила что-то подобное. Хм, а я ведь заметил, что в ее глазах я видел любовь и заботу к себе, но не обычную, а именно, м-м-м, как бы это сказать, будто материнскую. Именно, ты для нее единственный сын, потеряв которого, она больше никогда не сможет почувствовать себя матерью, и как ты думаешь, с таким сдвигом в психике, ей будет важно, что ты делаешь, кого и как убиваешь. Я думаю, пора поменять твое мнение и немного расширить свою гвардию. Кивнув, я быстро вышел из купальни и вернувшись к себе в комнату, написал одно письмо, после чего вызвал Джека и дал указание. Джек, мне нужно, чтобы ты пошел в страну звезды и незаметно передал это письмо демону по имени Акоцит, а также найти одну девушку. Цунади, мне нужно, чтобы ты рассказал ей обо мне в особенности моих достижений, можешь приврать, но главное мне нужно, чтобы ты выставил меня как можно более беспощадным и кровожадным, и если она захочет, то приведи ее ко мне, а мне нужно отлучиться будет, возможно на месяц, скажи всем, что я буду тренироваться. Кивнув, Джек взял письмо и быстро его убрав удалился из коридора, где я его и нашел. Дерри, все готово. Да хозяин, я могу начать. Мне нужно просто откликнуться на него, и я чувствую, что оно примет нас. Мысленно кивнув, я увидел, как передо мной начал образовываться серый портал, который постоянно двигался и искажался, скрывая за собой неизвестность. Я чувствовал какой-то уют и родственность с ним, что сильно меня успокоило. Ви как-то упоминала это место. Место, откуда родом все демоны. Проверив карманы и все свое снаряжение, включая свитки хранения с едой и водой, я решительно шагнул в портал, не боясь встретить что-то ужасное. Немного ранее, пробегая между деревьев, мы уже несколько часов заметали следы нашего здесь пребывания и все это время меня не покидала мысль. Я должен стать сильнее, внезапно, будто отвечая на мой зов, я услышал голос Дерри. Хозяин, тот парень, из-за него я переполнена, я чувствую зов, хочу туда. Она это сказала, будто находясь в легком транспорте, поэтому пришлось аккуратно вытягивать всю информацию. Спустя примерно час переговоров, я узнал, что из того жир 300 дерева вытянуло очень много иниен энергии и сейчас она ее просто переполняла. Из-за чего? Она начинала слышать будто какой-то зов, но она убедила меня, что он был мне опасен и что он нам поможет. Она сказала, что демон этот зов не обидит и что она очень хочет пойти на него, чувствуя, что это просто часть ее пути развития. Если ты говоришь, что он нам не навредит, а наоборот поможет, то, как только вернемся и разберемся и со всем, мы отправимся туда, куда ты хочешь, а пока что отдыхай, да, ты ведь сможешь если что быстро нас вывести оттуда. На что я получил положительный ответ. Значит бояться было нечего. Услышав, что господин Кацит меня ищет, я тут же быстро отделась и выйдя из дома, направилась в его дадзю. Постучав по деревянной рейке, я услышала грубый голос, что разрешил мне войти. Господин Кацит, вы меня звали? Кивнув, он отложил один из своих мечей, убрав все предметы для его ухода, он достал письмо и положил его на стол. Письмо. Мне? Я уже хотела протянуть руку, чтобы его забрать, на что господин лишь злобно выпустил пар из своих жевал и отодвинул письмо от меня подальше. Это письмо, от моего нерадивого ученика. Услышав это, меня будто пробило молнией и я тут же вскочила на ноги. Атаку? Он жив? Где он? Сядь! Громко крикнув, он ударил своей лапой по столу, отчего я тут же пискнув, плюхнулась обратно на пол, тихонько потупив взгляд. Этот пацан наконец-то начал взрослеть, не совсем, конечно, в правильную сторону, но начало было положено и вот он обратился ко мне с просьбой, я долго думала насчет нее, но в итоге решил. Вилый, я больше не твой господин, отныне ты служишь кровью, телом и душе Узума Киаку. Отныне он твой господин и любой его приказ для тебя закон. На этом все, иди к Цюнеди, там тебя будет ждать человек, который проведет тебя, на этом твой долг оплачен. Свободно. От его слов я опишула и даже не успела сказать и слово, как была выставлена на улицу, как нашкодивший котенок. Чего? Сделав глоток из чашки с чаем, я снова открыл письмо. Ха, этот чертов пацан. Моему учителю коциту. Учитель, я буду краток, как вы и учили. Мне нужна Вилай, нужна не как надсмотрщик или нянька, мне нужен полный контроль над ней, для моих планов, я знаю, что она служит вам и, если вы скажете свое слово, она это сделает. Насчет награды, то, в следующий раз, когда мы встретимся, я исполню вашу мечту, я не дам вам и шанса на сопротивление и покажу, что вы глубоко заблуждаетесь насчет своей силы. Усмехнувшись, я сжег письмо, как ни в чем не бывало, продолжил ухаживать за своим оружием. Отдав письмо этому забавному демону, я тут же направился к дому девушки и, если честно, господину получилось меня удивить. Я по прибытию первым делом провел разведку и нашел дом, в котором она жила, но осматривая его повнимательней, я заметил, насколько же дом выглядел старым и разрушенным. Толкнув дубовую дверь, что сразу без каких-то проблем открылось, я вгляделся в тусклое освещенное помещение, обстановка была максимально минималистичной и выделялся только маленький молебный алтарис, как я понял вещами моего господина. Интересно, интересно, как же интересно. Зайдя внутрь, я увидел за столом девушку, что беспробудно спала в обнимку с бутылкой. Усмехнувшись, я тихо подошел к ней и приблизил свой когтистый палец в металлической перчатке, как вдруг, резко открыв глаза, девушка схватила моя руку и жала с такой силой, что металлические детали слегка промялись, а моя кость в руке жалобно заскрипела в нескольких местах. «Кто ты такой?» Грозно прорычала она, крепко держа меня за руку. «Хо-ха, прошу вас успокоиться, принцесса, я вам не враг, меня зовут Джек, Джек из тени. Я правая рука вашего любимого человека, хотя скорее уже не человека, ха-ха». Немного затупив, она резко округлила глаза, после чего резко схватив меня за шиворот, просто вбила в стену. «Акку? Ты знаешь, где он?» «Отвечай». В ней было столько гнева, что я просто не мог не усмехнуться на это, чем вызвал еще больший гнев моей цели. «Прошу успокойтесь, он сам меня послал к вам, и я пришел передать его приглашение». Протянув руку за пазуху, я медленно достал оттуда свиток и медленно передал девушке. Быстро выхватив его, она тут же кинула его на пол, разворачивая и снимая печать. Интересно, какая у нее будет реакция? Стоило только печать и пасть, как из свитка выпало десятки раскуроченных телефон всех возрастов, на лице принцессы застыл ужас, а после она, развернувшись, начала блевать, одновременно пошатываясь. «Мой господин уже стер несколько деревень с лица той страны, и каждый такой набег был для него будто праздником, вы бы видели, как он кромсал на части маленькую девочку, что без ног ползла, к фаршу, что был ее родителями. Все это я чуть ли не пел, активно жестикулируя, на что Цунаде лишь кривилась и пыталась держать новый рвотный позыв. Когда же я закончил свою песню, даже ни разу не соврав и не приукрасив, я молча стала наблюдать за ней. Она немного посидела на стуле, после чего будто что-то решив, сказала, даже не посмотрев в мою сторону. «Отведи меня к моему сыну». Ее тон не позволил мне даже вставить слово, поэтому увидев еще одну девушку в проеме дверей, что стояла с удивлением на лице и смотрела на нас, я просто махнул рукой, отправляясь на улицу. Наша дорога не заняла много времени, ведь все снатроих обладали огромной силой, поэтому уже спустя чуть меньше суток мы оказались на базе. Две женщины с удивлением оглядывали все вокруг. Наших инструментов в фиолетовых балахонах слегка отремонтированные помещения и, конечно же, они были поражены тронным залом. На этом троне сидит мой господин и направляет нас в светлое будущее. Правда названия у нашей базы еще нет, хихи. «Это, это секта. Ты заманил оков секту?» со злобой сказала мелкая вампирша. «Ну что вы, мисс, никто, никого не заманивал, я просто сказал правду нашему спасителю, и он сам согласился возглавить нас, используя как верных инструментов». Они мне не поверили, так пришлось еще долго ходить и объяснять им наше положение, приправляя это рассказами о его похождениях. Что же это будет интересно? Пройдя через воронку, я тут же оказался в другом месте. Где мы? Огромные песчаные дюны из серого песка, огромные черные скалы и черное небо с огромной голубой луной. Это место казалось абсолютно мертвым. Глубоко вздохнув, я почувствовал, как мое тело начало наполнять энергией силы. Здесь я чувствовал себя на совершенно новом уровне. Призывав Дерри, я осмотрел ее, она сильно выросла и сейчас постоянно крутилась у меня между ног, обтираясь об них и весело завывая. Это место и правда чувствовалось как родной дом. Ладно, Дерри, пойдем. Похлопав ее по голове, я направился в направлении скал, они были невероятно далеко и за один день, я точно до них не дойду. Я безостановочно шел больше суток, не чувствую хоть какой-то усталости, пока не заметил силуэт. М. Кто это? Достав клинок из-за спины и приготовившись к бою, я стал внимательно присматриваться к быстро приближающемуся силуэту. Когда он подошел на расстояние нескольких километров, я смог его разглядеть. Это был огромный, ростом в метров восемь, заплывший жиром, краснокожий монстр. Вместо глаз у него были черные провалы, в которых горела белая точка, а на его лапах были огромные когти размером с мой вакидзаси, который у меня был с собой. Он умчался на меня с огромной скоростью, и я видел в нем на конец то достойного противника, с убийством которого, я смогу стать сильней. Когда он приблизился на расстоянии в 300 метров, я создал несколько адских клыков и тут же метнул в него. Один попал ему в руку, остальные два в голову, его тут же охватило багровое пламя, которое он к моему удивлению быстро сбросил. В местах попадания было видно обугленную плоть, которая на глазах заживала и принимала свой нормальный цвет. Уже через десяток секунд он оказался прямо передо мной, замахиваясь огромной лапищей и втыкая свои когти туда, где я был буквально секунду назад. Песок в том месте просто взорвался, показывая огромную силу этого демона. Мне приходилось постоянно уклониться от его атак, иногда пытаясь подсечь его ноги, но вместо этого я лишь оставлял легкие царапины. Так продолжалось с десяток минут, пока я не понял, что медленно начинаю уставать и если так продолжится, то я просто умру. Деря же я приказал не вмешиваться, ибо она могла легко умереть от одной атаки такого монстра, а пользы от нее было ноль. Создав токсичную стрелу, я метнул ее ему в колено и заметил, как она тут же начала плавить плод демона, оголяя его кость и вызывая его дикий рев, полный боли и ярости. ТЦ, я не смогу прорубить его кость, только если не, хм, надо попробовать. Запустив очередную стрелу ему во второе колено, я сложил несколько печатей и создав маленькую капельку яда на кончике пальца, я провел ее по лезвию клинка, отчего он тут же полностью украсился в болотно-зеленый цвет, при этом не подвергаясь коррозии и разложению. Отлично! На моем лице расцвел хищный скал и я рванул в атаку, нанося по несколько ударов мечом в двух руках по колену монстра и отступая. Так повторялось раз за разом в течение долгого времени, менялось только две вещи. Моя усталость и его ярость, с каждым разом я пропускал все больше ударов, отчего по всему моему телу текла кровь из маленьких разрезов от когтей, которые я уже с трудом избегал. Когда я с трудом увернулся от очередного удара, пожертвовав своим правым глазом, кость не выдержала и лопнув, заставила демона завалиться на бок и стоило ему только коснуться песка, как я тут же со всей силы запустил мою козырную технику в его глаз. Токсичная стрела внутри адского клыка, бешено вращаясь, угодила прямо в череп демона, проникая в его мозг и развертываясь огненным взрывом из зеленого пламени, что тут же начал сжигать тело демона, но даже так, хоть оно его и убило, это пламя лишь смогло обуглить его кожу. Ха, 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 на конец тон сдох. Устало упав на песок, я огляделся в поиске новых врагов, но так ничего и не нашел. Хозяин, хозяин, скорее ешьте. В нем много сил. Услышав Дери, я призвал ее и она тут же рванула к трупу, начиная рвать его и впитывать его энергию. Неужели я смогу впитать его силу? Курама? Но в ответ была лишь тишина, сколько бы я его ни звал. Поначалу меня напугало это, но вспомнив, где я нахожусь, я немного успокоился и решил пока что отложить это. Я взял в ладонь немного крови этого монстра. Посмотрев на своего питомца с неуверенностью, я все-таки решился и залил в рот эту красную и мутную жижу. Меня тут же чуть не стошнило, но я смог с трудом удержать это в себе и проглотить, после чего начался настоящий ад. Стоило этой крови попасть в горло, как меня тут же скрутила невыносимая боль. Я чувствовал будто меня просто начало разрывать энергии. Моя кожа начала трескаться, а чакра канала медленно рушится. От нахлынувшей боли я сначала мог только кричать, но когда она стала еще сильнее, все на что меня хватило, это тихий сколеж и пускание слюней, пока Деря пыталась мне что-то сказать, бегая вокруг и толкая носом в грудь. После этого наступила тьма. Проснулся, я от очередной вспышки боли и приоткрыв тяжелые веки изнеможенно посмотрел в сторону Деря. Хозяин, все хорошо, все закончилось. Вы смогли. Первое, что я заметил, так это то, что Деря научилась говорить вслух, а не только мысленно, а ее речь наконец-то стала нормальной. Или ее речь уже давно выпрыгнулась? Не помню. Опустив глаза, я осмотрел свое тело. Меня дико знобило, а руки тряслись. Что, что со мной произошло? Приподняв руки, я увидел лишь кости, обтянутые кожей. Я невероятно сильно исхудал. Приподняв футболку, я увидел ту же картину, мой живот чуть не вдавливался в позвоночник, при этом ни одна из ран не зажила, просто перестала идти кровь, но все порезы были до сих пор свежими. У организма не было сил на регенерацию. Хозяин, вы стали настоящим демоном, но вы истощены, «Вам надо поесть». Кивнув, я с трудом достал свиток с едой и начал его просто потрошить, закидывая в свою глотку все, что там было, но даже съев месячный запас, я был все еще голоден, и тут мой взгляд упал на пол сгнивший труб демона, в котором копошились сотни мерзких личинонок. От этого зрелища меня начал разбирать смех. Ха, ха-ха, ха-ха-ха-ха. Снова, вернулся к тому, с чего начал. На мое лицо вылез безумная скала и я медленно пополз в сторону еды, когда же я оказался рядом с трупом, я просто вцепился в его мясо зубами, начиная пожирать все, что там было. Личинки, плесень, гниль, мясо. Все это отправлялось в меня и с каждым укусом мне становилось все смешней. Даже вкус тот же, тот же, что и у сгнившей крысы, такой же отвратительный. Пока я ел, я не обращал внимания на изменения, что происходили в моем теле, я просто ел несколько часов, пока не почувствовал удовлетворения. Дерри, сколько прошло время дня. Упав рядом со мной, она сказала, почти месяц, хозяин. Теперь понятно, почему я так истощил, нам пора возвращаться, ты сможешь снова открыть эту воронку. Кивнув, она добавила, вы теперь тоже демоны можете сами ее открыть, просто пожелайте уйти отсюда. Я сделал, как она сказала и сразу же почувствовал, как почти весь мой резерв чакры, просто исчез, но передо мной все-таки открылась воронка. Пошли подруга, нас там уже заждались. С трудом встав, я персона с вотантою поковылял к воронке, проходя сквозь нее и оказываясь на той стороне. Своей базе в своей лаборатории. Выйдя, осмотревшись, я увидел шокированную Цунадису вилой и моими рабынями, вместе с Джеком. Осмотрев их, на моем лице снова расцвел буквально животный оскал полный безумства. Прошел уже месяц нашего прихода сюда и к моему удивлению, нам не пытались промыть мозги, нам оказали достойный прием, а наши сомнения быстро опровергали. Цунади все это приняла, но было видно, что с каждым днем она была все напряженной. Вчера ее даже начало трясти, из-за чего она даже не смогла нормально поесть. Он должен скоро вернуться, так что не беспокойтесь, лучше давайте сходим в его лабораторию и поговорим о дальнейших планах. Предложение Джека было довольно подозрительным, но у нас не было выбора, кроме как согласиться. Когда же мы снова оказались в темницах, где было много засохшей крови, меня снова начала мучить жажда, но я старалась этого не показывать, хотя не могла не бросать взгляд на двух девушек. Филейла. Это были хоть и странные, но хорошие девушки, поэтому мы быстро поладили. Когда же мы попали в лабораторию, Цунаде уже хотела что-то сказать, как внезапно перед нами открылся портал. Чистилище. Что здесь делает портал в Чистилище? Стоило мне договорить, как из портала вышла фигура, взгляд на которую поверг нас в шок. Потрепанная грязная одежда, невероятно исхудавшее тело, покрытое сотнями маленьких и больших порезов. Смотря на него, я просто не могла поверить, что вижу перед собой Аку. А когда он посмотрел на нас, это, это улыбка. Страшно. Его скал заставил покрыться потом, наверное, всех нас, его единственный целый глаз выражали такое безумие, что я просто не могла это даже описать. Отойдя от шока, я увидела, как он уже начал терять сознание и только я хотела подхватить его, как меня опередила Цунаде. На невероятной скорости, она тут же оказалась возле него и легонько подхватив на руки, прижала его голову к своей груди. Из ее глаз тут же хлынули слезы, невероятным потоком, пока она опав на пол, тихо покачивала тело парня, будто младенца, при этом ее руки неосознанно светились ярким зеленым цветом, залечивая сотни порезов на исхудалом теле Аку. Что с ним произошло? Спросила одна из девушек, эту вроде звали Фила. Он наткнулся на демона, если он выжил, значит, скорее всего, красного против других у него не было бы иша. Остановившись, я внимательно прислушалась, показав рукой, чтобы другие тоже замолчали. Цунади. Срочно его на стол. Его сердце, оно останавливается. Цуна, хоть и была сейчас в отвратительном состоянии, но опыт медика не дал ей потерять и секунды, она тут же аккуратно положила его на стол, разрывая одежду и подготовив инструменты, начала лечить его. Зашивать самые большие раны, затягивающие крои, более маленькие. Также ему понадобилось переливание крови, демону и полудемону могли перелить, только демоническую кровь. М, я, я не могу, меня и так давно мучает жажда, если я еще и свою кровь отдам, то кто-то здесь может умереть. Недолго думая, Цунади, отведя глаза в сторону, вскрыла себе вену и вставила запястье мне в рот. Фу, почему она на вкус как Саки? Промелькнула у меня мысль. Спустя несколько часов, операция была окончена успешно. Аку был жив и ему ничего не угрожало, а моя жажда почти не изменилась, может только стала чуть-чуть сильнее и сейчас я снова ухаживала за этой перебинтованной мумией, иногда ненароком бросая взгляд на его шею. Черт, надо отвлечься чем-то. Достав свою любимую книгу, я начала в сотый раз перечитывать ее, лишь бы пока забыть о жажде. Так прошло несколько часов. Все это время я была одна, поскольку Цуна дегасила горе в бутылке и даже Аку не мог этому помешать, а остальные просто занимались своими делами. М-м-м. Заметив, что он начинал медленно просыпаться, я решила заняться готовкой. Смотря на его нынешнее телосложение, ему понадобится довольно много еды. На все это у меня ушло еще чуть больше часа и когда я вернулась в комнату с кастрюлей горячего супа, то увидела проснувшегося Аку. А ты проснулся. Подожди, я сейчас сниму часть бинтов. Поставив кастрюлю, я подошла к нему и уже хотела снять бинт с его рта, но тут я наткнулась на его взгляд. Вся эта ситуация почти в точности повторялась с той, когда он чуть не убил себя, но сейчас было одно единственное отличие. Это его взгляд, если раньше он был почти что мертвым. В нем не было даже искорки жизни, то сейчас, сейчас я видела в его глазе бушущее пламя воли и безумия. Сняв бинт, я спросила. Аку, ты в порядке? Как себя чувствуешь? Медленно моргнув, он слегка улыбнулся. Я в порядке, не переживай. Я скучал по тебе, Эви. Тихо сказав это, он улыбнулся еще обворожительней, отчего у меня по лицу прошелся легкий румянец и как нарощено, он был прекрасно виден на моей мертвецке бледной кожи. Я тоже скучала по тебе и очень переживала, что больше не увижу. Ладно, разговор и потом, сначала смем бинты, потом поедим. Кивнув, я начала менять повязки, одновременно с этим растирая его телом Азию для скорейшего заживления и реагировал он на нее все так же. Ужасно чешется. Терпи. Эта сцена слегка разрядила обстановку, по крайней мере для меня. Начав перевязывать его глаз, я не смогла сдержаться и спросила. Ты чем думал, когда решила Поли? Молчи. Он тут же пресек мои слова и раньше бы я бы просто еще сильнее его отругала, но теперь, теперь я служу ему и ослушаться его слова не могла, поэтому все, что я могла, это лишь проглотить обиду и грусть от такого обращения. Эви, так было надо, просто поверь мне. Я там окажусь еще не один раз и не два. Просто доверься. Скрипив наши ладони, он пронзительно на меня посмотрел, не давая возможности даже притвориться обиженной. Ладно, я верю тебе, но потом я хочу, чтобы ты все рассказал мне все хорошо? На что он кивнул. Лежа, весь перебинтованный, я разговаривал с Курамой. Ты совсем идиот. Ты зачем туда полезь? Ты ведь ничего не знаешь об этом месте в принципе, как и я. Он был очень недоволен. Не беспокойся, я все предусмотрел. Я всегда мог оттуда уйти, уж деле я верю, к тому же сил у меня вполне достаточно, чтобы хотя бы выиграть секунду противника на побег. Еда и снаряжение было запасено, а если бы я начал искать информацию, то потерял бы слишком много времени, я переживал за дерью, меня пугало ее состояние, я прекрасно чувствовал, как энергия просто рвется из нее и ни разу не в хорошем смысле. У меня не было выбора. Немного помолчав, он постарчески цыкнул и все-таки признал отчасти мою правоту. Стоило тебе только туда шагнуть, как я почувствовал, что оказался полностью заперт. Я не мог видеть, слышать, чувствовать, говорить и влиять на мир. Я был в полнейшей изоляции. Улыбнувшись, я не мог не съязвить. Значит, демон Лис не такой уж и демон. Эта шутка даже у него вызвала легкий смех. Ты изменился. На что я не мог не согласиться. Да, я многое понял, зато приключение и главное, я нашел свой путь. Этот культ, почему я вообще им хоть что-то должен, почему я парюсь о их лояльности. Сейчас мне никто кроме Джека не угроза, но и он не проблема пока что, а когда я стану сильней, мне этот культ и не нужен будет. Сейчас главное привести себя в форму. Чувствую, как раны затягиваются, я с трудом встал с кровати и начал делать зарядку, медленно набирая темп. Конечно, мое тело было в ужасном состоянии, но при этом я чувствовал, что стал лишь немного слабей, а значит стоит вернуть свое тело и тогда моя сила поднимется на новый уровень по сравнению с прошлым. Тело демона невероятно. Проскочила у меня мысль, когда я смог сделать уже сотню отжиманий в своем состоянии. После легкого отдыха, я наконец-то смог блееме не ходить, хоть и опираясь на костыль. Выйдя из комнаты, я пошел в столовую, где хотел найти одну особу, и я не прогадал. Стоило только открыть дверь, как я увидел цуну в окружении кучи пустых бутылок. Подойдя к ней, я лишь легонько погладил ее по голове, вспоминая наши с ней отношения, я не мог не улыбнуться. От глубокой ненависти и страха, к привязанности и возможно даже любви. А ведь раньше ты была просто пьяницей с кучей долгов и тебя никто не интересовал, а теперь ты и правда похожа на настоящую мать, хоть и пьяницей и ты быть не перестала. От моих прикосновений она, слегка поморщившись, медленно открыла глаза и подняв голову посмотрела на меня. Словами не описать какой у нее был взгляд, но к моему удивлению она быстро успокоилась, и все так же продолжая лежать на столе, лишь слегка улыбнулась. Я скучала по тебе, когда ты исчез, я чуть сама войной на этих ублюдков не пошла, Коциту приходилось постоянно меня останавливать, я рада, что ты жив. Она на глазах молодела, и старые бабули пьянчуги, она снова преобразилась в невероятную красавицу, что заставляло мечтать о себе любого, а слегка мокрые глаза только придавали ей женской нежности. Не волнуйся, Цуна, больше я не уйду. Теперь мы сможем быть вместе. После чего я крепко обнял ее, пока она обнимала меня в ответ. После этого события прошло несколько дней и сейчас я уже наконец-то снял все бинты, хоть и выглядел как ходячий скелет. Я собрал всех четверых девушек в обеденном зале, который был полон еды. Аку, подожди, прежде чем мы начнем, я хотела бы кое-что сказать. Все же расселись по местам, лишь Иви только стояла передо мной. Кивнув, я стал внимательно ее слушать. По приказу Коцита, я отныне перехожу в полное твое распоряжение, как слуга и верный защитник. Прошу, позаботься обо мне. Она встала на колени и слегка склонила голову передо мной. Это был обычный процесс присяги. На что я лишь кивнул и потрепав ее волосы, попросил встать. Но раз все собрались, то давайте поедим и поговорим, ибо вопрос, я уверен, у всех много. После чего началось застолье, мы ели и разговаривали. Я полностью рассказал, что со мной произошло и что я сделал. Кто такой Джекс Филой и Глой многое другое. М, господин, как ты неуверенно произнесла Ви. Я с самого начала заметил, что с присяги она была будто не в своей тарелке. Она не знала, как ко мне обращаться теперь. Просто Ку. Не надо всего этого. Мои слова вызвали счастливую улыбку на ее лице. Тогда Ку, я все-таки не понимаю, почему и как ты оказался в чистилище и главное, я заметила, что твой запах изменился. Скажем так, у меня не было выбора. В одной из битв Дели поглотилось слишком много энергии за короткий срок в результате чего, она не могла ее поглотить. Поэтому мне пришлось пойти в неизвестность, чтобы ее спасти, а уже там, я встретил краснокожего монстра, убив которого и поглотив его кровь, я стала настоящим демоном. Призывав Дели, я продемонстрировал ее новые размеры, если раньше она была мне до пояса, то теперь передо мной стояла волчица с головой покрытой костяными пластинами, ростом, чуть выше моей груди. Она стала куда больше. У меня остеек, сказала Цуна. Здравствуйте. То, что она заговорила, вызвало шок у всех, но после этого они очень часто донимали бедное животное расспросами, отчего она в итоге, фыркнув, просто вернулась в мой дом, который теперь вырос в несколько раз. По итогу закончили мы только поздней ночью и пока все шли спать, я решил помыться, погружаясь в свои мысли. Тебя что-то беспокоит? С издевкой спросил Курама. Если знаешь, то объясни. Тут все просто. Просто мальчик вырос и теперь мальчика интересуют девочки, а когда они находят друг друга, то... Да я и без тебя знаю, что они делают. Крикнул я, не в силах это слушать. Мне не было стыдно, но эта издевка меня бесила. Ладно, ладно. Аку, тебе почти 13 лет, ты должен был раньше этим заинтересоваться, но постоянная нагрузка и чувство опасности не позволяли этому прорваться. Сейчас же ты обрел теплый дом, вкусную еду, чистую одежду, а главное безопасное окружение. Ты расслабился и стал увереннее, отчего твое либидо просто пробудилось, а становление демоном его только усилило. Это нормальный процесс, хоть и кажется для меня странным, но для существ из плоти и крови это нормально. Да и не один ты от этого страдаешь. О чем ты? Пытаясь подобрать слово, Курама объяснял мне все как маленькому ребенку. Ну, например, та вампирша. Ты ее глаза видел? Ты, конечно, заметил ее частые румянцы, но вот в глазах у нее настоящая буря. Чистейший голод и не только по крови, я надеюсь, ты понимаешь о чем. Это касается всех у твоих рабыни даже Цунади, просто первых двух сдерживает страх и почтение, а вторую множество факторов, начиная от родственной связи, заканчивая возрастом, но если это тебя не убедило, то вспомни Инна. Уж ее глаза ты хорошо видел. Обдумав все это, я пришел к однозначному выводу. Он прав. Всех нас одолевает похоть, только кого-то сильнее, кого-то слабее. И вот поэтому ты с трудом отвел глаза с груди Цунади, когда она спала, и именно поэтому ты с трудом сдержал оскал, когда вампир шевалялась у тебя в ногах. Если с первым я был согласен, то вот второе, я не очень понял, что тогда произошло, поэтому спросил прямо. Аку, Аку, все тебе объяснять надо. Ты побита жизнью, лис, от этого у тебя пошли мелкие сдвиги в личности и одна из них это садизм, хоть ты этого пока и не видишь. Твой садизм сливается с грехом каждого человека и демона, а именно жаждой власти и как итог тебя возбудило то, что вампирша стала полностью тебе подвластна, а ее унизительная поза и неуверенность подстегнули твои другие наклонности. Так что тебе просто надо найти девушку, это как и укрепит их верность, так и поможет избавиться от стресса. Только когда будешь это делать, предупреди меня, чтобы я отвернулся. К моему удивлению, последние слова напарника не были издевкой и ему похоже это и правда было неприятно. Усмехнувшись, я выбрался из ванной одев штаны, пошел к себе в комнату. Время было уже позднее, поэтому надо было ложиться спать. Зайдя внутрь, я разложил все вещи и встав перед зеркалом, осмотрел себя. Все мое тело покрывали шрамы, как свежие, так и уже старые. Самые маленькие уже давно сошли без следа, остальные же лишь медленно уменьшались. Коснувшись своего лица, я провел рукой, по трем шрамам, что начинались от щеки и через шею шли на ключицу. Они были огромными и уже вряд ли когда-то сойдут. Неприятное зрелище. Сказал я вслух, как тут же раздался стук в дверь и стоило ее открыть, как передо мной предстала Ви в своем плаще и маске. Что такое? Ты что-то хотела спросить? Ее приход в полном снаряжении и очень зажатая поза напомнил мне разговор с Курамой, но я тут же отогнал эти мысли, решая просто узнать, что она хотела. Ты, как ты себя чувствуешь? Подводка к основной теме была очень плохо, но я решил просто промолчать насчет этого. Все в порядке, во многих местах еще болит, но кроме ран меня больше ничего не беспокоит. Ты проходи. Впустив ее внутрь, я мельком глянул ей в спину, но тут же и отвел взгляд. Так чего ты хотела? Не только же спросить за мое самочувствие. Медленно я начал догадываться, почему она пришла и почему в маске. Ей было стыдно. Ну, просто хотела поговорить. Все-таки мы давно не виделись, хотя на деле прошло только больше месяца, но она довольно быстро говорила, что было хоть и трудно, но все-таки заметно. Да, я тоже думаю, что будто и несколько лет прошло. Столько всего навалилось. Культ, Канаха, Учихи. Слишком много проблем. На моем лице всплыла легкая улыбка, про что я и говорил Аку. Видишь, ты уже почти уверен зачем она пришла, но при этом ты тянешь время, ты наслаждаешься ее мучениями. Мне не было что ответить, я и правда чувствую некое тепло в груди, смотря на нее в таком состоянии, но я в принципе был и не против. Не мне говорить о морали и не мне же когото париться за это, тем более себя. Эм, ну, расскажи о том, как ты победил того демона. Видимо, из-за Курамы мы полминуты сидели молча, так я еще и все это время не сводил с девушки взгляд, хоть можно сказать я и не смотрел на нее, но это только сильнее ее смутило. Ну, я был очень удивлен, когда узнал о том, что они мало восприимчивы к адскому пламени. Будто немного расслабившись, она кивнула. Поэтому пришлось идти в ближний бой, поскольку он был очень быстр. Я долго уклонялся от его атак, пытаясь прорезать его кожу, но у меня так ничего не получилось, когда же я стал уставать, то смог выиграть секунду и отправил в него токсичную стрелу и она показала себя невероятно хорошо, но времени на технику он мне не давал, поэтому пришлось снова рискнуть и попробовать закончить мою старую технику с нанесением яда на клинок и у меня получилось, после чего я подрезал ему ногу и когда он падал, отправил в голову мою самоубийственную технику, после чего он умер. Ты не хочешь пить? Услышав последнее, она на секунду встрепенулась. Очень хочет он есть, нет, спасибо. Секунду паники прошла моментально, вместо нее пришла грусть. Ты ведь и так все понял? От моего кивка ее плечи тут же опустились, а сама она медленно стянула с себя маску, обнажая пунцовое лицо. Почему просто не попросишь или не попьешь из кого-то другого? Потому что просить мне ни у кого, те два, с ними я слишком плохо знакома, а отцу наде перегаром несет, даже от ее крови, а почему не попросила у тебя, много причин. Ты ранен и сам еле на ногах стоишь, так и я еще со своими хотелками, да и ты мой господин как-никак, а это неприлично, когда слуга пьет кровь господину, это настоящее оскорбление. Поджав ноги и положив голову себе на колени, отчего маленькая Ви казалась еще меньше, она грустно все это рассказала. Как я и сказал, я чувствую себя хорошо, а насчет господства, то сама должна понимать, что меня это не волнует, но меня интересует, я слышал, что тебе больше нескольких сотен лет, но твой характер от нее повеял обидой будто каким-то комплексом. Я не имел в виду ничего плохого, Ви, я к тому, что я за несколько лет успел, как и размякнуть, так и задубить, но ты не меняешься. В ответ она тихо пробурчала. Я меняюсь, только медленно. Я родилась демоном, живу я куда дольше людей, поэтому у нас рождение мозги по-другому работают, они более устойчивы, поэтому чтобы человеку поменяться, ему может хватить и года, а нам и десятилетий будет мало. Если так смотреть и пересчитать, то на человеческих годах, мне будет может чуть меньше восемнадцати. С каждой минутой бросая взгляд на мою уши все чаще, она объяснила мне довольно важную вещь. Ясно, я учту это в будущем. Тогда позволь еще раз спросить. Эви, ты хочешь пить? Немного приподняв голову, я дал Эви полное свое согласие, на что она лишь еще сильнее покраснев, слезла с кровати и подойдя к креслу, на котором я сидел, она просто забралась мне на колени. Я только сейчас заметила, как ты вырос. Это из-за того, что ты стал демоном? Она была права, я сам только недавно заметил, что стал выше, сейчас я выглядел уже не на двенадцать, а на все пятнадцать или даже шестнадцать лет. Пожав плечами, я подхватил девушку и придвинул к себе поближе, прижимали ее голову к своей шее за затылок, чем вызвал легкий писк с ее стороны. Правильно, будь грубее, ты должен показать ей, что ты достаточно силен и инициативен, чтобы она могла отдаться тебе в руки. Продолжал рыкотать Курама, пока я с холодом смотрел на свое отражение, что не ушло от его взгляда. Хм, ясно. Ты думаешь о том, что почти что используешь своего близкого человека без его ведома? Будто приручаешь дикое животное. Так ведь не ведут себя близкие люди, да и не ожидал ты от себя такой реакции на них да? Ха, запомни Аку, всегда держи нож наготове, ведь эта малышка готова ради тебя почти на все, но это почти все портит, ты уже не тот мальчишка, живущий в конуре и питающийся крысами. Ты вырос и вырос в монстра, ты никогда не сможешь стать обычным человеком, просто собрать вокруг себя на кону стоит слишком многое, чтобы им доверять. На кону стоит твоя жизнь и твои мечты. Свою любовь ты и так получишь, но лучше быть живым и получать понемногу, чем получить сразу кучу и умереть. Курама наконец-то говорил искренне, и он был таким же параноиком, как и я, и если раньше он пытался меня свести с ними, чтобы моя личность просто не посыпалась, то сейчас, когда я креп, он мог быть честен и поделиться своим истинным опытом. Ви все это время в полном блаженстве посасывала моя кровь, прокусываясь слегка кожу, а после медленно наслаждаясь, слизывала и всасывала капельки такого деликатеса для нее. Так что ты выбираешь? Ты можешь конечно не послушать меня, но вспомни свои слова. Чем дальше ты будешь идти, тем большим монстром ты будешь становиться, и чтобы удержать их подле себя, надо превратить их во что-то другое, но точно не в близких. Марионетки, инструменты, фанатиков, кого угодно, ведь если они будут твоими близкими, то когда-нибудь они дойдут до своего порога и смотря на кучу разрубленных детей и стариков, они поймут, что ты больше не то таку, что плакал и с детской гордостью не давал вылечить свои раны и именно тогда в твоей спине окажется десятка ножей и здесь даже я тебя не спасу. На моем лице появилась легкая улыбка, а пламя в одном глазу стало чуть слабей, но вместе с тем и будто холодней. Курама, я верю тебе, я верю тебе так же как себе. Такого достойна только ту идея. Спасибо парень, я ценю это. Очень ценю. Ненадолго замолчав, мы вместе хмыкнули, и он уже куда веселее сказал. Что же, раз мы с тобой заодно партнер, то давай начнем. Сейчас она максимально уязвима, ибо мозги у нее затуманены. Я слышал, что для вампиров кровь как наркотик, а твоя кровь из-за кучи мутаций и примесей стала еще бойней и сейчас у тебя на коленях сидит очень молодая обдолбанная девочка, это твой шанс. Для начала погладь ее по спине, пройдись легким движением пальцев по ее хребту, начиная от шеи и заканчивая копчиком. И чего мы этим добьемся? Спросил я, но тут внезапно влезла деревья. Любое подчинение начинается с воздержания, хозяин должен приучить ее к приказам, надо вбить ей в подкорку мозгомысли, о послушании, что без вашего приказа ничего делать нельзя. Надо начинать с малого. Услышав мнение этих двоих, я кивнул и сделал, как они сказали. Спустив руку с ее затылка на шею, я слегка надавил пальцем на ее позвоночник и медленно, поглаживающим движением провел вниз, почти до ее ягодиц. От этого Эви сильно дернулась, ибо не ожидала этого. Пей, и не останавливайся, я не могу тебе дать ее много, но у нас еще много времени, поэтому не торопись и медленно наслаждайся. Это почти моментально успокоило ее, и она снова принялась за свое дело. Она все так же по капельке тихонько слизывала кровь, а иногда просто размазывала их по губам и медленно облизывала их, наверное, это связано с тем, что моя кровь стала еще вкуснее, но я не уверен. Я отбросил все мыли и еще раз провел рукой по ее позвоночнику, вызвав новую дрожь, но уже куда более мелкую, так она со временем привыкла к ним и даже неосознанно подставляла свою шею под мои руки. Хорошо, она расслабилась и это главное, теперь на любые твои прикосновения она будет реагировать куда мягче. Теперь нужно довести ее до кульминации, но не дать ей насладиться этим. Когда почувствуешь, как она начнет дрожать, то сразу уже убери руки от нее, но перед этим, ты должен медленно подобраться к ее чувствительным местам. Главное не вспугни ее. Вся эта ситуация вызвала у всех нас дикий азарт. Азарт охоты на очень большую и опасную добычу я такое чувствовал, когда сражался с краснокожим демоном. Одно лишнее движение и провал. Сейчас Иви сидела на мне как принцесса, повернувшись боком и уперевшись мне в ключицу лицом. Поэтому при очередном движении я сместился с ее позвонка и проведя уже всей ладонью по краю ягодицы прошел через талию к ее бедру. Это вызвало новое вздрагивание, на что я, ничего не говоря, просто вдавил ее лицо в себя, не давая дернуться. Это был опасный шаг, но учитывая наши отношения, она должна позволить мне это. Главное не дать ей никакой инициативы, заставить ее сидеть бревном и принимать все, что я делаю без возможности ответить. Еще несколько раз она пыталась дергаться, но уже через минуту она тихонько разжала свои бедра, дав пространство моей руке, когда она легкими движениями перетекала с внешней части на внутреннюю. Дальше я не торопился и немного задержавшись на бедре, буквально легонько, будто не специально, одним пальцем слегка коснулся ее сокровенного места и к моему удивлению, она уже не испытывала такого сильного сопротивления. С каждым разом, как моя рука, лаская ее маленькое бедро, обтянуто и рваной в некоторых местах тканью, залезала ей под юбку, касаясь все больше и больше ее сокровища, она начинала томно вздыхать. Спустя несколько минут, я уже откровенно удовлетворял несопротивлявшуюся девушку. Когда же я почувствовал сильную влагу и только подступающую дрожь, я тихо ей прошептал. Терпи! Терпи сколько можешь, как только ты сорвешься, то я больше не смогу дать тебе крови. Ее затуманенный мозг с трудом смог обработать мои слова, поэтому она, напрягшись, пыталась держаться. Поначалу она столько это переносила, но через несколько минут она уже начинала тихо скулить, пытаясь насладиться кровью и не дать себе финишировать, но в итоге она не сдержалась и я почувствовал это. Резко убрав руки, я слегка отстранился от нее, получая грустный и затуманный щенячий взгляд. Это все пока что. Теперь тебе пора. Веди себя хорошо. Все это я тихонько нашептывал ей, нежно глядя по голове, а после поднимая и относя в ее комнату. Она пыталась что-то сказать или сопротивляться, но слегка недовольного взгляда и пары поглаживаний было достаточно, чтобы уничтожить ее сопротивление. Уложив ее спать, я вернулся в свою комнату и также упал на кровать, моментально проваливаясь в сон. На следующее утро мы все собрались в обеденном зале. Все кроме Эви, поэтому пришлось идти за ней, подойдя к ее комнате, я услышал тихое бурчание в подушку. Стыдобо, стыдобо, какая же стыдобо. Ему же только двенадцать, да меня Цунади вскроют как консерву. Слушая все это, я не мог не посмеяться. Тихо открыв дверь, я вошел внутрь и тихонько сел на край кровати напротив Ви, что до сих пор вылов подушку и долбила своими ногами по кровати. Смотря на нее в ночнушке, она и правда была похожа на ребенка, что был еще младше меня. Поднеся руку, я тихонько провел пальцем по ее позвоночнику через очень тонкую ткань. От этого она вздрогнула так, будто ее ударило туком, после чего она замерла, уткнувшись лицом в подушку. Аку? Тихонько спросив, она вцепилась в эту подушку как в спасательный круг. Эви, не надо этого стесняться, ты всегда можешь у меня пить кровь, когда пожелаешь. Учитель Кацит полностью передал мне твое тело и душу и я сказал, что позабочусь о них, так что давай вставай и пошли завтракать. Хоть и с трудом, но у меня получилось ее убедить выйти из комнаты и шла в столовую она с невероятно багровым от смущения лицом, иногда будто желая прижаться ко мне, но быстро отгоняя эти мысли и отдаляясь. Всем доброе утро! Рассевшись мы принялись за еду, пока Вика выряла завтрак и пытаясь скрыть румянец. Аку, что ты планируешь делать дальше? Посмотрев на Цуну, я грустно улыбнулся от того, что вспомнил вчерашнее мое решение, но быстро это скрыл. Мне надо привести себя в форму, чтобы выйти перед своими слугами, так что в районе месяца я точно буду свободен. Этого времени должно хватить на обработку вампирши. Хмыкнул Курама. После завтрака я направился к Джеку, чтобы узнать о всех событиях, что я пропустил, но он мало чего мне рассказал. Мы удвоили нашу численность, доведя до двух с половиной сотен и наладили разведывательную сеть в Канохе, благодаря ее цветочному магазину, которую оказывается держала ее семья и в котором она помогала. В остальном я все свое время посвящал плотным тренировкам для скорейшего возвращения формы, учебе и обработки ИВИ, хотя и про других я не забывал. Я изучал психологию, тренировал киндюцу, стараясь отточить каждое движение и каждый прием. Благодаря Цунаде, я снова начал тренировки по оттачиванию контроля и главное, я наконец-то начал изучать медицинские техники. Для меня это было чем-то невероятным, потому что с одной стороны против медицины выступало мое количество чакры и чакры Курамы, усложний контроль в противовес которого шло обучение у лучшего медика, постоянные тренировки с контролем и к моему удивлению демонизации, она усилила мои рефлексы и чувства, помогая мне в контроле. Конечно, никого кроме себя, я своей чакрой вылечить не смогу, ведь их просто расплавят, особенно с учетом того, что токсичность моей чакры стала еще сильнее, это я узнал, когда сидя в лаборатории, я делал тренировку с контролем и когда сорвавшийся поток чакры вышел с моей руки, она угодила в стену и начала окислять и медленно разъедать камень. Причина была найдена легко. Сгнивший демон, после демонизации, сильно стимулировал процесс моей мутации. Также я постоянно тренировался с цуннеди, филой и элой, особенно часто с последними двумя. Я устраивал спарринги, в которых легко побеждал. В прошлом мне бы пришлось переложить немало сил, но сейчас это не вызывало каких-то больших трудностей, а вот спарринги с цуннеди меня просто втаптывали в грязь. Я даже не мог ее коснуться. Все-таки я и чувствовал прибавившуюся силу и являлся непобедимым, но это только касалось моего лягушатника. Сейчас я хоть и с трудом, но двух слабых джанинов осилю, либо пару грубчунинов, но не больше к удивлению мне даже не стыдно за это. Все-таки джанин это элита, после которой идет только убийцу джанин или джанин шранга, это уже элит-элит, которым я вообще не ровный на конец-то финал. Каги, главный правитель и ублюдок деревни. Сильнейший шиноби. Цуннеди рассказывала мне о нем и его силе и грустно это признавать, но он меня даже с завязанными глазами раздавит как муху. Обдумывая все это, я принял на косой блок танты я прокинул одну и сдвинув локоть, ударил под их второй. На этом наша очередная дуэль была окончена. Вы хорошо потрудились, можете отдыхать. Убрав оружие за спину, я посмотрел на двух девушек. Элла была немного расстроена очередным проигрышем в то время как ее подруга брюнетка с радостью смотрела на меня. Ее фанатизм прогрессировал и мне это было только на руку. Можно сказать одну я к себе уже привязал, осталось только подтолкнуть ее в нужном направлении. Прошло только несколько дней и с того момента как и випела у меня кровь в последний раз и пока что все было тихо, я наслаждался тихой мирной жизнью и пока было время в то время, как Канаха начала что-то подозревать и шерстить границы страны, об этом мне сказала Инна, а ей это сказал и ее учитель. Так не верить в это, я не видел смысла. Также недавно начался экзамен на повышение среди моих одногодок и хоть он меня немного заинтересовал, но в моем состоянии я точно не смогу как-то проникнуть на него или повлиять. Из чего ты им так заинтересовался? Спросила Ви, пока мы сидели в библиотеке. Я читала книги по психологии в то время, пока девушка просто бродила и осматривала книжные шкафы. Во-первых, там будут другие деревни и мне было бы интересно узнать о моих возможных противниках, все-таки мы одногодки рано или поздно достолкнемся где-то, да и вообще мне интересно, что там за испытания такие, что не всегда все выживают там. Хм, ну в принципе логично. Кстати, я все хотела спросить, зачем тебе лаборатория, если ты ей не пользуешься? Да, либо времени не хватает, либо материала, мне уже давно хочется провести пару экспериментов с щекрой, но, сама понимаешь, ты мне напоминаешь одного моего знакомого, такой же паранойя кроботяга. Понастроил лабораторий, а в итоге засел в одной и не вылезает. Если хочешь могу познакомить, я думаю, ты уже достаточно взрослый для этого. Вспоминая все те убежища, в которых мы жили, эта странная личность, про которую Иви постоянно умалчивала из-за моего психического состояния, у меня в глазу загорелось пламя желания. Я не против, тогда давай ты с ним свяжешься, и мы встретимся в одном из его убежищ, пить хочешь? Кинул я напоследок подколку, на которую Иви снова сильно покраснела, но к моему удивлению не отказалась. Есть немного. Потерпи до вечера хорошо. И, сделав милую улыбку, повернулся лицом к ней. Сидя на дереве, я медленно листал книгу, иногда бросая взгляд на окно здания, где сейчас сдавали письменный тест генины. Муторно, еще и столько работы. В последнее время работы и правда прибавилось. На границах страны творится хрен пойми, что шпионы других стран, разбойники, наемники, все друг с другом иногда дерутся, так еще и то ли культ, то ли обычный поджигатель объявилось. На границе страны было сожжено уже более пяти деревень, не считая баз разных криминальных личностей и вот недавно послали туда команду асумы и по итогу дети вернулись все израненные, но при этом они смогли найти виновника. Красноволосый парень в маске. Аку, что же ты творишь? Ты правда собрался уничтожить эту страну? Воспоминания об этом парне до сих пор тормошили мои шрамы и это было очень неприятно. Особенно осознавая во что он начинает превращаться в монстра, коим его и кличут. А ведь тогда он был таким милым парнем. Жутко стеснительным, неуверенным, но также жутко живучим. Может тогда тоже надо было убежать, как сделать Сунади? А не поздно ли сейчас? Хм, теперь уж точно поздно. Тяжко вздохнув, я перевернул страницу. Еще и Саски нервы трепет. Уже прошло больше месяца с того случая, когда Аку сам себя подорвал, но этому пареньку что-то не дает покоя. Он уже месяц все куда-то мечется, ходит с мур необычного и срывается на Сакурусхайра. Он явно был как-то связан с Аку, но как, мне непонятно, да и не слишком уж активно я лезу в это. Может попробовать еще раз с ним встретиться, если я сам буду ждать возможности, то нас всегда будет что-то прерывать до тех пор, пока один из нас не умрет и кажется мне, что эту игру закончить не Аку. Промелькнула мысль, от которой у меня под маской появилась легкая улыбка. С момента нашего последнего Сэви разговора прошла почти неделя, за которую я наконец-то смог привести свое тело в более надлежащий вид. Он, конечно, был далек от идеала, но я хотя бы уже не выглядел как помирающий от голода парень. Мое лицо избавилось от легких ямок, живот перестал облегать ребра и обзавелся небольшим количеством мышечной массы, делая его слегка рельефом и мой глаз наконец-то полностью регенерировал и когда это произошло, я с удивлением заметил, что радужка в нем приобрела кислотно-зеленый цвет. Обдумав это с Курамой, мы пришли к выводу, что это произошло из-за возросшей кислотности чакры и постоянным тренировком с ней, если мой второй глаз был на месте и уже достаточно напитался демонической энергией, думая это будет правильней, то первый начал впитывать мою кислотную чакру, отчего и произошли такие изменения. Эта неделя была наполнена тренировками и обучением, на которые я тратил от 12 до 15 часов, уделяясь ну и близким мне людям оставшееся время и хоть я не мог уделять им много внимания, но мое продвижение в отношении вифела было феноменальным. Первая на постоянной основе получала от меня кровь и ласки, которым она не могла сопротивляться, если для девушки это было подобно пытке, поскольку я редко доводил дело до конца, оставляя девушку неудовлетворенной и только в случаях, когда она была крайне покладистой, я позволял ей получить эту частичку удовольствия, то для меня это было невероятно приятно. Я не хотел маниакально смеяться, как садисты, которых описывала мне Цунади в прошлом. Я просто чувствовала легкое тепло в груди, смотря на ее муки, которое она сама постоянно хочет испытывать. Я беспощадно играл на ее чувствах, редко испытывая муки совести. Она ведь даже и подумать не может, что я медленно, но верно опутываю ее в паутину, превращая в верную марионетку, ведь, по ее мнению, как такое мальчишка, как я на это способен? Крайне импульсивный, ранимый из кучи шрамов на душе, который просто хочет отомстить и найти покоя в своей новой семье. Разве я могу что-то такое сделать с ней? По ее мнению, нет, да только она не понимает, кем я стал, за время правления культом, я больше не был ребенком, которого она во мне видела сейчас, и я надеюсь, когда она это поймет, будет уже слишком поздно рыпаться. Медленно, но уверенно, я совращал маленькую вампершу, что хоть и была по возрасту, как Трицунеди, но по характеру, она недалеко ушла от меня. Она всю жизнь жила в деревне с демонами, служа огромному жуку, помешанному на битве и если о половой жизни, она знала куда больше меня, то вот опыта у нее не было совсем, это сказал мне Курама, и я ему верил. Каждый раз, когда у нас был сеанс кровопускания, я поначалу не мешал ей наслаждаться кровью, но, когда она слишком увлекалась, я ставил ультиматумы. Чтобы получить новую порцию крови, она должна была что-то сделать. Начиная от невинных поцелуев и легких заигрываний, до самоудовлетворения сидя прямо у меня на коленях и смотря мне в глаза, все это было придумано Курамой Дере, ведь сам я был вообще никчумен в плане опыта половой жизни. Последнее было для нее самым тяжелым. В первый раз она даже сорвалась, поэтому пришлось чуть ли не насильно заливать в нее свою кровь, после чего притвориться будто ничего не было, но в конце концов, вчера она все-таки решилась на это и это было великолепно. То количество смущений, что играла на ее лице, и та похоть была просто невероятна, она сделала это быстро, но этот момент все равно отпечатался у меня в голове. Что же насчет филы, то тут все довольно просто, нужно было просто показать несколько раз будто не взначая свое красивое тело и величественность и сказать пару ласковых слов, после чего заставить ее сделать то, что она был никогда не сделала. Все было так. Несколько дней назад, сидя у себя в лаборатории, я занимался тренировкой, я висел вниз головой с турника и качал пресс, одновременно с этим упражняясь в сенсорике. Сегодня я пытался привести в исполнение один из моих планов. На данный момент уборкой моей лаборатории должна заниматься филы и примерно в это время она должна приди сюда, поэтому я специально подбирал упражнения, которые могли бы привлечь взгляд к моему телу. Курама, ты уверен, что это сработает? Спросил я про себя обращаясь к напарнику, который придумал этот странный план. Он уже сработал и да, за сенсорику я ставлю тебе незачет. Не поняв о чем он говорит, я слегка скосил взгляд в сторону двери и заметил маленькую щелку, из которой на меня смотрели два глаза, в которых плескалось нечто странное, похожее на помесь благоговения и безумия. Закончив упражнение и начав вытирать пот с тела, я будто невзначай бросил взгляд на дверь, где заметил два безумных взгляда. Фила? Дернувшись, девушка хотела была сбежать, но что-то ее остановила и она, вернувшись к двери, неуверенно ее открыла и войдя, низко поклонилась, пытаясь не дать мне заметить несколько капель, что стекали по ее бедрам вниз к сапогам, где и пропадали. Ты подглядывала? М, нет господин, я не подглядывала за вами. Честно. Врала она просто отвратительно и меня это всегда смешило. Да. А, по-моему, очень даже подглядывала и капли влаги на твоих бедрах это подтверждают. Мило улыбнувшись сказал я, указав пальцем на ее ноги. Я, я, простите. Низко опустила она голову. На что я лишь усмехнулся и направился к ней, создавая адский огонь и распространяя его по своему телу, отчего при каждом моем движении в воздух взметались маленькие струи пламени. Это было довольно незаметно, но при этом это дело мой вид куда властней. Такая маленькая деталь очень сильно подчеркивала мой образ спасителей бедных грешников. Ничего страшного, я понимаю, но вообще, если так подумать, то и оставить я так просто это не могу, так что давай сделаем так. Мне нужны несколько образцов для опытов, но материала у меня нет, и я надеюсь, что ты для меня его доставишь в течение трех дней. Мне нужны детские органы. Абсолютно все, так что будь добр сходи за ними и да, ты не можешь никого просить о помощи. Мне было не очень приятно это говорить, поскольку таким зверством я пока даже не думал заниматься, но раз это будет сделано чужими руками, то я думаю, что все в порядке, к тому же, как только она их принесет, то я как можно скорее от них избавлюсь. Услышав меня, она была шокирована и даже начала сомневаться в ответе, на что я решил выкинуть один из козырей. Фила, если сделаешь это, то я не только забуду об этом, но и возможно просто не буду замечать твоих извращенских фетишей и даже, возможно, дам дополнительную награду. Приподняв ее голову за подбородок несколькими пальцами, я легонько погладил ее по щеке и почти сомкнул наши губы, оставив между ними расстояние в несколько сантиметров. Отлично, парень, ты все сделал прекрасно, ты просто посмотри, как она поплыла, Фила даже предприняла попытку взять все в свои руки, но была резко остановлена. Нет, нет, нет. Ты не можешь проявлять инициативу к своему спасителю. Запомни это, Фила, ты можешь лишь смотреть и молиться, чтобы я сделал сам шаг в твою сторону. Это приказ. Она была удивлена, но услышав, что это приказ, ее глаза с чагота загорелись с новой силой и она, кивнув, на ватных ногах быстро покинула комнату. Курама, можно я больше себя не буду так вести. Это странно. Пожаловался я после ухода девушки, на что получил ответ. На даку, у тебя мало времени. Скривив лицо и сжав кулак, я просто продолжил молча тренироваться в ожидании дальнейшего развития событий, и они не заставили себя ждать. Фила начала постоянно следить за моими тренировками, издавая стоны и даже не пытаясь их скрыть. Ну что же, можно считать покорение Фила успешным. Я не сомневаюсь, она справится с задачей. Все идет по плану. Хм, прости меня Аку за то, что снова действую за твоей спиной, но раз я делаю тебя таким, значит мне это и расхлебывать. Сидя в клетке пробормотал я. Меня терзала мысль о том, во что я превращаю Аку, хотя нет, не Аку. Сын. Из-за того, что мы с ним тесно связаны и протестны, я говорю не как джинчурики к юбии, я говорю о связи отца и сына. Мы близки друг к другу. Каждый из нас готов спокойно подставить спину другому и каждый не может жить друг без друга, из-за этого наши характеры и эмоции переплетаются, создавая некий гибрид и самый явный пример этого паранойя. Я пережил сотни предательств до встречи с Митой и это отразилось на мне. Я почти никому не доверяю. Даже Дерриер, эта волчица, наверное, будет еще более предан напарню, чем я, но хоть и немного, но сомнений и опасений в моем сердце есть, благо на парня это сказывается не так сильно. Именно поэтому я предложил ему приручить этих самок, пока паранойя не стала слишком сильной. Именно я, распространяя энергию Аку, заставляю всех девушек смотреть на него голодным взглядом, ведь энергию это энергия тела, энергия жизни, а жизнь есть не что иное, как рождение и именно из-за нее людей тянет друг к другу. Ту вампершу я начал обрабатывать еще при первой встрече и вот к чему это привело. Она без ума от него, хоть и не всегда этого признает. Тоже касается Эй Цунади. Она бы в жизни не посмотрела на Аку, как на парня, слишком сильно она хочет окружить его заботой, хотя постоянно сдерживает себя, чтобы не вызвать гнев парня. А что же насчитано, то здесь я, если честно, был сам удивлен, ведь она была искренна и поэтому, чтобы расположить ее к нам, мне пришлось сыграть маленький спектакль. За всем этим стоя я, но, но это лишь ради тебя, сын. Будто пытаясь убедить самого себя пробубнил я. Черт, соберись стопорылый лис. Аку твой сын и точка он единственный дорогой тебе человек этого человека предали. Не станет его, не станет меня, а значит надо делать все возможное для его защиты, но при этом не нанести ему новую рану, эх, это сложно. Если вначале меня просто разрывала ярость, и я кричал, как только мог, то выпустив ее, я смог лишь грустно вздохнуть. Я бы очень хотел рассказать об этом Аку, но не могу. Я не знаю последствий. Это опасно. Надеюсь, ты простишь меня за это. Настоящее время, сегодня был третий день задания Филы и первое утро после отважного поступка Иви. За сегодня я намерен был закончить с ними двумя, и я решил начать с Филы, ибо она вызывала меньше всего проблем. Сидя в лаборатории, я дождался стука и когда открыл дверь, я увидел слегка подавленную Филу, ее фиолетовый плащ был в пятнах крови, особенно рукава, а в руках она держала свиток, осторожно протягивая его мне. Спаситель, я выполнила ваше задание. Взяв у нее свиток, я осторожно открыл его и вытащил оттуда первый попавшийся предмет, и этим предметом оказалась колба с раствором, в котором плавало маленькое сердце. Кивнув, я быстро убрал его, после чего начал действовать. Молодец, Фила. Ты хорошая девочка и я думаю заслужила награду. Подойдя к всеволновой девушке, у которой былой грусти не осталось ни следа, я угнил ее и медленно вцепился в губы, проталкивая свой язык внутрь ее рта. Это был мой первый поцелуй, и я не думал, что у меня его заберет именно Фила. Пока мы целовались, я, погладив ее по спине, опустил руку и коснувшись ягодиц, быстро сунул руку под плащ, начиная ласкать девушку и в другом месте. Разорвав наш поцелуй, я прижал ее к себе как можно плотнее и тихо начал шептать на ухо, не прекращая стимулировать ее слабые точки. Фила, будь верна мне, исполняй любой мой приказ и в ответ на твою преданность, я буду вознаграждать тебя, если ты будешь подчиняться только мне, делать только то, что я хочу, каким бы ни был мой приказ, то в конце концов, ты получишь возможность прожить со мной вечность. Ты станешь одной из моих принцесс, и даже твоя смерть не будет нам преградой, я всегда смогу вернуть тебя и заключить в свои объятия. Ха, ха, да, мой господин, я, я клянусь. Только прикажите, я исполню, ха, любой приказ, если вы захотите, чтобы я кого-то убила, я убью, пусть это даже будет Элла, я не проявлю пощады. Для вас все что угодно, только умолю, прикажите, направьте меня на нужный путь. Она постоянно вздыхала, а ее тело время от времени начинало слегка дрожать, но она не переставала говорить. Обещай мне верную службу. Доведя ее до оргазма, я подхватил ватное тело девушки и поцеловав в лоб сказал, «Хорошо, я верю тебе, а теперь отдохни немного, у нас впереди длинный путь». Как я и думал, с Филой все вышло без проблем, очень быстро и крайне гладко. Она настолько себя извела за эти три дню, что лишь от одного моего прикосновения она уже растекалась лужицей по земле и обильно истекала соками. Если честно, я не мог понять этого, но как ни крути, мне это на руку. Осталось только закрепить результат и можно о ней больше не беспокоиться. Я напомню Аку, что твоя следующая цель будет уже не такой простой. Просто взять и сказать ей подчиниться не получится, тебе нужно заставить ее сам и признать тебя своим хозяином и тем, кто будет ей управлять и при этом лучше, чтобы она была в своем уме. Так что я не вижу варианта, кроме как переспать с ней. Только так ты сможешь довести ее эмоции до пика и не просто сказать какую-то глупость, а заставить высказать ее все, что у нее на душе и в момент ее слабости скорректировать это. Дерзай. Кивнув, я подошел к комнате и немного помявшись, все-таки постучал в дверь. Постучавшись в дверь, я постоял почти минуту, но так и не услышал ответа оттуда, а когда я уже хотел постучать еще раз, меня кто-то позвал. Обернувшись, я увидел Цуну. Аку? Тоже пытаешься вытащить и виз комнаты? Подойдя ко мне, Цунади, взглянула на дверь и грустно вздохнула, потеряв лоб. Да, видимо, я обидел ее чем-то и вот пытаюсь достучаться, но похоже ближайшие пару дней она оттуда точно не вылезет. Придется подождать. Слегка грустно улыбнувшись, я попытался сдержать свое недовольство данной ситуацией. И как вы умудрились поссориться? Вы же вроде нормально общались или между вами что-то произошло? Неужели ты где-то напортачил, Аку, тебе нужна помощь? Стойко перенеса подозрительный взгляд, я пожал плечами. Ничего не произошло, просто мелкая ссора и не больше, хотя возможно так считаю только ю. Ладно, не важно, пойду лучше дальше тренироваться и по мере возможности буду ее навещать. Немного криво улыбнувшись, я быстро развернулся и спокойным шагом направился в лабораторию. Пройдя через темницу, где сидел с десяток пленных и закрыв деревянную дверь на замок, я наконец-то снял маску. Черт! Черт, Черт, Черт! Какого хрена? На экзамен проникнуть не смог, Эви начинает слетать с крючка, так еще и эта дура начинает совать свой нос куда не следует. Чего им всем от меня надо? Неосознанно напитывая кулаки чукрой, я со всей силы вбивала их в стену, оставляя маленькие трещины и откалывая маленькие куски камня. Аку, держи себя в руках. Не давай эмоциям властвовать над собой. Согласен, ситуация не очень, но надо держать себя в руках, мы еще можем все разыграть в свою пользу. Довольно громким и властным голосом сказал Лиз к моему удивлению, я и правда почувствовал, как мне полегчало. Нет, Курама, ты плохо знаешь Ви в отличие от меня. Я видел ее реакцию при смущении. Она пытается это скрыть и как можно скорее забыть и после такой можно сказать травмы, будет хорошо, если узы службы мне заставят ее остаться и не сбежать обратно в деревню. Для нее это был полный позор, а осознание того, что она влюбилась в малолетку, заставит ее испытывать к себе отвращение. Я думаю, ты и сам это знаешь, это очевидно, и если ее попытаются вывести на чистую воду Цуна, то у нее может вообще котелок полететь. Пиздец. Ударившись головой об стену, я глубоко вздохнул, пока Курама с недовольством протемнул. Не выражайся. Немного отдохнув, я начал перешивать свой план, но как бы я его не крутил, Эви оказывалась за бортом, либо же шансы на успех были ничтожно малы. Это было чистое поражение. Я посчитал себя крутым охотником и в итоге споткнулся в чистом поле. Аку. Что? Есть одна идея, но она очень рисковая и требует продумывания. Я даже подумать не мог, что скажу это, но надо переключиться на Цунаде. Эти слова вызвали у меня некоторые недовольства и в обычном случае я бы отказался, но последние события доказали, что все не так просто. Она явно что-то начала подозревать и сомневаться. Она явно чем-то недовольна. Помолчав в районе десяти минут, я тяжело вздохнул и сказал «Говори!» Поверить не могу, получилось. Джек, ты гений. Смотря на колбу с червем и на пациента, что бился в конвульсиях и пускал пену из рта, я не мог никак нарадоваться. Все приготовления были закончены. Эта неделя прошла просто в безумном темпе. Я подрядил Джека и мы без отдыха мучились над одной идеей. Создание паразита для контроля. Конечно, таких паразитов и растений в мире были десятки видов, но нам нужен был также контроль над паразитом, а для этого надо было приучить его к своей чакре и надо было сделать его устойчивым к ней. Тысячи теорий, сотни экспериментов и один успех. После многих попыток спустя несколько десятков поколений червей мы смогли вывести одного, что имел достаточный иммунитет к моей чакре, а также был полностью приручен. Конечно, это было крайне невыгодно и мои кислотные печати были если не лучше, то где то близко, но для Цуны печати не хватит. Нужно что-то, что не даст ей шанса на сопротивление. Думаю, надо начинать как можно скорей, пока не стало поздно. Кивнув, я отпустил Джека и позвав Филу, отправил ее за Цуниде, быстро сжигая все бумаги, связанные с червями и хоть какой-то компромат, который мог меня выдать. Освободив стол, я достал книгу по медицинским техникам, открыв заранее заготовленную страницу, стал ждать начала. Курама, если честно, мне страшно. Мы не можем допустить провала во второй раз. Меня начинало слегка трясти от волнения. Не бойся, Аку, мы все продумали до мельчайших деталей. Способности Цуниде нам известны и даже если она что-то скрывает, то это не должно ни на что повлиять. Немного успокоившись от его слов, я услышал скрип двери и увидел Цуну, что со задаченным лицом вошла в комнату. Она была на стороже. Это было видно в ее движениях, она уже не ходила как обычно, смотря как она переставляет ноги, была видна боязнь неизвестного. ТЦ, плохо. Аку, ты что-то хотел? Спросила она, начиная осматривать комнату, будто что-то ища. Да, я не могу понять одну технику и, и, ха, не знаю, как это сказать. Видя мою легкую застенчивость, она слегка расслабилась, но этого было мало. Не бойся, ты же знаешь, я не буду на тебя злиться. Просто скажи, как есть. Ну, я чуть не переспал, Севи. Именно поэтому она в таком состоянии. Надо было видеть шокированное лицо Цуны. У нее чуть глаза из орбит не вылетели, услышав об этом и она была зла, очень зла, но всеми силами пыталась подавить гнев. Сев на стол для препарирования, я стыдливо опустил глаза, но при этом не перебарщивал, чтобы не вызвать подозрения. Подойдя ближе, она положила мне руку на голову и начала тормошить волосы. Аку, ты ведь понимаешь, что ты еще слишком молод для этого? Это ненормально. Прости, просто, просто я устал этой вечной погоней от смерти, меня это все доконало, а тут еще и вечно краснеющие Ви, я же на такой идиот, чтобы не понять, что к чему, вот как-то все и завертелось. Показательно всхлипнув и пустив одинокую слезу, я наконец-то добился желаемого результата. Она обняла меня. Все хорошо. Успокойся, я понимаю, что, х, что. Когда она обняла меня, то я аккуратно обнял ее в ответ, одновременно с этим достав две иглы. Первая была наполнена чакрой Курамы, что должна была дестабилизировать чакру в теле женщины, уничтожив ее контроль на некоторое время. Сама же игла была обклеена печатью, которую сделал Джека когда Цуна почувствовал ее, игла была уже у нее в груди, а вторая была с невероятно сильным парализатором. Я попросил Джека купить ее у одного торговца ядами, на черном рынке из-за нее пришлось отдать кругленькую сумму. Эта игла угодила Цуне в позвоночник, отчего она сразу обмякла у меня в руках с непониманием. Она не могла говорить, поскольку язык у нее тоже парализовало, но легких, к счастью, я-то сбежал. Положив ее на стол и подойдя к ее напряженным лицу, я улыбнулся. «Прости, мама, я не хотел, чтобы все к этому пришло, ты сама вынудила меня». Достав из кармана пальто шприц, я снял колпачок и поглаживая Цуну по щеке одной рукой, ввел снотворное ей в шею, после чего она через несколько минут уснула, после чего я приковал ее к столу специальными стальными кандалами. Вот и все, обратной дороги нет. Пан или пропал. Приступим. Одев перчатки, я вытащил щипцами червя из колбы и поднеся и осторожно вставил поглубже в ухо Цунади. Остальное зависит от тебя, дружок. Вздохнув, я стала ждать. Принцип работы этого паразита был самым незаметным из всех существующих в принципе и именно поэтому мы его и выбрали. Он проникал в мозг жертвы и начинал там плодиться с бешеной скоростью. Соединяя свое сознание с своими детьми, он сливался с нервной системой жертвы и начинал полностью контролировать ее чувства и действия, но не мысли. По итогу, если все получится, то Цунади станет в прямом смысле моей марионеткой, но при этом ее личность останется нетронутой. Свою печать я пока не решился на нее ставить, ведь если она избавится от паразита, то с печатью будет еще легче. Все в позу Лутоса, я начал медитацию, которая длилась больше суток, пока Цунади не проснулась. М-м-м, что? Аку? Проморгавшись, она вспомнила, что произошло и попытавшись дергаться, тут же была отдернута назад колодками. Я чувствовал, как в ней началась подниматься ужасающая чакра. Ее было много, и она была невероятно густой. Сглотнув, я дал команду паразиту и в следующую секунду все давление исчезло, а Цунади задачно посмотрела на меня, будто увидев что-то в моих глазах, она расслабилась и, сделав печально, и личико спросила. Аку, что все это значит? Я не понимаю. Неужели ты окончательно сошел с ума? Возможно. Улыбнувшись, я подошел к столику, на котором лежал самый близкий мне человек, прикованный к хирургическому столу, не в силах сдвинуть конечности, даже на несколько сантиметров. Проведя рукой по шелковистым волосам моей мамы, я увидел в ее грустных глазах свое отражение, которое с таким же взглядом отражало ее взгляд. Мама, ты самый близкий человек, что у меня есть. По факту мне никто не нужен, кроме тебя. Эви, Фила, Ила, Инна. Все они лишь дополнение, закуска. Они даже рядом не стоят с тобой, по количеству любви, которое я получаю для своего выживания. Да, я знаю, это странно звучит, но, когда я был маленьким, я думал, что спокойно проживу один, без чьей-то любви и сам справляюсь со всеми невзгодами, но вот я подрос и все изменилось. Я влюбился в тебя. От моих слов, ее лицо слегка покраснело, и она поджала губы, но взгляд не отвела. Но судьба штука такая, мне не суждено получить любви добровольно. Я могу ее только вырывать из телефона моих близких. Я знаю, что ты не понимаешь, что я имею в виду, сейчас объясню. Видишь ли, я изменился. Шрамы, боль, демонизация, предательство, страх. Я столько напитался всего этого, что запустил необратимый процесс. Я становлюсь монстром. Садизм, каннибализм, инцист, перепады настроения, необоснованная злость, апатия, депрессия. Столько проблем и никакого решения. Весь этот шторм, без остановки коверка и мою личность, превращая в чудовище. Я думаю, теперь ты же сама сложила пазл. Люди в клетках, хирургический стол, он ведь не простаивал, а ведь в тех клетках были дети, ты помнишь? Так вот, теперь их там нет. Выслушав мою речь, мама дрожащими губами сказала, я все равно не понимаю, почему ты напал на меня? Потому что я боюсь, я ведь уже говорил. Ты думаешь, я не заметил твой взгляд, то, как ты вошла сюда? Ты была насторожена, ты сомневалась. Ты почти достигла предела прощения. Ты добрая женщина и ты не можешь смотреть на такого мерзкого сына, ты бы попыталась что-то сделать и это убило бы меня, я бы не выдержал твоего предательства, поэтому я решил действовать наперед. Ведь лучше цепи, к земле приковывает только гроб. Я? Я был прав, и мы это знали, поэтому она не смогла договорить. Ей нечего было сказать, она не хотел врать. Все хорошо, я понимаю. Я правда понимаю, поэтому, Цунади, скажи, ты ведь много боли испытала со мной, да? Она не смогла ответить, лишь слегка кивнуть, пуская огромный поток слез. Тогда, теперь ты можешь расслабиться. Если все сработало верно, то ты можешь быть покойной и отпустить все тревоги, ведь, ты отныне моя рабыня и у тебя нет выбора, нет власти, нет влияния, но перед этим я задам один вопрос. Последний. Цунади, теперь, не имея выбора и имея оправдания на свое бездействие, ты готова следовать за таким монстром, как я? Я убью еще не одну тысячу людей, они будут страдать, я буду их пытать, я буду проводить эксперименты и возможно сойду с ума. Ты готова следовать за таким сыном? Нажав кнопку под столом, кандалы открылись, и Цунади смогла спокойно принять сидячее положение, свесив ноги со стола. Я протянул ей руку и стал ждать. Я хотел узнать правду. Истину. Что она выберет? Так прошла минута. Две. Три. Я уже отчаялся, но видя борьбу на ее лице, не опускал руку и вот наконец-то что ты реши. Она посмотрела на меня и робко протянула свою руку, смыкая наши ладони и резко дернув, она сжала меня в крепких объятиях, начиная кричать на взрыв. Я, я обещаю, что никогда тебя не брошу, сынок, чтобы с тобой не случилось, я всегда буду рядом, твоя мама всегда поддержит тебя. Слегка улыбнувшись, я закрыл глаза и утонул в ее объятиях. Не знаю, сколько я обнимался с Цунной, но по ощущениям прошла вечность. Отлипнув от ее теплого тела, я посмотрел в ее наконец и хоть немного повеселевшие глаза. Знаешь, с Иви я попытался проделать то же, что и с тобой, но только абсолютно другим методом. Не получилось. Все-таки я больше стратег, а не политик. Улыбнувшись и почесал в затылок, я посмотрел на вздыхающую и трущую лоб Цуну. Аку, как все могло скатиться в это? Культ, Канаха, твой внешний вид искал от ума, как все до этого докатилось? Ты сама знаешь, как? Ты не знала, а я терпела и когда ты узнала, я терпеть перестал. Сбежав из Канахи, я запустил невероятную цепочку событий, что будто ножи, впивалось в мою душу и все это время, я на перегонке с ними, пытался выжить. Не чураясь методами. Немного замолчав и скривив губы, я продолжил. Знаешь, я однажды сказал Илья, после очередного набега на деревню. Ты думаешь, что я должен продолжать пытаться доказать, что я не виноват, раз за разом получая камнями и бутылками по голове? Ты измеряешь все поступки из того, необходимо это или нет. Пока не прижмет, ты будешь стоять за свои идеалы и пытаться доказать, что это не необходимо, что можно было пойти другим путем, что можно было их спасти, но как только наступит момент, ты будешь делать то, что можешь, а не то, что хочешь. Ты наплюешь на свои идеалы и перестанешь сомневаться на каждой развилке. Так вот. У меня никогда не было выбора. Я не могу делать то, что хочу. Я не могу побороть себя и принять вас. Поэтому подчиняю. Я не могу в одиночку победить Канаху, поэтому стал главой культа и еще тысячи примеров. Но, но ты ведь можешь попросить помощи, не уяви или джика. У меня. Покачав головой, я проверк ее мнение. Не могу. Доверюсь вам, сойду с ума. Уйду из Культа умру. Вернусь в Канаху умру. Доверюсь у Чиха умру. Останусь один умру. Тысячи тропинок и только пройдя по одной, я буду жив и поэтому я выбрал именно эту тропу, так что, погладив ее по щеке, я быстро клюнул ее в губы. Этот казалось легкий и детский поцелуй, вызвал цуне, просто море эмоций, но она их не показала, лишь слегка нахмурившись. Пошли спать, уже поздно. Подхватив ее на руки, я быстро отправился в свою комнату, где прям в одежде, завалился на кровать, обнявшись с ней. Когда же она наконец-то уснула, я осторожно выбрался из ее объятий и поцеловав щеку, взял со стула свой плащ и тунта, после чего вышел из комнаты. Дерри, проход. Прямо передо мной тут же возникла черная воронка, в которую я без промедлений вошел с животным оскалом, не замечая, слегка приоткрытый глаз цуны, что был виден через щель в дверном проеме. Аку, что же мне нужно делать на самом деле, чтобы ты был счастлив? Посмотрев на свою грудь, цунаде слегка покраснело. Клинок яда. Создав зеленую каплю на пальцах, я провел ее по клинку, окрашивая его в темно-зеленый цвет и тут же бросаясь в атаку, на свирепого красного демона. Мое тело трясло от адреналина, а мозг, работая на пределе своих способностей, пытался уследить за движениями твари. Это был уже третий демон, которого я убил за пару часов. Я был счастлив и наполнен энергией, после ответа цунаде и мне нужно было выплеснуть эту энергию. Увернувшись от прямого когтистого выпада демона, я со всей силы ударил его клинком в районе локтя, ломая, но не пробивая кость и тут же отскакивая в сторону и заходя на новый круг. Я насытил человека внутри себя любовью, теперь настало время насытить своего демона кровью. Не обращая внимания на усталость и раны, я новым выпадом начал подрезать ноги демона. Он пытался меня растоптать, разрезать, проткнуть, но каждый раз я ускользал от его когтей, контратакуя с безумным оскалом. Поднырнув под очередной взмах, я схватился за его руку и меня тут же понесло вверх, поднимая на уровень его глаз. Сдохни. Слегка раскачавшись, я прыгнул в сторону его ревущей пасти и крутанувшись, загнал свой клинок прямо ему в глаз, отчего он резко покачнулся и начал заваливаться. Спрыгнув с уже мертвой души, я, не оборачиваясь на грохот от его падения, удалил яд с клинка и убрав его за спину, собрался идти домой, но не успел я и выдохнуть, как тут же с паникой в голосе заговорила Дере. «Хозяин, прячьтесь!» «Быстро!» Не вдумываясь в слова Дере, я тут же спрятал в себе всю энергию и, сделав рывок, спрятался за одним из пепельных бугров. Я доверял Дере как себе и, если она с такой паникой сказала прятаться, значит, это надо было сделать. Вздохнув и слегка приподняв голову, я увидел причину ее паники. В километре от нас была видна длинная тощая фигура синего цвета. Она шла медленно, но уверенно в нашу сторону. «Дере?» «Что это?» Тихо спросил я, ибо знал, что слух и нюх у этих тварей просто невероятный. Это синий демон. Та самка демон рассказала мне про них. Они имеют немного большую силу, чем красные, но при этом их скорость превосходит своих собратьев на порядок. Нам лучше уйти. Как только портал откроется, сразу же бегите в него. Кивнув, я еще раз выдохнул и слегка привстав, стал готовиться к бегу. Довольно быстро в нескольких метрах от меня появилась черная воронка, в которую я тут же рванул, и когда я уже почти нырнул в нее, я услышал оглушающий рев и чувство опасности, хотя нет, не опасности. Чувство смерти просто завопило во мне. Я чувствовал, что эта тварь уже через пятых секунд нависала надо мной с занесенными когтями. Оттолкнувшись от пепла, я со всей скоростью пропал в воронке, почувствовав, как кусок моего плаща просто уничтожила от взмаха этой твари. Вывалившись от воронки, я несколько раз перекатился и ударившись спиной об стену, остановился. Ха, 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 твою мать! Медленно встав, я на трясущихся ногах, опираясь о стену, побрел в купальню и только после часа отмокания в горячей воде, тряска начала уходить, но даже после этого, настроения на разговоры и вопроса у меня не было, хоть Курама и пытался узнать, что со мной случилось. Не сейчас Курама. Завтра. Одевшись в чистую одежду, я медленно поплелся в свою комнату и открыв дверь увидел все так же спящую цунду, только на это троскоечко изменилось. Она была только в своем сером халате и майке в сетку, что стягивало ее грудь. Поясок был развязан и держался на маленьком узелке, позволяя увидеть больше, чем надо. Ее длинные ноги с бархатной кожей, широкие бедра и слегка накачанные икры. Плоский животик и ее белое нижнее белье. Сейчас она выглядела невероятно возбуждающе, но к сожалению настроения на что-то кроме сна я не имел. Сняв разорванный плащ и ботинки, я плюхнулся на кровать, тут же обнимая девушку за тарью и посмотрев на ее умиротворенное и слегка уставшее лицо, я вжался головой в ее полностью открытую грудь, где я мог даже увидеть часть суска, что выглядывал из-под халата и закрыв глаза, моментально уснул. На утро же, когда я проснулся, я почувствовал, как меня гладит по голове и открыв глаза, увидел уже одетую Цунади. Она наконец-то улыбалась и выглядела умиротворенной. Доброе утро! Доброе! Улыбнувшись, я встал с кровати и натянув ботинки, пошел вместе с Цунади завтракать по пути, разговаривая на разные темы. Кстати, Аку, все хотела спросить. Что это за странная одежда? Это одежда из далеких земель, мне ее шьет Джек, а большего я не знаю, да и неинтересно мне это. Пожав плечами, я слегка слукавил. Я не стал говорить ей про земли за штормами из ураганов, о которых мне говорил Джек, ибо сам об этом слишком мало знал. Когда же мы сели по местам за столом и нам повару принесли завтрак, к нам зашел нежданный гость. «Ви?» Хором спросили мы, смотря на девушку. Она сейчас выглядела как обычно. Просто Иви с нейтральным выражением лица, по которому было сложно сказать, о чем она думала. «Доброе утро!» И сев за стол, она начала просто с бешенным темпом поглощать огромное количество еды, пока я не прервал ее. «Вилой, как закончишь, давай прогуляемся с тобой. Я хочу поговорить». Чуть ли не подскочив на месте и подавившись котлетой, она с удивлением посмотрела на меня. Закончив завтраком, я подхватила Визлокоток, и мы поплелись на улицу. Сейчас она выглядела как нашкодивший ребенок, только на деле ребенком здесь был я, а не она. Выбравшись из подземелья, мы отошли от входа в непримечательную пещеру на несколько километров, после чего я усадил ее на пенек, а сам облокотился на дерево. Ну и... Что, ну и... Надув щеки и буркнув, она сложила руки на груди. Так и будешь притвориться, будто ничего не произошло. Она просто отвратительно пыталась это изобразить. Конечно, лицом она играла неплохо, но вот поведение выдавало ее с потрохами. А что было? Между нами ничего не было. Да. То есть ты не пила у меня постоянно кровь, обдалбываясь в хламину, отчего мне приходилось нести тебя на руках, ты не целовалась со мной и тем более неудовлет. В этот момент она сорвалась и вскочив с пня, с огромной яростью в глазах посмотрела на меня, громко крикнув. Заткнись. Ничего. Не. Было. Я ничего не делала. Запомни это. Все. Я больше не хочу об этом говорить. Она уже развернулась с начала уходить, но гнев внутри меня только закончил формировать злобную тираду. Ха-ха-ха, вот как? Она игралась, напилась и бросила. Ну да, ведь это так удобно воспользоваться тринадцатилетним пацаном, напиться у него крови, дать поиграть со своим телом, чтобы не жаловался, а после забыть, не сказав ни слова. Внезапно она на секунду исчезла и в следующую секунду, я уже почувствовал, как мой позвоночник ломается, пробивая несколько деревьев. Ха-ха, все-таки сорвалась. Проверив свое состояние, я ужаснулся. Позвоночник сломан в трех местах, ребра в кашу. Все. Множественный разрыв внутренних органов. Сейчас я был на грани от того, чтобы умереть. Благо регенерация демона делает свое дело и медленно приводила мое тело в порядок. Аку? Аку ты в порядке? В ее голосе был слышан невероятный испуг, а на моих залятых кровью губами появилась дрожащая улыбка. Это война ве. Дерри, в чистилище, быстро. Под умной появилась черная воронка, в которую я тут же провалился, оказываясь в пепельной пустыне. Дерри быстро сходила и осмотрела территорию, после чего вернулась ко мне. Дерри, возвращайся обратно и передай Цунаде все, что случилось, и приведи ее в лабораторию, и когда она придет, вытащи меня отсюда. Нужно стравить их, я не могу пустить на самотек такую наглость. Мое лицо скривилось от гнева. Шок прошел, а гнев остался. Хорошо, хозяин, я быстро. Кивнув, я махнул рукой, опустив голову, начал ждать. Стоило мне только ударить его, как я будто очнулась от сна. Сначала был шок, потом неверия, страх и, наконец, ужас. Я знаю свою силу, и сейчас я ударила его, почти не сдерживаясь. Посмотрев на свою руку, я увидела огромное количество крови на ней. Сглотнув, я подняла голову и взглянула на несколько упавших деревьев и поднятую в воздух кучу пыли. Аку? Аку, ты в порядке? Но ответа не последовало. Я тут же рванула вперед и перепрыгнув деревья, быстро нашла место, куда он упал. Это было четвертое по счету дерево. Оно смогло погасить ударную волну, но сильно треснуло, а на земле около него была огромная лужа крови, но тела нигде не было видно. Что же я натворила? Обыскав всю округу в районе пяти километров и не найдя следов Аку, я решила вернуться в убежище, собрав вещи, отправиться в последнее место, где он может быть, но сделать мне этого не дали. Чтобы пройти в свою комнату, мне нужно было пройти рядом с темницей и именно там меня поджидала Цунади. И Велый. Что? Резко повернувшись от испуга, я увидела ее хмурый взгляд, хотя это слабо сказано. Он был убийственный. Вы ушли вместе с Аку, но ты вернулась одна. Тогда у меня возникает вопрос, где он и чья это кровь у тебя на руке? Я спрятала руку за спину и попыталась хоть как-то оправдаться. Я... Я просто... Он... Всплакнет и уйдет, но она обязательно вернется в этом я не сомневаюсь. Ведь куда ей останется идти? Домой, а дома ее будет ждать Кацита, когда он услышит, что она сделала. Хм... Здесь вариантов много, вот и посмотрим, что произойдет. В этот момент зашла Цуна Диегорисно вздохнув, начала приводить меня в порядок и можно сказать собирать по кускам. Видимо со мной, у нее уже давно пропал страх крови, и она стала привыкать, что я даже от своих могу получить тумаков и меня придется зашивать. После затрещины Льви, я еще несколько дней провалялся в кровати, полностью окутанный бинтами и за это время я успел хорошо понять разницу в нашей силе. Учитывая, что я имею довольно сильные техники в своем запасе, огромные по меркам среднего шина безопас чакры и несколько козырей, ей было достаточно просто разозлившись один раз двинуть мне кулаком в живот, чтобы меня перемолола в фарши. Это с учетом крепости моего тела как демона. А про ее скорость не стоит и говорить. Если того же синего демона, который мне чуть не отсек ноги, я хотя бы смог почувствовать, то Сиви. Я даже этого не смог. Она просто испарилась на долю секунды и вот я уже пробиваю своей туши третье дерево. Удивительно. Эта сила во мне одновременно вызывала как восхищение, так и зависть. Придя в себя на четвертый день, я сам снял с себя все бинты рано утром и сделав простую зарядку, тут же принялся за выполнение своей ежедневной нормы тренировок. Я уже давно выработал некую схему, которую пытаюсь не нарушать, а если я нарушаю, то возмещаю в трехкратном размере. За этот день, к моему удивлению, ничего интересного так и не произошло, не считая интересного разговора с Джеком. Господин, я пришел с очередным отчетом. Нагло влетев в библиотеку и положив толстый свиток прямо на книгу по психологии, которую я читал, Джек тут же пододвинул к себе ближайший стул и, сев на него, начал покачиваться. Уже даже не обращая внимания на такую наглость, я просто открыл свиток и начал читать. В нем говорилось о общем состоянии культа, его ресурсах, торговых сделках, а также редких набегах, статистикой и так далее. Заинтересовало же меня несколько последних строчек отчета. В них говорилось, что слежка Зина не смогла выявить каких-то подозрительных действий с ее стороны, а также человек, что забирает у нее информацию по интересующим нас частям, также не смог выявить ничего подозрительного, ибо информация была правдоподобна. Хорошо, значит, против нас она вряд ли пойдет, это уже радует. Также культ наконец-то начал приобретать некую автономию, что тоже несомненно хорошо. Думаю, теперь можно приступить к следующему шагу. Джек, я прочитал его. Можешь отнести в архив, также есть для тебя задание. Организую несколько отрядов и разошли их в ближайшие страны, пусть они там наметят укромные места и начнут возведение новых филиалов в других странах, чтобы у меня везде были заначки на черный день и убежище в случае необходимости. Культ восхода должен распространять свои влияния. Несколько раз задумчиво кивнув, Джек молча вышел из комнаты, что не было на него похоже, но сильного внимания на это я не обратил, ибо у каждого бывают плохие дни и поэтому я просто вернулся к книге. Так еще пару дней спустя, я решился на одну безумную авантюру, которую обсудил с Курамой. На данный момент мне нужны союзники и недавнее вспоминание было в бассейне, но толкнуло меня на один вариант, но для этого придется проникнуть в Канаху. Для этого я плотно подготовился и взял с собой нескольких крайне сильных бойцов, с которыми даже я не могу пока что справиться, при этом выглядели они крайне невзрачны и были просто великолепны в Хенге и смогли меня прекрасно замаскировать в обычного сельского парня с черными как ночь волосами и серыми глазами, после чего не предупредив ЦУНУ, мы отправились в путь. Спасибо за покупку. Приходите еще. Отдав букет цветов старушки, я убрала полученные деньги и убрав со стола весь мусор в виде опавших лепестков и кусков лент, я ушла на обед, перед этим закрыв в дверь магазина на ключ. Хух, сегодня людей как-то слишком много, даже времени на поезд нету, а ведь у меня скоро второй этап экзамена. Сидя за столом в довольно пустой комнате перед своим бентом, я постоянно бубнила себе под нос всякую чушь, пытаясь разбавить гнетущую тишину. Хм, скоро еще должен тот парень прийти за документами. Внезапно в дверь раздался стук. О, а вот он. Отложив свой недоеденный обед, я взяла с полки около стены один из свитков и повернув ключи в замке, открыла дверь. Чего? Вместо же информатора я встретила трех парней, двое из которых никак не выделялись и выглядели совсем обычными бугаями-работягами, но третий. Он тоже, можно сказать, почти не выделялся. Обычно щуплый паренек, что явно пришел с какой-то деревни с корзиной на спине забитой разными овощами, но его глаза. Их почти не было видно из-за челки спадающей вниз, но они все равно сразу же привлекли мое внимание. Пустота. В этих глазах отражалась невероятная пустота и незаинтересованность этим миром, будто этому человеку просто пересадили эти глаза от давно сдохшей рыбы, и я знала только одного человека с такими глазами. Почем? Извините, у вас открыто? Я просто хотел прикупить пару цветов у вас, но видимо я попал в обед. Он быстро тратарил, сопровождая этой легкой жестикуляцией и при этом это даже выглядело не слишком наигранно. Э! Проходите, я как раз закончила обедать. Попытавшись улыбнуться, я почувствовала, как на мое лицо выползло ее жалкое подобие. Она была чересчур наигранной, поэтому я быстро развернулась и ушла вглубь магазина, чувствуя, как гости идут за мной, закрывая дверь, но не на ключ. Когда же все вошли в комнате на несколько минут повисла гробовая тишина, которую я так ненавижу, но парень щелка ее быстро прервал. Ха! Все-таки это было не так просто, как я представлял. Скинув со своих плеч корзину, что с грохотом упало на пол, парень тут же плюхнулся на ближайшую табуретку, пока другие два мордоворота заняли свои места в углах магазина. Я думаю, вам просто нужна практика. Все-таки это ваше первое проникновение на вражескую территорию. Я тоже такое испытывал в свой первый раз, вот как сейчас помню, это было во время Тай. Мы поняли, спасибо, сдвинув волосы в сторону, на конец то полностью открывая довольно красивое лицо. Парень зыркнул на так называемого Тая, отчего тут сразу заткнулся, после чего этот взгляд медленно перешел на меня. Было ли мне страшно? Безусловно. Я хоть и понимала, что он вряд ли навредит мне, да и какие-никакие теплые чувства к этому парню слегка сбавляли накал страха, но даже при этом хотелось как можно дальше оказаться от этого взгляда. Привет, Тайна. Вся теплота из его голоса моментально выветрилась, оставив только холодную и безразличную речь. Мне на секунду даже стало интересно, понимает ли он как звучит со стороны? Привет, Аку. Почему ты пришел? Тебя же здесь могут легко поймать. Не волнуйся, если что я спокойно смогу отсюда уйти, да и я давно хотел снова посетить это место. Мне было интересно измениться ли как-то мое видение этой деревни по прошествии нескольких лет. И как? Изменилось? Внезапно его лицо сильно скривилось, будто он съел целый лимон. Ни капли, скорее даже стало хуже. Все такие радостные и веселые. Воротят от этого. Я не очень поняла его, это было похоже на простую детскую обиду, по типу, я грустный, значит должны его быть грустными. И это видимо отразилось на моем лице, отчего он усмехнулся и продолжил. Я думаю ты не так меня поняла, меня воротят от того, что пока я был здесь они почти 10 лет скорбели по своим погибшим, при виде меня делая грустные и злыни морды, но вот прошло уже почти 4 года с моего ухода и вот все уже они такие веселые и рады жизни, полностью позабыв о произошедшем, но в принципе не важно. Я здесь не ради того, чтобы пытаться тебе что-то доказать, я здесь для того, чтобы сказать тебе о том, что я попробую проникнуть на второй этап экзамена и увидеть одного человека. Так что до экзамена тая будет тебя часто навещать и если у тебя появится хоть какая-то информация об экзамене, то тут же сообщай ему. Хорошо. Я решила не спорить с ним, ибо по его лицу можно было сказать, что он сейчас был не в духе. Ну вот отлично, тогда я пойду подыщу себе место под ночлег. И нагренно улыбнувшись он тут же подобрал корзину с овощами и пошел на выход. Когда же он почти схватился за ручку, дверь внезапно открылась, явив нам моего постоянно клиента. Беда. Стоило только закончить с этой девкой и попытаться выйти, как я наткнулся на него. Мне до безумия хотелось рассмеяться во весь голос, но я смог сдержаться в отличие от гнева, который все-таки слегка просочился наружу. Ублюдок-хатаки. Мы стояли друг напротив друга, но из-за огромной разницы в росте, я смотрел ему в груди, а он на мою макушку. Ой, извините, проходите, пожалуйста. Отойдя в сторону, все так же держа голову опущенной, я подождал, пока он пройдет внутрь и пошел на выход. Я не знаю, какое у него сейчас было выражение лица, но я прекрасно чувствовал, как сильно перекосило мое, от одного только его появления. Выйдя из здания начав уходить в проулок, я чувствовал, как мне в спину уперся взгляд, поэтому я слегка ускорился, пока это чувство не пропало, и только пройдя еще километр, я наконец-то остановился в одном из закоулков, что был темным даже при свете полуденного солнца. Ха! Ха-ха! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Это просто безумие, так быстро наткнуться на него и чуть не попасться. Облокотившись на стену, я выплескивал все эмоции, которые я смог аккумулировать буквально за эти несколько секунд. Эй, пацан, ты совсем что ли с ума сошел? Услышав бубнеж со стороны, я слегка повернул голову и увидел пару кусков мяса, что стояли с ножами и мерзко лыбились в мою сторону. Ну, я тоже так могу. Попытавшись спародировать их улыбку, я максимально растянул скулы, показывая свои белые и острые клыки, что совсем не были похожи на человеческие зубы. Также из-за направления чакры в глаза для пущего эффекта, у меня с них спал хинги, показывая кроваво-красные глаза с вертикальными зрачками и вкупе с жаждой крови, исходящей от меня, это давало невероятный эффект. Два идиота тут же взбледнули и попытались убежать и закричать, но стоило им только открыть рот, как одного из них тут же сцапало Дери, что сейчас была размером чуть ниже среднестатистического человека, а на второго накинулся я, закрывая ему рот и ломая руки, после чего мы их оттащили вглубь переулка, для последующего развлечения. Что ты сделала? Сидя на коленях в хорошо мне знакомом дадзю, я опустив голову слушала холодную речь Коцита. В страну звезды я вернулась буквально час назад и даже не разобрав вещи, направилась на плаху к моему прошлому господину. Я я не хотела его бить. Он вынудил меня. Пытаясь найти хоть какое-то оправдание, чтобы не лишиться головы, я пыталась держать рвущийся наружу поток слез из-за того, что у меня в голове до сих пор была картина недельной давности. Молчать. Это, по-твоему, оправдание, Виллэй? Ты забыла значение слова «слуга». Так я напомню. Слуга — это человек, находящийся в подчинении у кого-либо, выполняющий чьи-то личные поручения. Человек, посвятивший себя служению кому-либо. Где здесь говорится, что ты имеешь право наносить ему врет, пытаться убить, а после этого еще сбегать и придумывать глупые оправдания своему поступку? На это мне было нечего ответить. Точка. Ивиллэй. Я не слышу ответа. Нигде. Нигде не говорится. Простите. Тогда почему ты это сделала? Я. Он пытался соблазнить меня. На мою последнюю попытку защитить себя, Кацыт лишь выдохнул изо рта две струи холодного пара, что обычно говорило о его невероятной злости. Ха. Видимо, бытие его нянька сильно исказило твое видение. Пока ты служила мне, ты могла его отчитывать, бить, поучать и так далее, но когда ты стала его слугой, то ты лишилась этой привилегии, ты должна была исполнять любой его приказ. Я хорошо успел узнать его за время, пока он обучался у меня искусству меча. Он бы не навредил бы тебе, он бы не взял тебя силой. Он мог, конечно, перейти черту, но за рамки истинно дозволенного он бы не вышел в отношения тебя. Это настоящий позор для тебя, Эвиллэй. Я сообщу твоей семье о случившемся и попрошу принять все необходимые меры для твоего перевоспитания. От его слов, мое бледное лицо стало еще бледнее, пожалуй, это был одни из самых страшных исходов событий, которые я могла только представить. Господин Кацит, прошу не пишите им. Не смей звать меня господином и вместо того, чтобы закапывать себя еще глубже, лучше иди отдохни перед встречей. С очередной струей пары он огласил свой приговор, против которого я не посмела пойти. Я. Я поняла. Наконец-то выпустив пар, я смог спокойно вздохнуть и начать думать. Такие вспышки гнева до добра точно не доведут, надо учиться держать себя в руках. Пнув в сторону кусок руки, что лежало в огромной луже крови, я отозвал деревья и пошел на выход, перед этим вытерев кровь с сандалий, об кусок одежды того, что когда-то было человеком. Итак, ты уверен, что готов пойти на это? Снова попытался и подвергнуть сомнению мое решение Курама. Да, я не испытываю ничего кроме презрения и жалости к этому человеку, так что не сомневайся, я не облажаюсь. Сказав это, я пошел искать моих телохранителей, чтобы потом найти ночлег и в тишине дождаться начала второго этапа экзамена, даже не замечая как за мной все это время наблюдал один одноглазый ублюдок. Поправив лямки корзины, после чего еще раз осмотрев свою одежду и убедившись, что на ней нет следов крови, я спокойно вышел с другой стороны заковыристого переулка. Осмотрев представшую передо мной улицу деревни, по которой ходило множество крестьян, я с трудом подавил в себе желание скривиться и опустив как можно ниже челку, пошел искать своих сопровождающих, что до сих пор терлись около магазина цветов и смотрели по сторонам, прикидываясь обычными бугаями-дурачками. Я рад, что смог получить таких редких кадров, она явно профессионал своего дела. Таких надо беречь. Позволив легкой улыбке вылезти на лицо, отчего рядом проходящий со мной крестьянин слегка дернулся, я побрел к парням, после чего мы начали искать себе ночлег. Им же оказалась крайне бедная и дешевая гостиница, но даже так, комнаты в ней были в разы чище, чем моя прошлая нора. Ха, надо прекращать все сравнивать с тем временем. Надо помнить о нем, но не накладывать на нынешние реалии. Это теперь все в прошлом. Пытался я убедить сам себя, чувствуя одобрительный кивок курамы. Расположившись в одной комнате, мы стали ждать. Парни играли в сюги, а я сидел за учебником по биологии, что все это время был спрятан во внутренний карман моего кимоно. И таким образом время уже куда быстрее полетело вперед. например по совету Тая время от времени выходил на улицу, где пытаясь строить радостное личико ходил по магазинам к прилавкам, смотрел товары и горестно вздыхая шел дальше, иногда смотря на 500 рев в своем кармане, закрепляя за собой мазку обычного паренька. ШБ, мой второй сопровождающий, довольно красочно рассказал мне о том, что все улицы Канохи патрулируются и если они видят кого-то подозрительного, то начинают к нему спектакль. В итоге подойдя к одному из прилавков, я все-таки поломавшись купил маленький кошелек за 200 рев в виде зеленой лягушки, что выглядел просто невероятно уродливо, но учитывая каким взглядом на него смотрела одна девочка, что флазару кусая матерью, думаю мне он тоже должен был понравиться. Ярко улыбнувшись, я прикрыл глаза и крикнул продавцу. Спасибо дяде, желаю вам удачи. После чего убрав его в кимоно, счастливо побрел обратно в гостиницу, в которой уже сидел Тай и читал свиток полученный от Инна. Тай, а не слишком подозрительно, что такое как ты постоянно ходит в магазин светов? Оторвавшись от свитка, он на секунду застыл а потом грустно улыбнулся. Ни капли господин. Я как и Шибе на войне потерял всех своих близких и как раз я самый неподозрительный, ведь после получения информации, я отношу пару букетов на могилы своих близких. Что-то я не слышу здесь какой-то грусти или скорби. Скинув корзину и упав на кровати подметил я один факт. Ничего удивительного, такие как я, уже даже не совсем люди, скорее просто эхо войны. Призрак человека, что ушел на войну, а вернулась лишь его оболочка, бездушная, покалеченная и жаждущая крови. После чего на секунду повисло молчание, которое быстро прервал Шибе. Он прав, когда мы вернулись, наши дети, жены, братья. Они нас просто не узнали, они видели в нас лишь демонов, которые завладели телами их любимых. Задумавшись над его словами, я даже спустя несколько минут размышлений не смог их понять. Не понимаю. И хорошо, что не понимаете, господин, лучше даже не пытайтесь. Мы с вами чем-то похожи, но в то же время абсолютно отличаемся. У вас есть цель, мечты, желания, хоть их и подкрашивает красными цветами месть, а мы. У нас нет цели, ведь мы потеряли ее, когда мы перерезали сотни врагов, а обернувшись увидели трупы сотни людей. Свои мечты мы потеряли, когда почувствовали вину за то, что сделали, но не нашли в себе храбрости, чтобы принять наказание. У нас осталась только цель, ведь сколько ни бегай, а убежать от правды не получится. Нам понравилось убивать. Момент, когда меч челекуны впиваются в мягкую плоть, пуская брызги крови. Это великолепно. Тогда зачем вы вступили в культ? В поисках наказания. Приподнявшись и странно посмотрев на парней, я получил от них лишь два смешка. Ха-ха-ха-ха. Нет, конечно. Не сочтите за грубость, но такие как мы прекрасно все понимаем. Вы просто ребенок с огромным потенциалом, который мы не совсем понимаем. Это можно назвать обратным культом личности. Вы обычный человек, но из вас делают буга или монстра. Мы вступили в культ, когда узнали, что вам нужны воины, ведь куда податься мечу, который потерял своего хозяина. И посмотрев на меня, Тай начал выжидающе смотреть к следующему хозяину, что снова исполнит истена его назначения. Пустит кровь. Именно. Поэтому-то мы и с вами. После этого в комнате снова наступила тишина, которую я прервал, спросив об экзамене. Ну, ваш информатор неплохо постарался, девочка умница. Если коротко, то экзамен будет проходить недалеко от Канохи в специально обустроенной площадке под названием Лес смерти. Экзамен будет завтра, так что времени у нас не очень много, надо отправляться сейчас, пока идет подготовка и расстановка патрулей. Кивнув, я быстро нашел под кроватью свиток со всеми моими вещами и положив его в кимоно, мы с парнями под заходящее солнце направились к предполагаемому месту прохождения второго этапа экзамена. С того момента, как Аку свалил в Каноху, прошло уже пару дней и только сейчас я смогла успокоиться. В первые пару часов я рвала и метала и все рвалась отправиться в эту чертовую деревню. Чем он думал, когда решился на это? Воткнув вилку в сочный стейк, я сжала кулак до хруста костей. Меня не отпускала мысль о том, что я могу снова его потерять и это пугало. С ним постоянно происходила какая-то чушь, отчего он получал травмы просто несовместимые с жизнью и сейчас вот с такой удачей он поперся в самый центр Канохи, которая уже не один год его ищет. Вздохнув, я отложила еду и вышла из гостиной, отправившись в обычную прогулку по этому храму. По-другому я просто не могла назвать это место. Пещера с кучей ходов, вся испещренная каменной плиткой как вишенка на торте это главный зал. Огромное и длинное помещение с троном в конце, испещренное разными неизвестными мне флагами, коврами и лампами. Сейчас он был пуст, поэтому я могла спокойно осмотреть все без лишних глаз. Подойдя к красивому испещренному гравюрой трону, я провела по нему рукой и мои мысли снова вернулись к Аку. Мне вспомнился тот момент, когда он наложил на меня печать. Я до сих пор думаю, как от нее избавиться и сдаваться не планирую, но она хоть и не блещет мастерством, но она окупает это хрупкостью, отчего мне даже страшно прикасаться к ней, даже с моим мастерством, я чувствую, что одно неверное движение может разрушить ее. Кажется, я понемногу начинаю понимать его слова. Сравнивая Аку с тем десятьем парнем и тем, что он представляет сейчас. Это просто небо и земля. Маленькое и хрупкое дитя, правда превращается в монстра. Он это осознает, он это видит, но при этом его жажда мести настолько сильна, что он не может остановиться. Видимо, это ему Курама посоветовал сделать. Сам бы он не додумался, а вот Курама с учетом того, что он ставит жизнь Аку превыше любой другой вполне. Отойдя от трона, я направилась в свою спальню. Проходя по коридорам, я видела много людей в фиолетовых мантиях, что ходили с разными бумагами и сделали свою работу. Некоторые молились на это бредовое пророчество, некоторые просто отдавались делу, а некоторые просто стояли у стены и курили, задымляя коридор и вызывая у меня воспоминания о всех тех казино, которым я должна не одну тысячу рю. Также я мельком видела Филус и Элой, что стояли в одном из коридоров в таких же фиолетовых мантиях и весело о чем-то разговаривали, иногда отвечая на вопросы снующих туда-седоработек. Пройдя мимо тюрьмы, я на секунду остановилась. На меня снова нахлынули воспоминания того, как я увидела в первый раз то кровавое месиво, что лежало в одной из клеток и тот момент осознания того, что это сделал Аку. Он правда стал монстром. Чудовищем, что не побоится положить тысячи жизней, ради какой-то маленькой цели. Похоже, он был прав. Теперь у меня нет выбора и все, что я могу, это дарить моему сыну тепло и уют после очередной жизни. Посмотрев на дверь с жалостью и отвращением, я на секунду испытала облегчение. У меня больше нету выбора. Я хотела бы поддерживать Аку во всех его начинаниях, но мои моральные принципы не дают мне так просто смотреть на эти зверства, но... Но теперь у меня нет выбора. Я теперь раб и все, что я могу, это исследовать слово моего сына. Как я могла докатиться до такого? Одна из трех сайинов стала обычной рабыней. Ха, хотя что еще могло меня ждать? Постоянные пьянки и долги. Смерть в подворотне от алкоголя или ножа? Пусть лучше будет так. Теперь у меня нету выбора, у меня есть только цель и одна единственная дорога. Дорога, которую раньше я хотела, но не могла выбрать, теперь же. Слегка улыбнувшись, я вспомнила на секунду улыбку моего сына. Его борьбу, его желание. Этого мне было достаточно, чтобы смириться со своим положением, просто идти вперед, продолжая оправдывать его зверство. Хотя вспоминая Рачимару Джираю, то я не сильно то и упала. Один безумный ученый, что вскрывает всех без разбору, а второй пьяница извращенец, думаю, к этому трио я теперь отлично подхожу в качестве раба пьянчуги. Трио санинов, ага, как же. От этой мысли, на моем лице окончательно расцвела улыбка и мне на секунду даже захотелось рассмеяться. Спасибо за покупку. Приходите еще. Завернув и отдав очередной букет цветов, я быстро закрыла магазин и собрав все вещи, отправилась домой в резиденцию клана Яманука. Завтра будет экзамен. Мое предвкушение тут же сменилось сильным смятением. А если я встречусь с Аку? Что мне делать? Атаковать? Сбежать? Какой бы вариант я не выбрала, это станет определением моей стороны. Шикамару точно заподозрят неладно и возможно даже докопается до правды, а если нападу на Аку, это... Он точно не простит мне этого. Горестно вздохнув, я продолжила свой путь до дома, по пути перебирая в голове варианты действий и копаясь в воспоминаниях, пыталась найти подсказку, мои мысли не могли пройти мимо той встречи Аку в лесу, а тем более слов Лиса. Не хотел вредить? Значит его все-таки контролировали и это не просто слухи. Эта мысль вызвала у меня удивление, но не слишком сильная, я как одна из наследниц клана, прекрасно знаю, что вся эта деревня пропитана подковерными играми и разной гнилью. Чего только стоило истории сучхами, которых из-за политических притеснений и парочки вскрытых преступлений, переселили в отдельный можно сказать загон, а как только они начали возмущаться, их просто вырезали. Даже я, находясь вдалеке от этой всей политики, видела то, как резко все кланы резко замолчали, включая наш, от понимания того, что с нами может произойти то же самое. Видимо, я недооценила уровень гнили, которым пропитана эта деревня. Если лиса контролировали, то с огромной вероятностью это могли быть учихи, тогда это объясняет все то, что с ними произошло. Это уже даже не просто переворот, это настоящий геноцид, но в таком случае, почему Хакаги или старейшины не ткнули всех в этот факт? Может. Может потому, что тогда бы могло вскрыться что-то, чего старейшины явно не хотели бы показывать? Погружаясь все глубже и глубже в свои мысли, я не заметила девочку, что вышла из-за угла мне навстречу с таким же лицом, отчего мы врезались друг в друга лбами. Ой! ТЦ! ТЦ! Больно! Упав на землю и потирая ушибленный лоб, я приоткрыла глаза и увидела эту самую девочку. Химата! Девочка, что была одета в белую кофту с синими бриджами тоже потеряв лоб открыла свои белые как сны глаза и посмотрела на меня хмурым и холодным взглядом, после чего спокойно встала и сказала «Смотри куда идешь!» И поправив повязку нельзя на шее, одновременно с этим отряхнув штаны от земли, она развернулась и пошла дальше. Эй! Это вообще-то ты в меня врезалась! Такую наглость этой богачки, я просто не могла оставить без внимания, отчего подскочив ткнула пальцем ей в спину, злобно прокричав «Что?» Повернувшись, она еще более холодная с ноткой злобы посмотрела на меня «Не, что кай, мне тут, ради приличия могла бы хоть извиниться!» «Да!» «Но я смотрю ты сама как-то не горишь извиняться!» На секунду повисла тишина, а напряжение между нами росло с каждой минутой. От грубости этой девки у меня даже начали скрипеть зубы, но внезапно нас прервали. «Ну-ну, девочки, не надо ссориться!» «Вы обе виноваты и даже не пытайтесь это отрицать!» Повернувшись в сторону немелодичного голоса, мы увидели на одной из веток дерева девушку. «Кушина!» Хината, тут же расцвела от былой хмурости и злобы не осталось и следа, явив нам вид обычной добродушной девочки. «Привет, Хина!» «Ина!» Помахав нам рукой и спрыгнув с дерева эта красная волоска, медленно пошла в сторону Хинаты, пока напряжение вам не росло. А ты что здесь забыла? Какая-то излюка я недавно вернулась с миссией и сейчас только сдала отчет и вот пока появилось свободное время, решила поддержать Хинату на экзамене. От ее слов я слегка дернулась. Чем больше я слышала, тем больше я понимала, что присутствие Аку на втором этапе посеет хаос и скорее всего многие не только ниндзя, но и жители деревни погибнут и это сеяло в моем сердце невероятную тревогу и смуту. А что за задание это было? Наверное, что-то важное? С детским интересом спросила Хината, уже полностью игнорируя мое присутствие. Это касалось недавно появившегося культа. Ситуация с ним становится все хуже и Кенаха уже собирался сформировать большой карательный отряд из джанинов, чтобы разобраться с ними раз и навсегда. У них нету и шанса. Как только мы найдем убежище этих ублюдков, то с ними можно сказать будет покончено. Они ответят за всех тех невинных жителей. Поглаживая довольную и слегка смущенную Хинату по голове, она рассказала очень важную для меня информацию, но также мои мысли зацепились и ее произношение слова невинные. Возможно, мне показалось, но она это произнесла будто с легким сарказмом. Неважно. Нужно предупредить его, если их найдут, то скорее всего они легко выйдут и на самоваку. Субтитры создавал DimaTorzok